Когда вам нежить заважает, Эвказолин помогает. Я тебя налопит по дуну и все страшные сны проедут. Давай. Только дуй не сильно, а то будет сквозняк и я заболею. Не заболеешь. Ты же у нас принцесса. Ну, ты герой. Мамочка, папочка, помогите мне. Доброе утро. Доброе утро. Ну, все, пора встать. Нет, подожди, побудь с тобой. Но ничего не случится с твоими студентами, если ты хоть раз опознаешь. Со студентами ничего не случится. Вот, когда они выпустятся и не смогут ловить преступников, то, что случится с нами. Мы сами всех поймаем. Мне домой еще надо переодеться. Слушай, Милла, а давай перевезем твои вещи. Ну, хотя бы часть. Сколько можно уже из квартиры в квартиру бегать. Я в душе. КОНЕЦ С Steam КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Никого нет дома. Что ж такое-то? Кирилл, Катя пропал. Что значит пропал? Когда? Из дома? Из детского сада? Да. Воспитатели что говорят? Аня... Пей. Ещё пей. Пошли сядь. Мы позвонили мне Саняка и сказали, что её нигде. Нет, они всё обыскали. А потом кто-то из детей сказал, что его был какой-то дядя. Полицию вызвала? Стёпа вызвал. Я сразу к тебе. Сюша, я же больше не полицейский. Я помню. Но у меня... Я палый ремён. Пей. Пей воду. Кирилл, ну, ты же знаешь, что это такое? И чтобы понять, как действовать дальше, надо разговорить с преступником. И если он начнёт отвечать на ваши вопросы, это уже половина дела. Останется только найти его слабое место и немного надавить. И тогда появляется шанс, что он начнёт отпускать заложников. А зачем все разговаривают с террористом? Снайпера поставили, выманили чувака, сняли и всё. А если такой возможности нет? И преступников несколько. Личность преступника так же важна, как и личность заложника. Рябов, объясните, почему? Да не почему. Ну, какая разница, кто заложник? Хотите совет? Вы, если лекцию пропускайте, можете её списать. А личность заложника нам нужна для того, чтобы мы понимали, как его можно успокоить. Чтобы он не запаниковал и не спровоцировал террориста. А когда вашу дочку освобождали, вам удалось с ней поговорить? Капец, Рябов, что и пью. А для тебя это новость. Вы сейчас использовали один из методов переговоров. Сместили фокус себя на меня. Это могло бы сработать. Но остальные методы вам придётся тоже выучить. Так, полиция приехала. Они будут задавать тебе вопросы. Много дурацких вопросов, правило простое. Захочешь заплакать, пей воду. Захочешь кричать, пей воду. Захочешь ударить кого-нибудь из них, пей воду, отвечай на вопросы. Понятно? А ты, ты, ты пойдёшь со мной? Ксюша, да кто ж меня туда пустит? Кто я такой? Просто сосед. Пожалуйста. Пожалуйста. У меня доживю какой-то. Дом знакомый. Микрорайон такой. Здесь всё одинаково. Наша? Да. Капитан Колесник. Вы отец? Да, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, Мельник. Здорово. Пожалуйста, помогите. Мы постараемся. Мельник, иди домой. Мы соседей позже опросим. Кирилла, останься, умоляю. Это какое-то проклятие над нашим домом. Сначала Ульяна, теперь Катя. Успокойтесь, пойдёмте. Бабич, я же могу помочь. Я очень хорошо знаю эту семью. Девочки наши очень дружили. Справлюсь как-нибудь. Два часа прошло, осталось 46. А потом, сам понимаешь, шансы. Кирилле, хочешь помочь? Не мешай. Вы что, издеваетесь над нами? Нет, я просто вопросы задаю. Зачем вы заботитесь? Потому что у меня дочь пропала. Успокойтесь, пожалуйста. Степ, попей водичку. Я не хочу воды. В общем, там девчонку кто-то из садика выводил. Я пойду с ними пообщаюсь. Глава. Опять ты? Кирилл, слава богу, ты представляешь, они спрашивают, у меня бил ли я дочь. Мы действуем по протоколу. И как только вы перестанете нам мешать, мы сразу начнём искать вашего ребёнка. Пойдём поговорим. Что просил не мешать мне. Руку убери. Ты с моей женой спишь. Вот её и хватай. С бывшей женой. Ты хочешь дать им гарантии? Статистику забыл? Я хочу дать им надежду. А это очень важно. Она людям жить помогает. Знаю, как ты живёшь. Это не жизнь. Не лезь сюда, мельник. Ты уже год как не сотрудник полиции. Эти бараны меня уволили. Ты представляешь? Ты избил подозреваемого. Я избил урода, который издевался над своей приёмной дочерью. Это что? Я ухожу от тебя. Я сняла квартиру. Так будет лучше для всех. И теперь меня уволят. Серьёзно? Угу. Ну, я правда слежу за ними. Честное слово, я даже телефон отключаю, когда на работе. Вам не идёт. Что? Слёзы. Слёзы вам не идут. Но когда плачете, у вас нос краснеет. Ой, родители волнуются, и они камеру установили. И в игровой, и на улице, и на улице, и на улице тоже. Ну, почему же вы мне об этом не сказали? Ну, так вы не спрашивали. Поужинайте со мной. Ну, что? Ну, найдём Катю и пойдём ужинать. Ну, вы уверены, что найдёте её? Ну, конечно, найдём. Ну, вы уверены, что я соглашусь с вами поужинать? Ну, тут я точно не сомневаюсь. Не разборчивый, но, по ходу, он. Да, дворник девочку хорошо знал. Ну, на видео я вновь. Выбьём признание и найдём ребёнка. Да я тебе сейчас глупеньку перегрызну. Стёпа, Господи, да скажи ты им, я же Катюню с рождения знаю. Я её люблю, она... Любим! Любим! Успокойся! Пакуй его. Так-то дело не поможешь. Мы сейчас его отвезём, допросим, найдём ребёнка. А пока иди домой. Успокой же его. Найдите дачу. Прошу вас. Ты ж не думаешь, что это Михалыч? Он же с нашими девочками, можно сказать, с пелёным. На Новый год Дед Морозом наряжался. Ульяна так всегда радовалась. Он нас дворник, Дед Мороз. Ты думаешь, это не он? Я не знаю, Оксана. Ну тогда, если это не он, то они просто теряют время. А Катя... Кирилл, ну сделай что-нибудь. Ты чего улыбишься, как чеширский кот? Воспиталочка в саду красивая, я на ужин пригласил. Ты неисправим, Колесник. Бабич! Может, арестовать тебя за преследование, а? Олег, а с чего ты взял, что это дворник? Он на камеры попал. Вёл девочку куда-то. Данил, он признался? В отделении признается. Запись можно посмотреть? Нет. Алина, здравствуй. Хорошо выглядишь. Ты извини, что я без звонка, дело есть. Пропала девочка, дочь моих соседей, а эти твои бараны дворника арестовали. Алина, я его всю жизнь знаю, это не он. А твоя активность никак не связана с тем, что один из моих баранов спит с твоей бывшей женой. Алина, пропал ребёнок. И Олег делает всё возможное. Ну, всё ясно. Всем спасибо, лекция кончена. Таня. Мельник, ты что тут делаешь? Мне нужно, чтобы ты поговорила с нашим дворником. Мы вообще-то год с тобой не виделись. Сам ничего не хочешь мне сказать? А мы друг другу всё уже сказали. Ничего нового за этот год не появилось. Что за двором? Катя пропала. Дочь Степана и Оксаны арестовали Михалыча. Может быть, хватит? Ульяны больше нет. Я понимаю, что тебе очень больно. И ты не хочешь принять эту правду. Но рано или поздно тебе придётся это сделать. Ты не сможешь бесконечно себя обманывать и искать призрак. Я не могу только одного. Смириться с тем, что её больше нет. А почему ты занимаешься пропажей, Катя? Ты вернулся на работу? Нет. Но я не верю в виновность Михалыча. Бабич меня к делу не допускает. И тебя допустят. У вас же с ним очень доверительные отношения. Хорошая попытка. Но я не ведусь на провокации, ты в курсе. Слушай, Тань, они теряют время. Но ты же помнишь Михалыча. Вспомни, как он играл с Ульяной. Как она его любила. Мельник, ты манипулируешь хуже, чем мои студенты. Хорошо, я поговорю с ним. Можно? Почему без стука? Это срочно, Алина. Дворник раскололся? Нет. Но Мельник влез с очередной навязчивой идеей. Он не верит, что дворник виноват. А у нас есть видео дворника с девочкой. Там нет его лица. Да, но он хочет втянуть в это Татьяну. Татьяна лучше профайлер в городе. Если она предлагает помощь, грех будет отказаться. В том-то и дело, что она не предлагает. Это его идея. Ты что, ревнуешь? Я думал, что ты тоже не в восторге от того, что Мельник теперь будет работать с Татьяной. Ты серьезно сейчас решила влезть в мою личную жизнь? Ну, ты же влезла. Я старше по званию. Проведите Татьяну в допрос. Выполняйте майор. Так точно. Танечка, ты же знаешь, своих-то деток у меня никогда не было. Так что ваши для меня, как родные, за гуляночку до сих пор душа болит. И не то беда, что меня посадят. Нет. Беда в том, что время не зря теряют. Послушай меня, дочка. Это все тот мужик на бежевой машине. Он припарковался на газоне. И он точно не из наших родителей. Нет. Наши-то все знают, что я за газон могу и метлой огореть. А вот. И я побежал за отверткой, чтобы номера скрутить. Вернулся, а машины нет. Он жилетку мою спер. А эти мне видео суют, где он в моей жилетке. Да похож. Но не я это, понимаешь? Не я. Михалыч, какая именно машина? Номера сможешь вспомнить? Да я пытался уже, да не получается. Бежевая, да и все. Сядь поудобнее. В наручниках-то не очень удобно. Постарайся. Да, да. Закрой глаза. Постарайся вспомнить. Дождь шел? Солнышко было. А нет, покапало немножко, да. Я еще под, под козырек детского садика спрятался. Ну да. Запах чувствуешь? Рассольник. Это Тамара, ихняя повариха. Ужас. Рассольник такой. Покрас, даже меня угосяло. Вспомнил. Товар на месте. Можете забирать. Ты в порядке? Дворник не виноват, я уверена. Ну, конечно, он тебе сейчас про напытьян расскажет. Ты поверишь? Слушай, у нас есть записи с видеокамер. А ты поезжай домой, выпей снотвор и наложи спать. Хорошо. Номер. Ну что? Ты был прав. Михалыч не виноват. А еще он вспомнил номер машины, который показался ему подозрительной. Кто владелец? Я не знаю, попросил Олега пробить, он сейчас занят. Понятно. Он тебе не поверил. Ну, ты же знаешь Олега? Ну, не так, конечно, хорошо, как ты. Мельник, пассивная агрессия тебе не идет. Ты мне лучше скажи, как машину будем пробивать. Доступа к базе у нас нет. Доступа нет. Зато есть идея. Зачем ты его взломал? Ну, во-первых, я код тестирую. Ну, во-вторых, детям на радость. О! Что? Да мне из ИЗТЭКа должны позвонить. Они мне рабочую визу в Штаты обещали. А это одноклассник. На свадьбу приглашает. Ха, кретин безответственный. Не знала, что жениться, это безответственно. Ну, конечно. Сначала нужно работу хорошую найти, дом купить. А то потом заведешь детей, не сможешь апотеку выплатить, и все, сдохнешь с голоду. А детей социальности тоже бы заберут. Опять одноклассник? Нет. Да, Кирилл. Да, я понял. Марин, прости, пожалуйста, мне нужно идти. Это срочно, правда. Бодь. А? Ты всегда был таким ответственным занудой? Нет. Я всегда был безответственным придурком. И это могло паршиво закончиться. Но один хороший человек помог. Ты хочешь сказать, что твои друзья из патрульной не могут определить, где находится машина? А, прости, как тебя зовут? Богдан. А Богдан может, да? Мои друзья могут, но не так быстро. А Богдан взламывает городские камеры онлайн. Включая частные. Хочешь сказать, что мы нарушаем закон? Да нет, что ты. Это мы нарушаем закон. А ты просто пьешь чай. Прости, к чаю ничего нет, кроме сахара. Сахар теперь живет в другом месте. За этот год многие переехали. Ну все, тачку я нашел. Делов-то на 20 минут. Подземный паркинг на лесном. Молодец. Спасибо. Хвастка не было? Шучу что ли? Я быстро, меня никто не заметил. Подворника замаскировался, и все. А с ней что будет? Это уже не твое дело. Работу сделал, деньги получил. Тоже верно. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Мужик, корыто своё убери! Где ребенок? Твою мать! Твою мать! Мама! Мама! И еще раз повторите конкретно, что вы видели. Отлично, Мельник, ты молодец. Теперь мертвый похититель расскажет нам, где он спрятал ребенка. Ты идиот! Не мог группу дождаться, что нам делать теперь? Ну, можешь дворника еще раз допросить. Тебе же это нравится. Плавич, не парься. Ты бы все равно не успел. Когда я приехал, он уже сваливал. Зато ты успел. И теперь все хорошо. Ну, тогда… Ну, тогда… У меня здравия ни о каких анализах крови в детских садах не слышали. Кто бы ни были эти люди, они не медики. Или медики. А может, это черные трансплантологи? Богдан, ты можешь проверить по всем базам, не искал ли кто-нибудь донора с третьей отрицательной? Нужно, проверю. Но это займет часов пять минимум. Идите спать. Я вас разберу, когда закончу. Тань, ложись в спальню, а я в детский лягу. Я все равно там обычно. Спасибо. Я домой. Звоните, как будут результаты. Давай, вылазь. Вызывал Алина? Алина Дмитриевна, пожалуйста. Так мы же вроде вместе учились. Суровый мир субординации. Ну, что, мы об этом будем говорить или о девочке, которая пропала больше суток назад? Хорошо. О девочке. Майор в отставке Мельник вмешался в расследование. За него погиб единственный подозреваемый. А это была наша зацепка. Насколько я поняла, вы приехали гораздо позже, и подозреваемый все равно успел бы уехать. Мельник предлагал вам помощь. Если бы вы ее приняли, этого бы не произошло. Привет. Двойной эспрессо, если, конечно, твои вкусы за полтора года не изменились. Спасибо. Мои вкусы совершенно не изменились. Не знаю, что ты любишь. Капучино сойдет? Лучше бы, конечно, энергетик, но сойдет. Ну, а я чай. А в чай у тебя, конечно, ничего нет, да? Ты что-нибудь нашел? Пока по нулям. Все, кто ждал пересадку в этом месяце, либо получили ее, либо уехали в другую страну, либо ей могут. Ну, а с такими данными у нас никого больше не осталось. Но это за последние месяца раньше. Так, стоп. Вы действительно не должны нарушать закон. Богдан, покажи мне, какие кнопки нажимать и уходите. А я с тобой не для того разводилась, чтоб ты мной командовал. Уйду, когда захочу. Как ты себе это представляешь? Я не могу тебя научить за пять минут. Нет, я вообще тебя не могу научить. С этим нужно родиться. Я просто не хочу вас подставлять. У нее такое лицо спокойное. Она как будто просто спит. Так она действительно спит. В базах пусто. Что делать? Проверять все городские больницы и областные? Катя пропала почти сутки назад. Время на исходе. Кирилл, ну мы с тобой лучше всех знаем, что не всех можно спасти. Может быть, девочка уже… Не говори так. Никогда. Ни о Кате, ни о Бульяне. Бинго! Нашел! Киреевский Иван Анатольевич. Семь лет. Третья отрицательная. Ждет пересадку почкой. Киреевский. Данные о родителях есть? Естественно. Мать Киреевская Мария Сергеевна. Отец Киреевский Анатолий Варламович. Варламович. Вряд ли это совпадение. Вы что, его знаете? Это замминистр внутренних дел. Фаталити. Алина, ты совсем с ума сошла? Ты меня убийцей считаешь? Анатолий Варламович, я просто проверяю оперативную информацию. Ну хорошо. Мой сын ждет операции в экспериментальной клинике, которая занимается восстановлением поврежденных органов. Мы искали донора. Не нашли. Я хотел свою почку отдать. Но профессор Славский объяснил, что его методики гораздо меньше отрицательных последствий. То есть это искусственная почка? Вам вообще не нужен донор? Вы необыкновенно проницательный подполковник Синегорская. Да. Представьте себе, профессор Славский полгода выращивал в пробирке почку для моего сына из стволовых клеток. И вчера доворачивал. А сейчас, простите, мне пора. У сына через час операция. Синегорскую застрелил и решил свалить? Это я тебя сейчас застрелю. Ну что, и сами облажались, и девочку не нашли, и меня подставили. У сына Киреевского через час операция в экспериментальной клинике профессора Славского. А я к нему с вашим фантазмом приперлась. Профессора Славского знаете? Восстановление органов. Своих органов, своих, не чужих. Меня теперь точно в отставку отправят. Или под трибунал, почему нет? Если бы у меня был сын, да еще в таком положении, я бы жил в клинике. Пацанелку же страшно. Что же он за отец такой? Представь себе, я задала ему этот вопрос. Мне, видимо, погоны жмут. Он сказал, что к мальчику сейчас не пускают ребенок под препаратами. Ему подавляют иммунитет. Если Славский действительно восстанавливает ребенку его собственную почку, иммунитет подавлять не надо. Поехали в клинику? А толку? Кто нас туда пустит? Мы же не в полицию. Телефон министра отключен. Алина, я понимаю, мы не сотрудники. Но мы все равно поедем в больницу. Прикроешь? Я вам Данилу отправлю. У него хотя бы удостоверение есть. А Олег? Я думаю, у нас и без того проблем хватает. Понятно. Спасибо. Поехали. Если бы моя жена дожила, то вы бы смогли бы ей помочь. Вы знаете, я думаю, да. Ну, а сейчас давайте мы лучше сосредоточимся на вашем сыне. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, все будет хорошо. Мне нужно готовиться к операции. Профессор, вы делаете потрясающее дело. Я не знаю, как вас благодарить. Спасибо. Там есть комната отдыха. Вот там лучше обождать. Медбрат вас сейчас туда проводит. Анатолий Иванович, прошу вас. Не ошиблись. Просто так столько охраны не встает. И как мы туда попадем? Я прочесал весь периметр. Есть одна нычка. Но слишком много охраны. Надо вызывать группу захвата. Они не приедут. Нет оснований. Так что все сами. А тебе эта Синегорская позволяет принимать такие решения? Ты что, ее спишь? Колесник. Как я могу с ней спать? Я ж детственник. Короче, пошли покажешь свою нычку. Ну, туда только Танюха пролезет. Если что, это комплимент. Ну, вон нычка, вон охрана. Значит, план такой. Дожидаемся, когда охрана свалит, залезаешь в окно и открываешь нам дверь. Я сказал, без группы захвата никуда не полезу. Я хакер, а не форточник. Как? Надо. Очень. На стрёме постоишь? Детский сад. Черт. Надо было утром сохраниться. Давай, давай хакер. Черт. Святая Матрица. Что я здесь делаю? Я должен быть в силиконовой долине, а не в логове черных трансплантологов. Что-то явно пошло не так. Мама, мама, где моя мама? Дай еще наркоз. Да. Ищите Киреневского, а мы операционную. Вы кто такие? Обычно мне рады. Ну, начнем, благословясь. Стоять, полиция! Отошел от девочки! Скальпель на пол! Отошел. Руки за спину. Верните ее в сознание. Верните ее в сознание! Она проснется сама, минут через десять. Я могу разбудить ее сейчас, но это будет вредно. Катя! Катенька, жива! Господи! Ну, наконец-то вы пришли. Вы можете объяснить своим подчиненным, что мы тут вообще вашего сына спасаем? Вы говорили, что вы растили почку из ткани моего сына. Что тут тогда делал этот ребенок? Ну, мы не успевали. Ну, совсем чуть-чуть мы не успевали. Еще чуть-чуть, и мы спасли бы миллионы жизней, но не вашего сына. Эта девочка бы нам помогла. Она бы не пострадала совершенно. Люди прекрасно живут с одной почкой. Убедите его с моих глаз. Вы что, готовы пожертвовать собственным сыном? Я изначально хотел отдать свою почку. Так я и сделаю. Капитану, вводи его, сейчас пристрелю! Пошел! Пошел! Ты Таня, где моя мама? Катюша, привет! Мы как раз к маме едем. Хорошо. Я поспи. Поспи, поспи. Мельник, какого черта ты здесь? Ты опять очень увремя. Операция как раз бы закончилась. А ты у нас, видимо, теперь оперативник. Олег, не злись, пожалуйста. Главное, что девочка жива и здорова. Мы успели. Ну, конечно, ты права. Как всегда. Таня, поехали домой. Вы о стране подумали? Да вы представляете, сколько могла пользы принести вам моя технология? Как жаль, что такие недальновидные люди занимают министерские хресла. Я хочу ее сама родителям передать. Понимаю. Давайте я отвезу вас. Не надо ее будить. Я и так сегодня досталась. Ладно, я приготовлю ужин и буду ждать тебя. Дома. Прости, я на себя сегодня переночу. Я очень устала. Ну, хорошо. Поужинай в другой раз. Таня, вам там удобно? Пока. Пока. Мама, папа! Азюль, Катя, дай мне. Надюша. Катенька. Матька. А почему меня в больницу положили? Я что, заболела? И теперь умру? Ну, вот еще. Ты будешь жить долго-долго. Па, а у тебя есть конфетки? Конечно, есть. Возьми в кармашки. Твоя любимая. Катенька. Держи. Это вам. Спасибо, Катюша. Спасибо. Спасибо. Ты думаешь о том же, о чем и я? Таня, ну, может зайдешь? Не надолго. Прости, я домой. Был тяжелый день. А у меня наконец появилось что-то к чаю. Ты что такой довольный? Мы сделали большое дело. Как когда-то. Если ты хочешь вернуться на работу, давно пора. Я же эти два дня не просто работал. Я работал вместе с тобой. Вчера был форс-мажор. И этого больше не повторится. Если ты меня позвал сюда не просто чай попить, твой план провалился. Извини. Мне показалось, что этот день для тебя тоже что-то значил. Ладно. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Мамочка, прочитай мне, пожалуйста, сказку про принцессу. А давай нарисуем лето. Мамочка, спасибо. Такая красивая куколка. Ой, какой красивый большой лягушонок. Я с ним буду спать, чтобы не бояться попасть. Да, фотки будут. Когда будут готовы документы? Ну, конечно, они паленые. А раньше нельзя. Ладно, давай. Что? Ты что-то заметила? Я не уверена. Знаю я, как ты не уверена. Таня, говори, я в этой фотографии год бестолку пелюсь. Вот посмотри на эту фотографию. Вот на этого мужчину. Артем Войцик, наемник. Считается погибшим при взрыве вместе. Да я знаю кто он, посмотри на его позу, он как-будто ждет опасности. Теперь на эту фотографию посмотри. Он стоит абсолютно расслаблен. Что произошло? Зеркало. Что? Зеркало заднего вида. Смотри, на этом фото оно расположено иначе. Он его повернул. Видимо, чтобы не оборачиваться. Повернул, что-то увидел и расслабился. Зеркало повернуто в сторону фотографа. Фотографировали со стороны спецназа. Это что получается? Он увидел спецназ и расслабился? Это как-то нелогично. Почему он повернул зеркало именно туда, где был спецназ? Единственное объяснение. Он заранее знал, что они там будут. Среди спецназа был крот. Или среди наших. Всех, кто был в курсе операции. Мы должны его найти. Он знает, куда они увезли Ульяну. Кирилл. Таня, я знаю. Я знаю, что ты скажешь, Ульяны больше нет. Меня достало это слушать. Ты же сама видела заключение экспертов. Там черным по белому написано, что никаких следов Войцеха или Ульяны на месте взрыва не обнаружено. А еще там было написано, что взрыв был такой силы, что... Все, хватит. Мы говорили на эту тему сотни раз. Я возвращаюсь на работу. Изнутри я найду этого гада быстрее. Ты со мной? Да. Только я скажу Олегу. Кстати, он тоже знал об изменениях в ходе операции. Ты же не думаешь, что это он? Нет, я не думаю. Он начнет ревновать. И будет нам палки в колеса ставить. Хорошо, я не умею врать, но попробую. Таня, я знаю, что в глубине души ты все еще веришь, что Ульяна жива. Иначе ты бы не согласилась искать того, кто может быть замешан. Нет, Кирилл. Я не верю. Я просто хочу отомстить. Где Ульяна? Папа, папочка! Стоять! Уля, сейчас поедем домой. А хочешь в зоопарк? А что к маме? К маме поедем. Да, да, поедете. Сперва мой друг. Ну, живо! Живо! В машину. Стой! Кому ты звонишь? Готово. Ты кому звонишь? Готово. Субтитры сделал DimaTorzok Алина Дмитриевна, вы сейчас шутите, да? Насколько мне известно, Мельника вышибли из органов с треском, а вы хотите выдать ему целый отдел? У Мельника был нервный срыв, связанный с гибелью дочери. Ну, вы же должны понять, вы же сами отец. Как там, кстати, Максим? Хорошо, надеюсь. Донора нашли, совпадение высокое, готовимся к трансплантации. Я очень рада за вас обоих. А рациональные предложения у вас есть? На эмоцию вы отлично надавили. А теперь по делу. Дела пропавших всегда в низком приоритете. Если речь, конечно, не идет о детях. Полицейские оправдывают это тем, что человек всегда мог сам уйти и решил сбежать от проблем. Объявляют в розыск и ждут. В результате имеем висяк или труп. Ну, а что мы можем сделать? У нас ресурса нет, все перегружены. Если пропавшими будет заниматься особый отдел, это может изменить ситуацию. Звучит неплохо. Но такие отделы не предусмотрены в бюджете. Что с этим прихожете делать? Я не знаю. Это же не я замминистра, а вы. Нахалка вы, Синегорская. Ну, вы же понимаете, что если бы не Мельник, вы стали бы невольным соучастником преступления. Вы меня шантажировать решили? Я вообще об этом ничего не знал. А профессор Славский обманул не только меня, но и два министерства, между прочим, и своих инвесторов. Да, вы не знали, но пресса все равно будет в восторге. А ты знаешь, что это именно я назначил вас главой управления? Конечно. Потому что я всегда добиваюсь поставленной цели. Ну вот, располагайся. Ты здесь теперь самый большой и страшный босс. Алина, ты всего за неделю смогла выбить финансирование на экспериментальный отдел. Спасибо тебе. Пожалуйста. Все, делай свое работающее пропавших людей. А для силовых операций можешь подключать отдел Олега. А это мой бывший отдел? Теперь это отдел Бабича. Понятно. Мне айтишник нужен хороший. Всем айтишник нужен хороший. Не знаю, хорошего профайлера я тебе обещаю. Не надо. Профайлер у меня есть. Таня согласилась вернуться. Все-таки решила? Ну да. Я же сказала. Я тебя не понимаю. Ты говорила, что ушла из-за дела, потому что хотела преподавать. Ты что, ревнуешь меня? Тебя беспокоит, что я смеленько буду работать в одном отделе? Нет, конечно. Я тебе доверяю. Или я должен ревновать? Нет. Не должен. У тебя нет другой причины вернуться на работу, кроме желания вернуться на работу. Другой причины нет. Все хорошо, да? Ну, конечно. Работай, работай, Слава! Здрасте. Все достал. К бою готов. Ну, молодец. Держим. Все в порядке? Да, спасибо большое. Я отработаю. Конечно, отработаешь. Так во сколько мне приходить? Куда? Ну, сюда. Мальчик, ты правда думаешь, что я вот так просто возьму и отпущу тебя без того, как ты выполнишь свою работу? Да вы что думаете, я вас обману? Конечно, не обманешь. Закрой его. Вы не понимаете, мне нужно уйти между сестра. Не прикажься. Я не понял, вы чего смотрите? Давай работать! Ты, наверное, вот этот стол выберешь. Он возле окна и дверь видна. Ты даже такие мелочи помнишь? Я все помню. Ну, что делать будем? План у нас есть? Пересмотрим личные данные всего состава спецназа. Мы их не проверяли. А вдруг есть какая-то связь с войциком и застреленным киллером. Также проверим всех в управлении и постараемся найти данные по стрелку. Одним словом, будем делать все подряд, пока не вычислим эту гниду. Отличный план. Ну, другого у нас все равно нет. Посмотри, что нам Катя подарила. Сказала, что мы супергерои. Да. Извините, это отдел поиска пропавших? Абсолютно верно. У меня брат пропал. Серьезный парень. Да, он спорт очень любит. С детства занимается чем-то. А вы говорили, что не верите, что ваш брат мог заночевать у девушки или гулять с друзьями? Для 18-летнего парня это вполне нормально. Почему вы сразу пошли в полицию? Он всегда предупреждал. Он бы меня предупредил. Это здорово, что у вас такие доверительные отношения с братом. Я, Алина Дмитриевна, прекрасно понимаю, зачем вы пристроили Мельника к себе поближе? Ну, при чем здесь моя женщина? Во-первых, выбирайте выражение, майор. А во-вторых, когда лучший профайлер города приходит работать ко мне в отдел, я не буду спрашивать, зачем вы сюда пришли. Мы же с вами союзники, подполковник. И вам, как и мне, не нужно, чтобы Татьяна была рядом с Мельником. Или я не прав? Идите работайте, майор. Наши родители погибли, когда Мите было тринадцать. Я тогда в колледж поступила, в Чикаго. Стипендию даже получила. Скажите, а на звонки он сразу перестал отвечать? Телефон у него включен или вне зоны? Он оставил телефон, он очень спешил, его Тошка ждал. Тошка это его лучший друг. А Тошка вам не очень нравится, верно? Мне кажется, он на него плохо влияет. Он в колонии сидел. Митя говорит, что по малолетке ерунда какая-то, но... Фамилия и адрес есть? Дайте нам, пожалуйста, телефон брата. Только он запароленный. Ничего, с этим разберемся. Молодец, Коля. Знаешь что, ты только сделай так, чтобы комар носа не поддачил. Все будет токи, Виктор Сергеевич. У меня старый кореш в кочегарке работает. Он все сделает за пару бутылок. Подожди, подожди. Это что, крематорий? Не, реальная кочегарка. Кореш сказал, что ему вообще по барабану, какие ему бревна сжигать. Ладно, допустим, ты решила со мной расстаться. Обещаю, я не буду тебе надоедать. Но ты можешь объяснить причину, почему? Если надо объяснять, то не надо объяснять. Ну, вообще-то надо. Привет. Привет. Вы быстро. Я думал, успею себе заказать что-то пожрать. Успеешь. У тебя случилось что-то? Витя расстроенный. Да, с девушкой расстался, а она не объясняет причину, почему. А мне работу в Америке предложили, я бы ее с собой увез. Вот она дура, да? Интересная работа? Да, очень. Я-то буду писать игру, где спасаю мир от всяких неприятностей, там, вирусов, инопланетян. У нас человек пропал, а время идет. Давайте по делу. Разблокируешь? Ну, так бы сразу. А я думаю, вы меня хотите опять к этим врачам-убийцам повезти. Хорошего понемногу. Надеюсь, этот Тошка сохранен в телефоне либо как Антон, либо Анатолий. Вот номер. Что? Ну, вы же сказали Тошка. Вот там, последний вызов Антон Скоков. Ты что, так быстро вскрыл телефон? Не вскрыл, а разблокировал. Слушайте, ребят, я пойду, а мне еще кучу дел нужно для отъезда. Давай, иди, иди, спасай там мир от вирусов, инопланетян. Привет Америке. Угу. Угомонился! Вот урод! Ты везучий черт. Шефу надо, чтобы ты дожил до вечера. Так что живи пока. Жри с пола. Здрасте. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Еще как можешь. О! Ты там надолго? У нас времени много. Мы подождем. Да я руки просто хотел помыть. Зачем врешь? Тебя выдают жесты и мимик. Расслабься. Нас твой магазин не интересует. Нас интересует Митя. А что с ним? Ну вот ты нам и расскажешь. Но имей в виду, у меня с собой детектор лжи. Ну, я ничего не знаю. Мы виделись вчера, но он спешил куда-то. Не сказал куда. Я не вру. Не врет. Он злой был, красный весь. С сеструхой поссорился. Хлам вообще. Из-за чего поссорился? Из-за бабла. Почему вы скрыли, что поссорились с братом? Мне было стыдно. И вообще это не важно. Маша, это важно. Из-за чего вы поссорились? Поссорились из-за этого кольца. Как совсем чужие люди. Ссорятся не чужие. Ссорятся как раз очень близкие. Понимаете, я очень переживаю, что с Митей что-то случится. Последнее, что я ему сказала, было, я тебя видеть не хочу. Он так разозлился, я думала, у него приступ случится. У него проблемы со здоровьем? Нет, это просто выражение такое. Со здоровьем у него все отлично, он даже этот фитнес-трекер никогда не снимал. Пожалуйста, скажите, что мне делать? Я же не могу просто сидеть и ждать. У вас есть близкие друзья? Да. Встретитесь, сходите куда-нибудь. Это как-то поможет? Думаю, да. Вам нужна их сейчас поддержка. Как-то это глупо. Очевидно, что парню очень нужны были деньги, а он сдал кольцо матери в ломбард за 10 тысяч долларов. Зачем? Продал бы ювелиру, получил бы в два раза больше. Мотив может быть только один. Он рассчитывал его выкупить. Потому что на следующий день кольцо выставили бы на продажу. То есть парень рассчитывал получить такую сумму за один. Его сестра не зря волнуется. Она сказала, что он не снимал фитнес-трекер. А в нем может быть джи-пи-эс? Нам нужен Богдан. Нет, Богдана я пока дергать не буду. Схожу к нашим атишникам. Так, отлично. А теперь давайте не позировать, а сделайте то, что вы делаете всегда. Ну, понял, понял. Давайте сделаем еще одну серьезную фотографию. Ну, глазки открой. Ну, чего ты? Так, смотри на меня. Тема. Так, отлично. Тебе идет. Да, давай в белом парике ищем. Что-то у нас фон мятый какой-то. Ладно. Сейчас, подожди. Ага, ага, ага. Поправь, поправь. А тебе белый идиот. Красотка. Тема, я в этих париках выгляжу как идиотка. Слушай, это фотография на паспорт. Там все как идиоты. Ой, а что вы тут делаете? Играем. Фотографируемся, переодеваемся тут. А можно с вами? Ну, давай. Меня мама и папа всегда фотографировали. О, а можно парик? Тоже. Так, давай, помогу тебе. Ну, Тема, семейка. Да. Семейка Анденсов. Плохо дело. Айтишники сказали не раньше завтрашнего дня. Занятые, видите ли, очень. Нам нужен собственный специалист. А я даже знаю, как его зовут. Да зачем ему это? Его вон в штаты зовут. Зарплату, наверное, хорошую предлагают условия. А что могу предложить ему я? Залез в какую-нибудь форточку? Это, конечно, романтично, но... А я, кажется, знаю, что мы можем предложить. Блин, круто! Это же я! Талантливая девчонка. Хорошо, что мы ее нашли. Что? Почему вы так смотрите? Мы просто с тобой гордимся. Ты был настоящим супергероем. Нам показалось, что тебе понравилось. И мы подумали, что... Ты, конечно, можешь спасать человечество в придуманном мире. А можешь остаться и спасать живых людей, которые без тебя бы просто погибли. Или как Кате без почки постались. Вы что, предлагаете мне работать в полиции? Это было бы бессмысленно, да? Это можешь повесить у себя на столу. Ну, или выбросить. Таня, Кирилл, ребят, я вам очень благодарен, но... Ты слишком быстро отвечаешь. Подумай. Не надо. Богдан взрослый человек, он принял решение. А у нас нет времени, нам надо пропавшего человека искать. Приятного аппетита. А ему угрожает опасность? Я думаю, да. Мне нужен ком. Крутой. Я сейчас все запишу, потому что конфигурации вы не запомните. Богдан, а ты сможешь без крутого компа фитнес-трекер отследить? Фитнес-трекер. Так это я через телефон могу. Богдан, где он? В парке. Да я понял, что в парке. Где конкретно? Точку мне укажи. Сейчас, секунду. Да вот он. Только что мимо тебя пробежал. Как пробежал? Стой. Эй, мужик, тебе чё надо? Полиция, полиция. Полиция? Что случилось? Откуда это у тебя? У парня одного выменял. Он что, ворованный? На что поменял? На бойцовские перчатки. Извини. Чёрт, шесть часов вдвое. Это что, какая-то математическая формула? Каждые шесть часов вероятность снасти пропавшего уменьшается почти вдвое. Тупик у нас, ребята. Митя браслет поменял. Да? А на что? На бойцовские перчатки. А я знаю, где он рассчитывал взять деньги. Одевайся. Ну, скоро бой, а ты не размялся. Хватит психовать, мальчик. Ну, я же тебя видел в деле. Ты отлично дерёшься, выиграешь бой и получишь свои десять штук. А если не выиграю? Тогда деньги тебе уже не понадобятся. Я почти уверен, что это подпольные бои. Закрытые клубы, высокие ставки. Хорошо. И как мы будем их искать? Ну, у меня есть одна идея, но предупреждаю, Кирилл будет ругаться. Сначала отлично, продолжай. Я могу зайти в Даркнет, найти там знакомых, попросить сделать ставку. Может быть, реально придётся её сделать. Звучит как-то незаконно. Не уверен. Я полтора года пропустил. Так что считаю, что нам можно. Давай тогда на работе. Времени мало. Алина Дмитриевна, я более чем уверен, что вы пожалеете, а предметы врёшь. Алина, мне нужен спецназ. Или прямо сейчас. Что случилось? В городе действует подпольный тотализатор. Боксёрские поединки. И наш пропавший в этих боях принимает участие. Адрес мы установили, это Приозёрная 2. Так, стоп. Держись подальше от этого места. Этот клуб у меня в разработке. Хозяин клуба подозревается в убийстве конкурента. Это очень крупное дело. Так что не суйся туда. Понял? Ну, тогда сделаем так. Мы зайдём туда как посетители, найдём парня и по-тихому его вытащим. А кто это мы? Ты и Таню туда втянул. Я тебя запрещаю. Я тебя запрещаю. Тебе никто. Да не волнуйся, Бабич. И я смогу её защитить. Да. Дочь ты уже защитил. Так отставить оба! Если собираетесь идти по-тихому, спецназ не нужен. Таню брать действительно плохая идея. Олег, у тебя есть кто-то надёжный? Данила. Отлично возьмёшь, Данила. А что отлично? Я тебя спецназ просил, а не шестёрку Бабича. Мельник! Здесь тебе не супермаркет. Бери, что дают. Что я говорил? Бои начинаются в 19.00. Но только... Только вы под расходы не пройдёте. Там собирается крутая тусовка. Все будут одеты, как на приёме. Хотел бы я посмотреть на этих бессмертных, которые меня остановят. А Богдан прав. Мы же хотим вечер провести культурно. Посмотреть, как люди морды друг другу бьют. Сделать свои ставки. Так что выглядеть мы должны соответственно. Кирилл, наденешь свой синий костюм с красным галстуком со свадьбы? Не выбросил? Нет, конечно. Данила, у тебя есть какой-нибудь костюм, чтобы ты за нашего телохранителя сошёл? Да, у меня с выпускного остался. Траур. Так я не понял, а ты что, с нами идёшь? Конечно. Буду твоей спутницей. Приятно видеть в зале Знакомые лица! Правила те же! Выбираем своего фаворита и делаем ваши ставки! Сначала взносы. Какие взносы? Мы ещё бойцов не видели. Первый раз, что ли? Первый раз. Идёте к букмекеру, покупаете фишки и делайте ставки на кого хотите. Поприветствуем наших гладиаторов! На все? Не-не, сегодня ставки тысяча долларов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Делаем ваши ставки! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И начнётся бой! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Перенайся у вас ставки. Ну, сбегай в машину, возьми деньги в бардачке там. Тысяч пять. А мы пока пройдём. Сначала платите, потом идёте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Да. Кирилл, а тут такая фигня, обычно в клубе ставка 50 баксов, но сегодня она выше в 20 раз. Магдан, следующий супергерой на твоей Майкель Витт. Капитан Очевидность. Давай быстро узнай, в чем дело. Стой! КОНЕЦ Кажется, нашел. Последний раз такая ставка была в клубе где-то месяц назад. В турнире принимало участие восемь бойцов. И только один продолжил появляться в клубе. А остальные? По остальным информации нет. Есть. Кажется, нашел. Фамилии этих ребят время от времени где-то мелькали. Но потом совсем пропали. Ну, так не бывает. Бывает, но только в одном случае. Здесь не просто бои без правил, здесь бои с летальным исходом. Ребят, но для нас сегодня вход бесплатный. У нас контрамарка. Играет музыка. Полиция! Полиция! Уходим! Стоять! Вы арестованы! Пацан, живой? Смотри на меня! Смотри на меня! Прости меня! Слышишь, пожалуйста, прости меня! Маша, это ты чего? Это ты меня прости! Это же я виноват! Это же ты из-за меня учиться не поехал! Знаешь, я думал, вырасту, заплачу тебе за учебу! Вот, заплатил! Доложил кольцо, купил партию китайских телефонов, а они, оказалось, не работают! Маша, я лошара! Зря я на тебя злилась из-за этого кольца! Черт с ним, с тем кольцом! Ну, мы маму и без него помним! Скажи, как ты? Зачем? Ты вообще... Я думал, это просто бои! Я не знал, что тут... Насмерть! Данила! А баблище куда? Я в рублю! Данила! Стоять! Ты сколько пацанов обещал? Десять штук, если выиграет! Если выиграет, да? Ну, так он выиграл, я сам видел! Держи, пацан! Поздравляю! Твою мать, мельник! Я тебя просил не срывать мне расследование! А что мне было делать? Тебя ждать? Пока бы ты свой сзад сюда притащил, парень был бы уже мертв! Я пишу рапорт! Да пиши, контора! Только не забудь написать, что этот клуб ты уже полгода разрабатывал, и почему-то не заметил, что здесь бои с летальным исходом и с тотализатором! Колесник, какого черта ты там возишь-то? Пакуй всех в машину! Вот так-то! А мы чего сидим? Давай-давай! Вперед! Пошли! Данил, так сложно было рассказать? Ты о шашнях-то, а не с мельником? Каких шашнях? Ты же говорил, что между ними ничего нет! Ну, может и нет, пока! Но я же вижу, как он на нее смотрит! Я б тоже виновал! Ты знаешь, бывшая штука опасна! У меня история была… Окей, будешь продолжать работать с мельником! Отличные новости! Даже меня не спросишь? Может, я не хочу? Придется! Сенегорская уже подписала приказ о твоем переводе! Будешь следить за мельником? Нет, я не могу! И я такое не люблю! Не хочу! Спасибо! Данил, сколько ты будешь ходить в капитанах еще? Сенегорскую скоро повысят! Я займу ее место! И тогда ты получишь майора и будешь руководить убойным отделом вместо меня! Я должен быть уверен, что ты надежный человек! Богдан, ты ничего не перепутал? Ночью мы уходим домой, а не наоборот! Ну и что это за шпала? Это не шпала! Я тут загуглил, Таня была права! Если пропавшего человека не найти в течении сорока восьми часов, то шансы найти его живым резко стремятся к нулю! А вот так наглядней будет! Это да! Ладно! Спокойной ночи! Видишь, уже поздно! Пора ложиться спать! А у Ульяны фотки? Мы что, не будем делать документы? Ты опять забыла, для чего она нам? Мы дожидаемся новой крупной партии! Мы продаем ее! Деньги забираем себе! Девчонку подбрасываем ментам! Она сдает босса! Кто этот план придумал? Я! Только вспомнит ли она его? Полтора года прошло! Конечно, вспомнит! У нее отличная память! Надеюсь! Выходи! А эти брат и сестры отличные ребят! Так заботились друг о друге! Только очень глупым способом! Еще чуть-чуть и могла бы произойти трагедия! И она бы мучилась всю жизнь! Из-за того, что из-за нее погиб брат! Ты до сих пор винишь себя в смерти Ульяны? Кто сих пор должен был... Мой. Итак, мы сих пор не поспременно. А где Ульяна? Что ты молчишь? Да что ты молчишь? Где Леша Торча? Я тебя спрашиваю! Я не мог это допустить! Я… Ты… Да будь она проклятая! Эта работа! Ты не мог это допустить! Не мог! Не мог! Не мог! Она жива! Наша дочь жива! Ну что, поехали ко мне? Олег, прости! Не сегодня! Я засыпаю на ходу! Ты извини меня за то, что давил на тебя утром и днем! Это твоя жизнь! И знай, что я всегда тебя поддержу! Спасибо! И, кстати, переезжай ко мне! Хватит жить на два дома! Ну, наконец-то, Ириша! Слушай, я тебе целые сутки не могу дозвониться! Что случилось? Прости! По дороге была отвратительная связь! По какой дороге? Я сбежала! Пожалуйста, пожалуйста! Не начинай орать! Я постараюсь не орать! Если ты мне объяснишь, что происходит! Волкову оправдали! Я не знаю, что произошло! Я должна во всем разобраться! Ладно, я потом тебе все расскажу! Верка, мне правда очень жаль! Но ты уехала лечиться не потому, что ты хотела прогулять работу! Потому что ты больна! Да я в порядке! Давай, я все потом тебе расскажу! А ты где вообще сейчас? Мы в парке Победы. Дети играют на площадке! Ладно, не торопитесь там! Я все равно сначала в прокуратуру, только душ приму! Люблю вас! До вечера! Хорошо! Это мама звонила? Да, мама звонила! А когда она приедет? Скоро, скоро она приедет! Бегите, играйте! Давайте! Господи, ты меня напугал! Мы же с тобой на вечер договаривались! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет! 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 А ты чего одна? Где Бабич? Ты пытаешься его с ним где ночевала? Да нет, не пытаюсь! Я знаю, что ты ночевала у него! Твои волосы не пахнут яблочным шампунем! Саня, я тебя знаю десять лет! Ты всегда покупаешь один и тот же шампунь! А если твои волосы пахнут другим, то... Послушай, Мельник! Меня не надо нюхать! Со мной надо работать! Да, я ночевала у Олега! Но ночью он уехал, потому что пропала Ира Ладожская! Он задержал Витю! Он что, идиот? Это ж надо горячие точки спецоперации! Серьезный послужной список, полковник! Мы долго будем терять время? Я должен найти жену! Так быстро? Вы ж только что убили предыдущую! Да не убивал я Ирину! Я ее люблю! Черт, да мы даже никогда с ней не ссорились! А вот ведь что интересно! Тут написано, что вы избили сослуживца! Постравматический синдром, да? Нет! Просто он был идиотом! А я идиотов не люблю! Я думаю! Очень страшно! Я испугался! А можно уточнить, почему вы уволились? Блестящая карьера, правительственные награды! И всего лишь один инцидент с этим избиением! Мне кажется, вас все-таки уволили! За что? Послушай, майор! Хватит фигней маяться! Да! Я не могу здесь больше сидеть! Я должен ее найти! Значит так! У меня есть пропавшая женщина! Следы крови на полу! И съехавший полковник! Избивавший своих коллег! А еще у меня есть статистика! Жен убитых мужьями! Ознакомить! Бабич, стой! Какого черта ты забрал дело в Ладожской? Она пропала, а исчезновениями занимается мой отдел! Ты же знаком с ее мужем и с ней тоже! А значит, не можешь вести это дело! Кстати, очень странно! То соседская девочка пропадает, которую ты знаешь, то твоя знакомая прокурорша! Может быть дело в тебе, Мелик? Просто отдай это дело мне! Послушай, ты бы не мог выяснить со мной отношения каким-нибудь другим способом? Не мешая мне работать! Хочешь подраться, давай подеремся! Но свободное от работы время! Подеремся! Ну, сначала я найду Ирину! А ты вообще нормальный мент? А настоящие менты обязаны жрать всякую фигню, да? Вообще-то это не фигня, а печеньки с предсказаниями на минуточку из китайского ресторана! И они мне уже нагадали судьбоносную встречу! Поздравляю! Слышь, а эту хрень можно убрать отсюда? Аж бесен! Ты что, никогда таймера не видел? Дикий человек? Это ты, дикий человек, никогда не видел взрывного устройства! А ты всегда кислолицый, а? Нет, не всегда! Меня девушка бросила, а почему не сказала? Да какая разница! Баб в мире четыре миллиарда! Одна ушла, другая пришла! Разнообразие – это хорошо! Хорошо! Извините, я его сейчас заберу! Рядом! Комиссар, капитан Колесник! Чем могу помочь? Да ничем! Даша! Кинолог! Это Джек! У вас новенький! Хорошо! Класс! Отлично! Могу показать экскурсию! Очень мило! Вы всем показываете экскурсии? Мне не показывал! О, ну! Не надо кормить мою собаку дрянью! Чего дрянь? Это печенье я ел! Нормальный бы раз! Ну, не знаю! Когнитивные функции у тебя замедлены! Я бы не стал давать собаке эту фигню! Я тебя сейчас замедлю! Всем привет! У нас что, обыск? Это новенькая кинолог! Здравствуйте! Пятнадцать часов назад исчезла Ирина Ладожская! Это та, которая прокурор? Да! Поднимите все дела, которые она вела! А я пойду с ее мужем разговаривать! Видимо, экскурсия отменяется! Ну, видимо, да! А давайте я тебе позвоню! Давайте! Рядом! Минус пятнадцать часов! Ну, по ходу предсказания работают! Да я даже и не знаю, почему именно она вернулась! Мы толком даже и не успели поговорить-то! Ирка сказала, что примет душ и поедет сразу в прокуратуру! А я решил, что у меня куча времени! Витя, а дети где? Бабушке отвез! Решил, раз она вернулась, не долечившись, то вечером будет чувствовать себя паршиво! Она чем-то болеет? Что-то серьезное? Да мы так и не поняли! Врачи говорили, стресс! Но, видимо, стресс серьезный! У нее даже волосы начали выпадать! Ну, и я отправил ее в санаторий подлечиться! Хотя с деньгами-то у нас не очень! Но здоровье жены гораздо важнее! Кир! Ну, выпусти меня отсюда! Но ты же понимаешь, что это бред! Вить! Я понимаю! Но в квартире нашли кровь! Поэтому… Ты думаешь, ее убили? Вить! Не спеши с выводами! Это еще… неизвестно! А потом еще пообщаемся с вами! Счастливо! Пока! Ирка! Ирка! У тебя просто профдеформация! Сань! Ну, я серьезно! Ну, правда! Ребенок должен знать свой домашний номер телефона! Вдруг она потеряется! Скучно! Я стишки и люблю! Я тоже цифры не люблю! Мы под песенку учили! Два, пять, девять, сорок, тридцать три! А ты какую песенку любишь? Хабанеру! Да! Это из оперы Кармена! Я ее просто обожаю! Все время слушаю! Даже ребенка знаю! Ну, ты ужасная мать! Нет, чтобы песенки про солнышко! Ну, давайте! Учите под свою хабанеру! Ну, давай! Готова? Пять, три, восемь, четыре, девять, четыре, два… Еще разок! Твой любимый хабанера! А что ты тут делаешь? Вы все-таки влезли в мое дело, да? Ладно, прости! Не хотел на тебя давить! У тебя и так стрессов полно от Мельника! Да нет у меня с Мельником никаких стрессов! Все хорошо, правда! Я же вижу, что с тобой что-то происходит, когда мы вместе! Олег, у меня с Мельником чисто рабочие отношения! Мы давно развелись! Так что не надо волноваться! А каким я мою шампунем голову? Шампунем? Я не знаю, каким-то женским, наверное! А что, у тебя закончился купить? Да нет! Ерунда! Не обращаю внимания! Утром дождь обещали! Видимо низкое давление! Всякое ерунда было влезть! Низкое давление – это серьезно! Но попробимо! Погнали пить кофе! Погнали пить кофе! Пять-три-восемь-четыре-девять-четыре-два И еще разок! Пять-три-восемь-четыре-девять-четыре-два Перестань! Ты помнишь наш план? Да! Только если она ни хрена не помнит! Этот план не работает! Перестань! Она все помнит! Она умная девочка! Ладно, я вернусь, проверю! Четыре-два И еще разок! Давно я тут не был! Но особо ничего не изменилось! Ирина не любила перемены! Почему не любила? С чего вы решили, что она мертва? С того, что мне не пять лет! Прокуроры каждый день не исчезают! Тем более Ирина! Тем более сейчас! Дело Волкова же! Что это за дело? Алена Волкова! Пьяная девушка-мажорка! На джипе врезалась в автобус, который вез детей на экскурсию! Автобус слетел с моста в реку! Высота была небольшая! Тем не менее, несколько детей спасти не удалось! Мы отлично подготовились к суду! Но Ирина заболела! Сильно! А затем из дела пропали все заключения! Все! Эксперты отморозились! Отец Волкова их запугал или подкупил, это понятно! Но документы были уже у нас в сейфе! И вдруг исчезли! Мне их в суд везти, а я как дурак! В общем, убийце дали полгода условно! Из-за меня! Конечно, я ей позвонил! А у кого есть доступ к сейфу? Только у нас двоих! Помогите! Помогите! Ничего себе домик! Как думаешь, я лет за сто на такое заработаю? Без понятия! Богдан, у нас калькулятор, его и спрашивай! Извините, что отвлекаю, но похоже, тут кровь! Все понимание, отсвечиваю! Вызываю криминалистов! Умная баба! Как ты с ней столько лет прожил? Алло, экспертов на саду! Хорошо прожил! Это частная территория! Что непонятного? Частная территория! Нам бы с Алексеем Волковым переговорить! Он нас не предупреждал! А мы с сюрпризом! По делу его дочери! А чего вы такие смелые, а? В полицию решили стрелять? Полиция? Что раньше сказать нельзя было? По протоколу это ты должен был сказать. Давно не работал. Запамятовал. Что такое теплый прием, парни? Нервишки подлечить надо? Мы других людей ждем. Каких людей? Мы пиццу заказали. Два часа ждем. Вот и злые такие. Ну, голубь не тетка. Чего шуми, мальчики? Тут полиция. И не надоело? Ну, проходите. С чем пицца, парни? Салями. Годится. Ирина Ладожская. Прокурор. Пропала сутки назад. В ее квартире обнаружили кровь. На кухне следы борьбы. Это же надо. Кого-то она все-таки окончательно достала. Ну, я не удивляюсь. Такие всегда плохо заканчивают. Не чтоб как нормальный человек денег взять. Она принципиальная. А нас принципиальных не любят. Во себе, надеюсь? Частично. Да. Я ее терпеть не могу. Но на этом все. Дочке дали ей полгода условно. Я удовлетворен. Так что, к исчезновению Ладожской я не имею никакого отношения. Но она могла бы оспорить решение суда. Кто тебе сказал такое? А вот у меня другая информация. Я слушаю. Кровь на дороге перед вашим домом имеет к этому отношение? А можно встречный вопрос? У вас есть ордер? Если кровь на дороге принадлежит Ладожской, ордер будет. Ну, тогда и поговорим. Да не там вы ищите майор. Мне бояться нечего. Аленка на свободе. Родители апелляцию не подавали. Так что... Почему? Может, там экспертам позвонить? А толк? Не только раздражаюсь, когда торопишь. Как бы время идет, а мы ничего не делаем. Я ее счет проверил. Там три копейки. Только зарплата приходит. Мне кажется, что ее отъезд и пропажа напрямую связаны. Нам бы найти эту связь. А я нашел. Ну, не знаю, связь это или нет. Но на счету ее мужа внезапно появилось двадцать тысяч долларов. Три дня назад. Мельник. Может, ты нашел доказательство невиновности своего друга? Пока нет. Да, Тань. Подождите, я Богдан уверен? Ясно. Виктору на счет, несколько дней назад кто-то перевел двадцать тысяч долларов. Не, Олег, мы полдня потеряли. Я пойду себе поговорю. Мы поговорим. Да я понятия не имею. Удивительно, другого ответа я не ожидал. Виктор, пожалуйста, соберись и подумай. Может, дело не в Ирине, а в тебе? Ага. Может, тебя хотят подставить? А, да. Ну, потому что другого объяснения у меня нет. Зато у меня есть. Куда ты дел тело? Да не убивал я свою жену, идиот! И понятия не имею, откуда взялись эти деньги. Кир, ну скажи, что ты мне веришь. Да, у нас вообще большой любитель верить невозможное. Да знаю я ваш протокол и статистику. Если Ира еще жива, то с каждым часом, с каждой минуты ее шансов все меньше. Слушай! Помогите! Пока ответа криминалистов нет, может быть, мы вспомним, зачем мы здесь. А то я начинаю думать, что ты заманил меня на эту работу по другой причине. Хорошо. Давай пойдем с самого начала. Ульяну похитили, чтобы обменять на киллера. Да, я знаю, ты считаешь меня виноват. Если бы я не решил поймать преступников, а просто обменял бы киллер на Ульяну, то она бы сейчас была с нами. Кирилл, мы ничего не знаем. Может быть, ее убили бы в любом случае. Таня, Ульяна жива. И да, я считаю, это был неоправданный риск. Мы хоть что-нибудь знаем о похитителе Ульяне? Практически ничего. Артем Войцек, возможно, это не настоящее имя. По нашему ведомству не проходил по смежным тоже. А киллер? Мы его тогда случайно задержали. Есть подозрение, что он работал на крупной наркокартель. Но своих заказчиков он не сдал. Или не успел. То есть, у нас опять ничего нет? Вот смотри, на карте я отметил точки, где киллер убивал своих жертв. Может, увидишь что-то необычное. У вас что, Google Maps с телефона слетел? Богдан, подойди. Посмотри, это места преступлений. Никакой закономерности не видишь? Это по делу прокурора? Это по другому делу. Просто внимательно посмотри. Я просто не понимаю, что нужно искать. Я могу взять карту, отсканировать ее на компе, отследить закономерности. А что конкретно вас интересует? Найдешь закономерности, я тебе расскажу. Квесты? Я люблю квесты. Есть новости. Кровь на парковке принадлежит не Ирине, а неизвестному мужчине. Вторая положительная. Облом, да? А в квартире Ирины кровь хотя бы ей принадлежит? Да, но тут тоже сюрприз. В крови катастрофически высокое содержание свинца. Ее отравили? Я думаю, ее регулярно отравили. Отсюда и переутомление, выпадающие волосы. Ты, конечно, прости майор, но мужу жену отравить очень просто. Плюс бабки. Да, отравить ее мог кто угодно. Богдан, ты отследил, откуда на счету Виктора появились деньги? Да, со счета Волкова. Кстати, непросто было его вычислить. Но я же у вас гений. Получается, Олег с самого начала был прав. Ну что, кушать будем? Нет. Мы с тобой поиграем, давай? Посмотри, пожалуйста, ты кого-то узнаешь? А что это за игра? Я такую не знаю. Ульяш, это дяденьки, одного из которых ты знаешь. Покажи мне, пожалуйста. Это плохая игра, не хочу меня. Мы должны с тобой поиграть, пожалуйста. Смотри, вот этот человек, которого ты видела и который тебя к нам привел. Запомнила? А он сможет. Что? Ну, привезти меня обратно, к маме и папе. Ты обещала. Ульяш, я тебе говорила, что твоя мама с папой в командировке я должна за тобой присмотреть, пока они не вернутся. А когда они вернутся? Мы же с тобой в игру играем, да? Покажи мне, пожалуйста, того, кого ты должна запомнить. Я не знаю. Это плохая игра, мне страшно. Котик, иди ко мне. Все, все, все. Не будем больше играть. Ну, а какой смысл убирать прокурора? Поставит другого, он все равно выиграет в суд. А ты говорил, что родители не оспаривали решение суда. Мы выяснили, почему? Ну, я обзванивал их, они трубку не берут. У них сегодня годовщина гибели детей. Они на кладбище. Добрый день. Здравствуйте. Мы из полиции. Простите, что беспокоим вас, но нам нужно с вами поговорить. Теперь-то уж чего? Примите наши глубочайшие соболезнования. Вы извините, но мы должны вас спросить. Вы, наверное, были возмущены результатом суда? Наших детей все равно не вернешь. Эту пиголицу стоило наказать, конечно. Но отец ее порядочный человек. И повел себя по-человечески. Компенсацию дал. И вы взяли? А вы не судите. У меня их еще двое. И их кормить нужно. Что вы, вас никто не имеет права судить? У вас такая трагедия. А вот Боря осуждает. И денег не взял. Но ведь у него-то других детей и нет. Извините. Я понимаю, почему вы не взяли деньги. Но почему вы не подали операцию? Вы вообще кто такие? Мы с полицией. Извините за бестактность. Да похрен мне на вашу бестактность. И на апелляцию тоже. Нет в ней никакого смысла. Как и во всей вашей продажной системе. Уходите. Я хочу побыть сыном. Вам все равно этого не понять. Вы же не знаете, что это такое потерять ребенка. Извините. Я не верю, что можно вот так просто сдаться. Но это ж только ты никогда не сдаешься. Да не сдаюсь. Считаю, что люди вообще не имеют права сдаваться. Никто и никогда. Кирилл. Кирилл. А он ведь врет. Обосной? Во-первых, мимика. Во-вторых, я не верю, что он мне захотел отомстить. В-третьих, кровь на парковке. Таня, ты права. Он хотел отомстить. Она жива. Где она? Где ты ее прячешь? Ты у меня сядешь. И надолго. Да хоть закопайте. Я все равно уже умер. Я понимаю, вам нужно обязательно кого-то наказать за смерть сына. Но поверьте, вы убьете невиновную женщину, которая пыталась вам помочь. Мне нечего вам сказать. Ладно, мужа, прости. Я все понимаю. Будь здоров. Волков. Что это сейчас было? У нас нет оснований для его задержания. Почему? Если Волков напишет показания, что несчастный отец пытался прорваться в его дом… Теряем время. Даже если все так, мы отчаянно теряем время. И что теперь? Господи, Мельник. Ты еще и криптоман. Увидим, что это здесь? Увидим. Богдан пробил телефон Бориса, он был здесь. Где ее искать-то? За вот большое время у нас в обрез. Нужна вещь с запахом Бориса. Телефон. Ищим. 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 Ищи. 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 Кирюх, здесь помоги. Держи, принимай. Давай, взял. Есть. Молодец, молодец, Джек. Да, все в порядке, пульс в норме. Спасибо. Я не могу понять, почему он меня хотел убить. Для меня это дело было важным. Я хотела посадить Волкову. И когда я узнала, что ее вину не смогли доказать, я сбежала из санатория и приехала. Черт-то в санаторий. Я как чувствовала. Не хотела ехать. А почему Борис не захотел подавать апелляцию? Он был в отчаянии. Ему надо было кого-то обвинить в смерти сына. И что? И что, теперь убивать кого-нибудь из-за этого? Он что, совсем с ума сошел? Ира, я не знаю. Когда я его видела в последний раз, он был абсолютно вменяем. Просто почему-то он решил, что в пропаже у Ликвина это ты. Машина с данным номером на большой скорости движется к Северному мосту. Черт. Он решил убить себя там, где погиб его сын. Вова, не дай ему выехать на мост. Вова, не дай ему выехать на мост. Зачем так рано умирать? Впереди столько интересного. СИЗО, суд, тюрьма. На мне и все. Ирка. Господи, Ирочка. Привет. Господи, Ирка. Слава Богу, ты жива. Ну, как ты, а? Ну, учитывая то, что меня чуть не утопили, прекрасно. Ну, я же тебе говорила, что нельзя прерывать лечение. Теперь я тебя буду слушать всегда. Не смей меня больше так пугать, поняла? Ну, обними меня уже. Спасибо, братцы. Отличная работа. Я возле машины подожду. Да, я иду. Рядом. Я все равно не могу понять, почему у нее свинец в крови. Борис ее выкрал, но он не мог ее регулярно травить. Так, может, муж все-таки? Муж путевку купил, отправил лечиться. Странный способ убивать. И когда Юрий ему сказал, что Ира упала в обморок на работе, он сразу ее отправил. Так, может, это и было целью? Отправить ее в санаторий? Ты же первый утверждал, что Виктор не виноват. Я не о нем. Погнали, быстро. Олег, я не понимаю. Вы же всю дорогу подозревали Ладожского, а все остальные версии разрабатывал Мельник. Ну, какая разница? Я убийцу поймал, я и молодец. Так что запишите раскрытие на мой отдел. Не понял. Это же заместитель Ладожской, а что он здесь делает? Ну, вот и мне интересно. Юрий давно метил на место Ладожской. Когда Волков предложил ему большую взятку за то, чтобы из дела исчезли улики, он сначала испугался. Потом подумал, что это шанс одним выстрелом убить двух зайцев. Его задачей было не допустить появление Ладожской на суде. И он стал подмешивать ей в кофе свинец. Через некоторое время он рассказал Виктору, что его жена плохо себя чувствует, и ей необходимо обследовать. Виктор испугался и настоял на том, чтобы Ира срочно уехала лечиться. Теперь Юрий мог спокойно выкрасть улики. Что он и сделал. Но он прекрасно понимал, что как только Ира узнает о том, что дело развалилось, она вернется. Он общался со свидетелями и знал, что отец погибшего мальчика одержим местью. Поэтому он довольно легко убедил Бориса в том, что именно Ирина взяла взятку и уничтожила улики. И что она вернулась в город. Одним словом, у него все получилось почти. Я попробую поговорить с Ирой, чтобы она не давала ход делу Бориса. Ну, а это невозможно. Похищение, покушение на убийство. А может, вообще не будем преступников ловить? Ну, а что, у всех свое оправдание. Тяжелое детство, мама не любила. Да объясни ты ему, что у человека ребенок погиб. Пускай про аффект посчитает. Ну, иди, что он делает. Он специально давит на самое больное, только чтобы мне что-то доказать. Это, конечно, не мое дело. И с Татьяной Александровной у нас особой дружбы не получилось. Да, и мы все знаем, почему. Ну, вы поберегли ее немного, что ли? Кир, я понимаю, у вас общее горе, но ты не сдался. Ты продолжаешь искать, и это тебя спасает. А для Тани каждое новое дело – напоминание о ее потере. Пока ты, мельник, снова не появился в ее жизни, у Тани все было хорошо. Я ее берегу. Ты ее все еще любишь? Можешь не отвечать. Молодец. Быстро раскрыл дело. Может быть, свободен. Ты любишь оперу, а я люблю тебя. Карман. Пойдем. Кирилл, я проверил карту, и, если честно, ни черта не понял. Ну, кроме того, что отметки четко распределены по районам города. Один район, одна отметка. Это что-то значит, да? Не знаю. Ну, может, и ничего не значит. Ладно, завтра поговорим. Неси фотку, босса. Нужно показать. Прямо сейчас? Ну, а когда? Понятно. Так, пошли в спальню. Можно мне с вами? Мне оно и скучно будет. Ты это, в змейку поиграйся. Пошли, пошли. Пять, четыре, восемь, четыре, девять, четыре, два. Пошли, пошли. Пошли. Чёрт. Да. Здравствуйте. Это вас тревожит фирма по установке и ремонту пластиковых окон. У нас есть прекрасные скидки. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok А я не ору. Я просто прошу тебя даже на километр. Ну, значит, держись от меня подальше. Нет, я не испугалась. Я просто ненавижу, когда мне врут. Машинку вызывали? На Суворова? Ну, да. Да. А мне присылали смс-ку, что будет жёлтая Тойота. Да, так постоянно бывает. Водитель заказ отменил, вместо него автоматически прислали. А, ну, хорошо. Пристегнитесь, пожалуйста. А куда вы? Суворова же в другую сторону. Ты не должна была открывать конверт. Доброе утро, коллеги. Бывшая жена, бывший преступник. Кстати, а где Колесник? Так Колесник же не бывший, а он настоящий. Такие сюда не ходят. С чего это у тебя такое хорошее настроение? Уже десять утра, а мне его никто до сих пор не испортил. Чем не повод для хорошего настроения? Логично. Твой кофе. Спасибо, не ожидал. Как тебе это удалось? Кофе идеальной температуры. Ты же не знала, когда я приду. Видишь ли, Кирилл, хороший психолог всегда может предсказать поведение человека утром, потому как он вел себя вечер. А Таня просто из окна увидела, как ты тачку паркуешь. Да, предатель. Богдан, что с картой? С картой. Смотрите, в каждом административном районе была одна жертва киллера. Не больше. И в городе не было ни одного района, где не было бы жертвы. И вот это вот странно. Совпадение? Нет, не может быть. Может, но я в совпадение не верю. Возможно, это какая-то изощренная игра. А в это уже я не верю. Он был профессиональным киллером. Мы же его по стволу и вычислили. Значит, он был не такой профессионал? Был. Просто он любил очень дорогие игрушки. Ствол был редкий, навороченный. На него потом все отделение глазей бегало. А что за киллер? Что за дело? Пропала девочка, подросток. Давно пропала? Вчера вечером около полуночи. Женя, а когда я пойду в школу? Мне ведь уже семь лет. А ты что, хочешь в школу? Все дети туда ходят. Ну почему все? Не все. Слушай, кому вообще нужна эта школа? Там скучно, учителя зануды, дети постоянно друг на друга ругаются. Сдают кучу домашнего задания. Мама и папа говорили, что в школе интересно. Ну ладно, я подожду. Вот когда они за мной придут, тогда и школа тоже будет. Угу. Хорошо. Договорились. А когда они придут? Привет! Привет. Садись завтракать. Нет, я не успею, мне бежать надо. Куда? Сегодня приходит новая партия. А, будь осторожней, пожалуйста. Да, а ты собери все вещи к моему приходу. А Ульяна? Она наконец-то пригодится. Я вчера убедился, что она все помнит. Даже номер домашнего телефона, прикинь? Угу. Так что она сдает босса. И мы с тобой далеко-далеко. Я пошел. Ура! Что ты хотела увидеть своих родителей? Скоро увидишь. Ура! 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Помогите! Помогите! Мы даже не сразу заметили, что Лиля ушла. Потом бросились ей звонить. Телефон включен. Подняли на уши всех друзей, кого знали. Да, родственникам позвонили. Никто ничего. Нам нужно поговорить с вашей женой тоже. Попробуйте. Она так уже несколько часов сидит. Уверена, что случилось плохое. Лена, я очень хорошо знаю, как вам хочется сбежать от этого всего. Но вы должны вернуться, чтобы мы смогли найти Лилю. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я здесь. Спрашивайте. Постарайтесь вспомнить. Может быть, какое-то странное поведение, изменение во внешности, плохое настроение, плохие оценки, что-нибудь. Да нет, что вы наоборот. Лиля, знаете, всегда была такая тихая, скромная. А тут настроение прекрасное, как будто крылья выросли. Оценки улучшились. Мы с Костей даже рады, потому что выпускной класс. Крылья выросли? Костя, она была влюблена? Не знаю. Возможно, она нам не говорила. Господи, Костя! Она же нам ничего не рассказывала, Костя! Мы же про нее ничего не знаем! Как такая хрупкая девушка удерживает такого крокодила? Я никогда никого не удерживала. Да? А если сбежит? От меня только идиоты сбегают. А Джек умный. Да? О, дают, а! Оценки хорошие, они не расслабились. А если ребенок ничего не рассказывает, значит, им все в порядке. Кирилл, не осуждай. Если людям в голову не приходят какие-то вещи, это не означает, что они плохие. Даже если эти вещи очевидны. Даша, это ее платок. Джек, ищи. В тачку села? Похоже. Здесь мимо. Богдан, пробей одну машинку. Если машина частная, то дело гиблое. А если был вызов такси, сейчас я проверю адрес и примерное время пропажи девочки. Есть один вызов. Сбрасываю тебе номера. Отлично. Если еще и таксопарк найдешь, скинь координаты колеснику. Скажите, пообщайтесь. Шеф, ну какой таксопарк? Ты что, в каменном веке живешь? Это онлайн-приложение. Там есть номер телефона водителя. Сбрасываю Даниле. Ну, тогда разбирайтесь с таксистом. А мы с Таней съездим в школу, где люди учатся. Может, ноги растут или нет. Ужасный класс. Я уже сто раз пожалела, что взяла классное руководство. Вы считаете, что дети могут быть ужасными? Я так понимаю, у вас детей нет. А расскажите нам что-нибудь про Лилю. С кем она ссорилась, с кем дружила. Может быть, она как-то странно себя вела. Да они все ведут себя странно. Это же подростки. О, господи, скорее бы пенсия. А если вы так не хотите работать, какой смысл ждать пенсию? Что, простите? А хорошие ученики у вас есть в классе? Разве что Наташенька Кашевая. Она хорошая девочка. И сама прекрасно учится. И других пытается подтянуть. Лили, с кем за партой сидит? Вроде она сидит. Потом к ней, кажется, Егор пересел. Вроде кажется. Вы же классный руководитель. Ваник все должна знать. Я должна их учить. Все. Сейчас перемена. Класс на улице. Можете сами выслушать их подростковые страшные истории. Если это все, я пойду. Если ты так детей ненавидишь, ты что-то в школе работаешь. Если ты хочешь раскрыть дело, зачем ты так реагируешь на свидетеля? Почему ты ничего не рассказал полиции? Я рассказал все, что знал. Ты прекрасно знаешь, о чем я, Костя! Лиля пропала точно не из-за этого. Ну да, согласен. Это было непрофессионально. Но я действительно не понимаю, зачем ты работаешь с детьми, если ты их терпеть не можешь? Бедная девочка. Родителям до нее нет дела. Учителям тоже. Вот такие вот обычные попадают во все неприятности. Привет, молодежь. Вы из 11-го Б? А вы, собственно, кто? А мы, собственно, из полиции. Вчера ночью пропала ваша одноклассница, Лилия Соломина. Мы хотели бы задать несколько вопросов. Стой! Стой! А вы за ними не побежите? А ты, видимо, Наташа? Видимо, да. Да не волнуйтесь, вы. Вы знаете, мы несовершеннолетние. Поэтому нас нельзя допрашивать без родителей. Стоять! Я ничего не знаю, Лилия. А ты куда побежал, спортсмен, а? Ты что, уроки перепутал? Решил, что сейчас физкультура? Тебя как зовут? Егор. Егор. Егор, ты меня не бойся, Егор. Я ж полицейский, у меня инстинкт такой. От меня убегают, я догоняю. Давай, дышись. И спокойно, внятно расскажи мне, почему испугался и побежал, и где сейчас находится Лилия. Ты умная девочка. Очень хорошо знаешь свои права. Молодец. Только мы никого не собирались запрашивать. Мы просто хотели поговорить. Мы ходим на теле Лилию, если вы вдруг что-то знаете, это может помочь. Ну, мало общаемся. У нас ведь экзамены скоро. Зубрим целыми днями. Видимся только в школе, но ничего такого не обсуждаем, что могло бы вас заинтересовать. Давай отойдем. Давай так, я уверена, что ты говоришь неправду. Но что-то интересное точно было. Я же сказал, я не знаю. Я сам ее искал. Ну, мы с ней встречались. Ну, как встречались, так, ничего серьезного. Пару раз целовались. Я же знаю, как вы работаете. Если я ее парень, то я виноват. Ну, конечно. Именно так мы работаем. И ты решил, что уезжать от меня будет правильно? Согласен, это было тупо. Это да. Не знаю, что именно ты скрываешь. Может быть, это чей-то секрет или что-то подобное. Только я тебя очень прошу, пойми. Лилия может угрожать опасность. Ты ее подруга. Если передумаешь, позвони мне. А что будет с ним? А почему он убежал? Без понятия. Я буду ждать твоего звонка. Егор, а вот сейчас ты должен вспомнить, когда вы с Лили виделись в последний раз и о чем вы с ней разговаривали? Вчера с биологией вышли и пошли в парк. Про группы крови разговаривали. На генетике учим. Я стал считать, какие у родителей группы крови и какая у меня. А Лили сказала, что ее удочерили. Так что генетика в ее случае не работает. Генетика? Какая полезная наука. У тебя-то я и хотел. Прости за это, не в моем вкусе. Расслабься. Ты чего с отчетами заходишь? С какими отчетами? Я же тебя направил в ботилку, мне легко, чтобы ты следил. Не позволяет ли себе чего-нибудь по отношению к Тане? А, ну так это не отчет, а это на доносы похоже. Да мне наплевать, как это называется. Я не филолог. Давай рассказывай. Нечего рассказывать. Просто работаем. А когда нет работы? Не знаю, Олег. Вроде над каким-то старым делом сидят. Черт. Мы даже до сих пор не знаем, что это. Похищение. Или девочка сама сбежала. Возможно, и сама. Парень Лили сказал, что ее удочерили. Вот только почему ее родители нам об этом не рассказали? Хороший вопрос. Я нашел водилу такси, которое вызывали ночью по адресу пропавшей. Так, водитель говорит, когда приехал, возле подъезда никого не было и телефон заказчика не отвечал. Так, ладно. Данилу, установи слежку за Наташей и глаз в нее не спускай. А мы с Таней едем к родителям Лили. Если она узнала об удочерении, то запросто могла сбежать сама. А мне что делать? А тебе? Ты сможешь найти биологических родителей девушки? Легко. Ну или не легко. Но я же у вас кто? Гений. Конь в пальто. Не сказали, потому что это не имеет значения. Да что вы говорите? А я тебе сразу сказала, что нужно все рассказать до конца. Вот именно поэтому и надо было молчать. Видишь, на что они теперь тратят время? Мы могли бы искать ребенка. Давайте, скажите теперь, что мы сами ее похитили. Мы вас не обвиняем. Просто это важная информация. Если Лили узнала о том, что вы не родные ее мамы и папы, она могла... Она всегда знала, что мы не родные ее мамы и папы. Мы никогда этого не скрывали. Лили узнала о том, что я не хочу. И ещё не забыл. И не забыл. И они не хотят. Не забыл. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, алло, это полиция. Срочно приезжайте, тут произошло убийство. Даня, ты в курсе, что ночь на дворе? Кто убит? Я убит, два часа моего времени. Но нужно найти преступника, и генолог с собакой тоже очень. Я ложусь спать. Веселая ночь. Да что? Алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Как вы меня нашли? Дочерение было официально, все данные есть в базе. Если бы вы не хотели, чтобы вас нашли, то надо было лучше стараться. Мне как-то в голову не пришло. А вы мужу не расскажете? Какому мужу? Моему. Он не знал, что у меня уже были дети. Я не хочу, чтобы он узнал. Он меня убьет. Лиля не пыталась вас найти? Нет. Что, ни разу? Зачем это ей? У нее хорошая семья. А откуда вы знаете, какая у нее семья? Ну, я думаю, родной отец ее не обидит? То есть Константин, родной отец Лиль? А он вам не сказал? Ну, ну, неудивительно. Жена рядом была, да? Так вы мужу не расскажете? Это же ваша дочь. Она пропала, неизвестно где она и что с ней. А вы мужа боитесь расстроить? У вас есть еще ко мне какие-нибудь вопросы? Уже нет. Тогда я пойду у меня к учебе. Что за люди? Нет, я понимаю, когда ребенок приемный, и родители скрывают это от него, чтобы ребенок не страдал. Ну, когда наоборот. Это же твоя родная дочь. Зачем ты ей говоришь, что ее удочерили? Разные бывают ситуации. Это распространенная ошибка. Все примиряет на себя любимого. А может наоборот? Иногда надо примирять на себя любимого. Вот представь, что ты киллер. И ты убиваешь по одному человеку из каждого района. Только по одному. Зачем? Понятен мне. Может, это тестовое задание. Эта версия не подходит. Тогда бы он выбирал более легкие цели. А у него в жертвах не только обычные люди, но и менеджеры, полицейские, даже криминальный авторитет средней руки. Не надо думать, как киллер. Он всего лишь выполнял приказ. Надо думать, как тот, кто этот приказ отдавал. А куда мы едем? К маме и папе? Или опять переезжаем? Котик, собирай игрушки. Складывай в рюкзачок. И Мишку надо взять. Ой, куклу на кухне забыла. Вот кукла. Давай. Ёлки-пылки. Привет. Я знала, что я тебе нравлюсь. Зачем ты нам обоим морочилку? Что? 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 Ночь на дворе? Никого нет дома. Ты знал? Я не к тебе пришел. Где Лиля? Наташа? Ее нет уже больше суток. Скажи, где она? Не понимаю, что ты в ней нашел. Наша обыкновенная. Даже некрасивая. Тебе не понять. Проходи, а. Егор, это твоя девушка. Ты и должен знать, где она. Я тут ни при чем. Это ты создала свой дурацкий клуб. Зачем? Чтобы самоутвердиться? Окружила себя неудачниками? Чтобы на их фоне казаться королевой? Неправда. Я о них заботюсь. Ага, заботиться. Особенно о Лиле. Егор, я попытаюсь ее найти. Ради тебя. Ты, кстати, тоже влипла. Тебя полиция пасет. Я видел машину возле твоего подъезда. Подожди. Там точно полицейский? У меня там дядя работает. Я ментов за километра узнаю. Не, спасибо. Я сама. Тань, поздно уже. Если ты едешь к Олегу, то я могу отвезти тебя туда. Это, конечно, очень благородно, но я все-таки сама. Понял. Что с родителями девочкой будем делать? Ее логику вообще понять не могу. Зачем отец брал? Нам нужно выспаться. А утром встретимся прямо там. Как скажешь. Всем пока. Богдан, ты спать собираешься? Да, да. Сейчас иду. На этот вопрос очень сложно ответить. А ты отчаянная. Не боишься? Нет, не боюсь. А что не боишься? А у меня на вас есть тонны компромата, которые я надежно спрятала. Так что если со мной или с моими людьми что-нибудь случится, где Лиля? Мелкая ты еще во взрослые игры играть. Лиля твоя сама виновата. Простое правило. Не открывать конверты. И ты виновата. Не контролируешь своих людей. Ты плохой руководитель. Значит, ты нам больше не нужна. Григорий, Шеф, она у меня. Слышь, в хату ее проверь, она говорит, у нее там кое-что есть. Ну, ты проверь. Если я начну ее спрашивать, она скажет мне даже то, чего не делала. Я поверить не могу, что ты скрыл от меня это Костя! Почему? Почему? Потому что ты просто не помнишь своего состояния. Ты же на все реагировала скандалом. Когда выяснилось, что ты не можешь иметь детей, я предложил нанять суррогатную мать. И у тебя была истерика, мол, это будет твой родной ребенок, а я буду всегда на втором месте. Было такое? Я думала, что в нашей семье никто никому не врет! Послушайте, это было очень давно, и сейчас это не имеет никакого значения. Я понимаю, вам так не кажется, но вы подумайте о Лиле. У нас сейчас другая задача, нам нужно вернуть вашу дочь живой и невредимой, а потом выясняйте, кто кому неправду сказал. Знаешь? Да, такие значки были у нескольких детей. Как? Где Кирилл? Поехал еще раз к одноклассникам девочки. Ходим по кругу. Время идет, а идей по нулям, да? Что-то нашел? Ну, все, что пришло в голову. Больницы, морги, дорожные камеры, аэропорты. Никаких зацепок. Если у тебя какие-то проблемы с координацией движений, я могу посоветовать специальные упражнения. Я в жизни не поверю, что ты когда-нибудь делал какие-то упражнения. Не делал, но посоветовать могу. Ну, слушай, я всю ночь не спал. Все караулил подругу, это и одноклассница. А она так и не вышла. Как это не вышло? Тебе что, непонятного во фразе «не вышло»? Даже в школу? Твою мать. Говори, я сама. Да. Кирилл, говорить можешь? Да, говори. Тут такое дело, крышевая пропала. Я не заметил, когда она вышла. Калистр, ты там фонарил? Ты куда смотрел? Твое. Квартиру проверили? В квартире все чисто. Молодец. Значит так, иди к Сенегорской и докладывай своему подвигу. Кирилл, она меня убьет. Ну, разумеется, она тебя убьет. А если не убьет, то это сделаю я. Иди вот. Наташи сегодня не было. А я в курсе. Сегодня ночью она пропала. Мало того, что у Мельника только одно дело. И то он с ним не справляется. У них прямо из-под носа увели еще одну девочку. Может быть, отстранить Мельника от дела, пока весь класс не пропал. Кирилл, ты можешь объяснить, как это получилось? Могу. Это моя вина. Кирилл послал меня следить за девочкой, а я разок моргнул на полчасика. Ладно, Колесник, бывает. Я возьму это дело. У меня и так их сто, так что плюс-минус одно, я даже не почувствую разницы. Это не совпадение, пропажи очевидно связаны. Дело остается у Мельника. Но ты привлекаешь Бабича и его отдел. Чего ты орешь? Я думала, он тебя... Нет еще. Ты какого черта открыла пакет? Ты понимаешь, что нас теперь убьют? То есть, ты втянула нас в это, а я осталась виновата? Я-то думаю, а зачем тебе клуб этот нужен был? Тайное задание, проверка? Конечно. Как же я тупанула, когда поверила твоим росказням. Ну, поздравляю, теперь-то ты можешь уйти, гордо хлопнув дверью. Что, я должна была просто молчать? Ты должна была просто отдать пакет. Ты понимаешь, ты потом могла отказаться. Ты же первый пакет передала, все было нормально. Я не идиотка. Я его тоже проверила. Там была бумага. Я подумала, что может быть и правда, просто проверка. Но второй пакет совсем иначе выглядел. Наташа, я с наркотиками ничего общего не хочу иметь. Ну, хорошо, что ты у нас такая правильная. Это очень утешит твоих родителей, которые придут к тебе на могилку. Помоги мне мне что-то с ногой. Что? Теперь ты мне помоги. Наташа. Ну, давай школу и вези в отдел всех подростков, у которых на одежде есть этот значок. Пора их немного попугать. По душам они уже разговаривать не будут. Настолько можно повторять, мы ничего не знаем. Да сколько нужно? Мы очень настойчивые. Наташа говорила, вы не можете допрашивать нас без родителей. И где ваша Наташа? Я задал вопрос. Или мне по-другому спросить? У меня был старший брат. Он не умел говорить «нет» и всегда делал то, что от него ждали другие. И из-за этого погиб. Прыгнул на спору в воду, с горки и сломал шею. Мне до сих пор очень больно. Возможно, никакие принципы не стоят того, чтобы вашим близким было всю жизнь больно. Скажи ей. Наташка группу организовала. Ну, курьеров. Наркотики. Я понял. Наркотики. Дальше. А вы нас не посадите? Мы никого не сажаем. Сажает суд. Дальше. Мы сами не продавали. Мы просто курьеры. Наташка передавала пакеты всегда в одном месте, в одно время. Около метро. И все. Мы просто отвозили, ничего не делали. И что, вам так просто давали наркотики? Нет, это испытание было. Наташка давала пакет и говорила перевозить с точки А в точку Б. Но пакет нельзя было открывать. Кто не любопытный, попадал в клуб. А первый раз там просто бумага была. Мы уже потом узнали. Присмотри. Я теперь понял, почему она невзрачных выбирала. Они неподозрительные. Ни один патруль внимания не обратит. А значки и таинственность повышали школьную статусность у курьеров. Нилья, я не могу. Давай. Пожалуйста. Спасайся! Есть, нашел. Где? Вот, станция метро, возле которой Наташа передавала пакеты своим курьерам. Вряд ли она их привозила туда сама. Видимо, где получала, там и передавала. Ну, вот я и решил проверить. Отлично. Номер видно, звони патрульным. Не, не, не надо. Тачка навороченная, новая. GPS, навигация, интернетом. Я уже отследил ее. Ну, тогда диктуй адрес. Супермен. Супермен. Я ему говорила, у меня есть компромат на вас. Вас все равно все узнают. Вот это. Ты же умная девочка. Фотографируешь хорошо. Только у тебя все равно ничего не вышло. А вы все равно не сможете нас убить. У меня есть исходники фоток на винчестере. Вот этот? Лилька, прости меня, пожалуйста. Ну что, попрощались? Ты какую валить будешь, левую или правую? А шеф где? Неважно. Он приказ отдал. Ну, я тогда левую. Я тогда правую. А зачем ты второго уложил? Двумя отморозками меньше. Или это был твой друг? Что? Идиот. Идиот. Ты можешь вспомнить человека, который тебя украл? Нет. Он всегда скрывал лицо. Я сфотографировала нескольких других. И они сожгли фотографии. Спасибо вам большое. Вы не только Лили жизнь спасли. Вы и мне ее спасли. Я просто не представляю, как бы я смогла жить, потеряв Лилю. Спасибо вам. Смогли бы. Только это была бы уже не жизнь. Нет никакого жить дальше. Ты сказала, нет никакого жить дальше? Я сказала правду. Сейчас очень важно. Вспомни какую-нибудь примету. Может быть, голос. Что-нибудь еще. Нет. Я ударила его. Очень сильно. Может, он умер. Может, он там до сих пор лежит. Хорошо. Продолжение следует. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доброе утро! Темочка, что случилось? Нормально все. Пацанов жалко. Босс? Да нет, менты. Черт. Голова раскалывается. Мне бы полежать, правда? Тем, слушай, ну... Давай, может, таблетку или к врачу? Нет, нет, нет. Я просто полежу. Жалко, что наш ад я с звездой накрылся. Ничего, полежу, все нормально будет, правда. Сейчас, сейчас, сейчас. В общем, я посмотрел дело, которым занимаются Таня и Кирилл. Это дело Петрова. В общем, того киллера, которого пристрелили, когда Мельник привез его на обмен. Ясно. В общем, Олег, это было в последний раз. Я больше не буду ни за кем шпионить. Я так не могу даже, даже ради карьеры. Я думал, мы друзья. Ну да, друзья. Пиво вместе попить, на футбол, по бабам сходить. Я с радостью. Пиво вместе. Но стучать, это не мое, прости. Где они сейчас? Все в кабинете торчат? Старина, ну ты упертый, как Мельник. У вас много общего. Ты знаешь, что у меня в кубуре заряженный пистолет. Лучше просто уйди. А я думал, мы друзья. Все-таки в голове они укладываются. Как же так? Ребята, школьники из нормальных семей обеспечивали наркотиками целый район. Точно. Что? Смотри. Один район. В каждом районе один куратор. Наркоторговцы сильно не парились, придумывая свои собственные зоны торговли. Они просто используют административное деление города по районам. Вот что делал Петров. Устранял наркосеть. Именно. Так, нам нужны все дела, связанные с наркотиками, которые велись полтора года назад. Хоть какая-то зацепка. Ты не голодная? Если ты не собираешься домой, я могу привезти тебя сюда что-нибудь поесть. Бабич, во-первых, надо стучаться, во-вторых, мы заняты. Ну, доступа к базе у нас все равно нет. Тех, кто мог бы ее предоставить, тоже нет. Давай лучше завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отличная реакция. Я и заметить ничего не успел. Вы меня, конечно, извините, но я не полный идиот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пробил я адреса с вашей карты по базе. Что конкретно ты узнал? И? Ну, в общем, это карта жертв некого киллера по фамилии Петров. Который погиб при странном стечении обстоятельств во время операции, в которой ваша дочка... Пропала. Да, абсолютно верно. Что-то еще? Я потом сложил дважды два и понял, что у вас появилась какая-то новая информация. Еще я подозреваю, что именно поэтому вы опять вернулись на эту работу. Кирилл, я ведь могу помочь. Ну, отечник нам не помешает. Итак, Петров ликвидировал наркосеть. Кому это было нужно? Только конкуренту. Значит, в городе появился новый наркобарон, который решил взять все в свои руки. Но в его планы не входило, что мы поймаем его штатного киллера. Поэтому он похитил Ульяну, чтобы обменять ее на того, кто может сказать что-то лишнее. А он что-то рассказал? Ничего. Поэтому я и решил рискнуть. Петрову не передавать. Но Ульяну освободить. Ребята все проверили, и даже если у них будет наблюдатель на крыше одного из ангаров, он не сможет заметить группу. Спасибо. Кир, тебе не обязательно это делать. Алина, убиты десятки человек, и мы не знаем почему. Мы задержали убийцу, но они забрали мою дочь. Кто они такие, какие цели они преследуют? Можешь совершить обмен, мы проследим за их машиной, возьмем аккуратно, и Петров снова будет у нас. Алина, мы оба прекрасно понимаем, что Петров им живым не нужен. Как только я вытащу его из машины, они тут же его убьют. Все равно не понимаю, как Таня на это согласилась. Риск для Ульяны одинаковый, что бы мы ни сделали. Таня мое решение поддержала. Ребят, готовы? Да. Вперед. Они взорвали машину. Воспользовались тем, что Кирилл отвлекся на взрыв. И застрелили Петрова. Один из похитителей, Ульяна, погибли. Ульяна не погибла, Таня. У нас нет никаких доказательств. Ты видел взрыв собственными глазами. И я видела сотни раз запись. Никаких следов не осталось. Вот такие разговоры мы ведем последние полтора года. Я понял. О засаде предупредил кто-то из своих. И вы его хотите найти. Именно так. Да. Понял. У нас новое дело. Коля, ты этой кисточкой снимаешь отпечатки или рисуешь натюрморт с персиками? Я из поездки вернулся, а у двери сантехник и соседка. Так мы только ремонт сделали. А теперь что? Вы, наверное, думаете, я эти деньги печатаю. Ну, вот вы, полиция. Ну, вы скажите ему, что он должен заплатить. Ну, конечно, пойдемте поговорим, оценим ущерб. Ну, пойдемте, офицер. Если что, я капитан. Это вы с женой в шахматы играли? Нет, что вы. Ей со мной скучно играть. Она же профессиональная шахматистка. Была членом нашей сборной. А она не могла просто уехать. К маме, подруге. Родители Кристины давно умерли. А родственников нет. Я подруга позвонил, но никто ничего не знает. Никто ничего. Судя по слою пыли, ваша жена пропала не меньше недели назад. Вы ей не звонили? Я был на сафари в Африке. Мы договорились связаться по скайпу, когда я приеду в аэропорт. Но она не ответила, а я не придал значения. И как сафари? Я полагаю, вы не любите чехлы цветов все? А это телефон Кристины. А почему она его оставила? Вопрос. За два дня управлюсь. Почему ты? У них что, все курьеры вымерли? Там облава, полный город полиции. Дороги все перекрыты, пограничный город. Быстро все устроили. Со дня на день должны найти точку, и тогда нам вилы. Я должен забрать товар. Тёма, я не понимаю, зачем его забирать? Спрячете, потом все закончится и заберете. Это же неоправданный риск. Когда эта босса волновала? Тёма, даже не думай. Она даже папой тебя не называет. Это вызовет много подозрений. Да ладно, не парся, я мороженое куплю, она меня мамкой назовет. Я поеду с вами. Нет. Босс сказал, что один из нас должен остаться здесь. Вдруг у него опять появится очередное деликатное поручение. Я его просто ненавижу. Не парься. Недолго ещё осталось. Вы меня там ищите, майор. У нас очень хорошие отношения. Она никогда не жаловалась. Ну, если бы у меня был роман со звездой отечественного футбола, я бы, наверное, тоже не жаловался. Я вас не понимаю. В телефоне вашей жены любовная переписка с Андреем Романенко. Воротарь сборной по футболу страны. Также совместные фотографии, которые свидетельствуют, что Романенко и Кристина далеко не в дружеских отношениях. Этого не может быть. Они знакомы, пресекались по спортивной линии, но я никогда не поверил в их роман. Почему? Ну, потому что он, он другого формата. Ну, не её типаж. Да, но он звезда. Это не важно. Вы об этом не знали? Нет, не знал. Ты уверена, что он говорит неправду? Вполне. Считаешь, что это он убил свою жену? Я этого не говорила. Я сказала только то, что он врал, что не знал об измене жены. Он знал. Ему очень больно. А что, если он вернулся в страну раньше времени? Дам задание Богдану, пускай проверят. Привет, ребята. Рад вас видеть. Ты что-то хотел? Да ничего не хотел. Просто хотел спросить, как дела? Может быть, помощь нужна? Бабич, ты себя хорошо чувствуешь? Что ты за человек, мельник? Чуть что, сразу в бутылку лезешь. Характер такой. Зря. Ладно, до вечера. Он что, головой ударился? Может, просто ему надоело с тобой ссориться? И он решил стать моим другом? Ты зачем это включаешь? Ну, у нас же женщина пропала. Или уже нашлась? Нет. Но, судя по слове пыли в квартире, она пропала около недели назад. Так что, твой секундомер не поможет. Ну, тогда поставлю максимум. 48 часов. Я же фрилансер. Мы без дедлайна не умеем работать. На, это тебе. Лат из корицы. Любишь? Я про кофе. Спасибо. Не понял. Что происходит? Бабич сегодня до неприличия вежлив. Колесник кофе носит моей бывшей жене. Я чего-то не знаю. Исходя из эмпирического опыта наблюдения за капитаном Колесником, рискну предположить, что он решил приударить за Татьяной. Вот как. Засохни, придурок. Так, ладно, коллеги, к делу. А что, если этот Никита свернул свое сафари и решил вернуться из Африки на пару дней раньше? Это я проверил первым делом. Границ его не пересекал. Ну, ревность – это отличная мотивация. Меня пару раз чужие мужья чуть не убили. Так, может, он нанял кого-то? Ну, это проще сказать, чем сделать. Киллера найти та еще задача. Проще развестись. Я так не думаю. Это только некоторым разводиться, как кофе пить. А обычным людям это совсем непросто. Сарказм на троечку, мельник. С плюсом. Ладно, пора пообщаться с этим другарем. Осторожно. Сильно подбирала. Юрий, да. Почти не боится. Спасибо. Ура! Ура! Корнеев, ты меня без ножа режешь! Ну, кто так бегает? Ладно, я не горд, повторюсь еще раз. Романенко… Ну, а что Романенко? Отличный парень. Гениальный футболист. Верный друг и товарищ. Послушайте, я что похож на журналистку из социального вестника? Давайте будем без этих верных друзей и товарищей, и всего остального от пафоса. Ну, это же правда. Корнеев, вот ты меня задрал! Иди на скамейку! Что? Значит, я правильно понимаю, Романенко у вас чистый ангел, его все любят. Ну, да. Ясно. Ну, да, мы с ней, типа, встречаемся. А с ней что-то случилось? А с чего вы так решили? Не, ну, приходят менты. Извините, приходят полицейские, показывают ее фотографию, вопросы задают. Ну, я вообще сам ей дозвониться не могу. Думал, заблокировала. Ну, сказала бы прямо, я бы и не звонил. Вас-то злит? Нет, мне это не злит. Я сам хотел с ней отношения заканчивать. Она какая-то скучная, депрессивная. Я веселых люблю. Ну, как вы с ней познакомились? Она подошла ко мне после игры взять автограф. Протянула руку, говорит, распишись. Я ей пока там на руке рисовал, она мне совет дала. Как мечи ловить? Представляете, да. Я сначала очень-то смеялся, но она мне сказала, смотри, значит, первых 15 минут они, ваши ворота, вообще не атаковали. Я говорю, ну, это естественно, потому что мы их атаковали. Она говорит, нет, не так. Они хотели, чтобы ты расслабился. Мозг человека так устроен, что, когда нет опасности, ты теряешь концентрацию. А потом, когда они начали резко вас атаковать, ты не успел собраться. В общем, я этот совет послушал и следующую игру отстоял на ноль. Я это все к чему? Она интересная мне показалась. Фанатки, они обычно тупые, а здесь все наоборот. Я не думаю, что она фанатка. Она ж успешная шахматистка. А они редко интересуются футболом. Это непересекающиеся плоскости. А вы не спросили, по какой причине она пришла на матч? Ну, как, по какой причине она пришла на матч? Она пришла взять у меня автограф. Извините, пожалуйста, а шахматистки что, не бабы? Ладно, ребята, у вас какие-то вопросы еще остались? Пока нет. Нет? Ну, ладно, я пойду. Игра скоро. До свидания. Удачи. Он так и не выяснил, что с ней случилось. Разок спросил, сразу забыл. Ну, рассказывай, что не так с Романенко. А с чего ты взял, что с Романенко? Я видел твою реакцию на его фамилию. Романенко – звезда. Его отмажут, чтобы он не сделал. Да, а что он сделал? Слушай, я и так под угрозой вылета. Ты слышал, как тренер орет на меня? Так что спроси кого-нибудь другого. А кто-то другой что-то скажет? Информативный диалог. Романенко. Романенко во время разговора совсем не волновался. Возможно, это потому, что он звезда, привык к безнаказанности. Ну, тренер точно что-то скрывает. По его словам, наш галкипер – просто мать Тереза. А что команда? Молчат, как рыбы. Ну, логично. В таких случаях не друзей надо допрашивать, а врагов. Самый злой враг – это обиженная баба. А вот и мне не эксперт. Слушайте, я знаю один клубешник, там все спортсмены тусят. Может, там кто-то помнит, с кем зажигала Романенко. Или у кого-то на него зуба. Воробей. Я собрал личные дела всех тех, кто принимал участие в спецоперации по освобождению Лены. Вот список. Всех проверять? Да, всех, кроме Олега. Нет. И Бабича тоже. Может быть, хватит выяснять отношения? А при чем здесь отношения? Проверять нужно всех. Его в том числе. Тогда и тебя, а ты тоже там был. Ну, проверь. Танюха, привет. Я тут нашел одну бабу, красивенную гимнастку. Серебро мирового первенства. У них там с Романенко была какая-то история неприятная. А что именно? Скандальный разрыв? Да нет, что-то вроде насилия. Ну, как обычно, никто ничего. Ну, в общем, я с ней поговорю. Не надо, я сама поговорю. Так, давай привезу. Нет, я сама поеду. В отделение ей будет некомфортно. А тебе туда-сюда мотаться будет комфортно? Да нет, я очень ценю, но если женщина что-то скрывает, лучше ее лишний раз не нервировать. Пока. Таня, что происходит? Ты меня избегаешь? Может, поговорим уже? Олег, прости, мне надо ехать. Я же на работе, ты понимаешь? Ты всегда на работе. Но никогда не было такого, чтобы ты избегала разговора. Я думал, что у нас с тобой честные отношения. Ладно, как знаешь. Черт. А главное, меня же предупреждали, что у него была какая-то не очень хорошая история в прошлом. Какая-то злата. Теннисистка вроде. И знаете, спортивная тусовка, тот еще гадюшник. Все про всех гадости говорят. Решила, что сплетни. А когда поняла... Я понимаю, вам неприятно вспоминать, но для нас это очень важная информация. Пропала женщина, у которой была связь с Романенко. Ну, тогда я ей не завидую. Сейчас. Секундочку. А заявление она не подавала? Подавала. Да. Но тренер Романенко ее запугал и сказал, что докажет, что она спала со всей командой. И это попадет в ленту новостей. Ну, сам понимаешь. Это да. О, кто-то залил видео на Ютуб с Романенко. Залил анонимно. Профиль пустой. Ну, да. Я отвез пьяную девушку к ней же домой. Это теперь как-то наказуемо? Ребят, правда, у меня нет времени, я новостей не смотрю. А теперь слушай сюда. Первое. Пропала твоя любовница. А мы что, на ты уже? Второе. Девушка на видео очень похожа на пропавшего и она не шевелится. А ты что, никогда в жизни не напивался? И третье. Ты уже был засвечен в эпизодах, связанных с насилием. Фу. Зачем ты пересказываешь чьи-то сплетни? Дело до суда не дошло. Все, я чист. До суда не дошло, потому что ты звезда и тебя постоянно отмазывают. Подожди, а че получается? Ваша система продажна? О, я не могу в это поверить. Ну, иди обыскивай, че ты? Мне нечего скрывать. У вас ничего не болит, юный гений? Нет. Ну, столько крови под кроватью, у меня бы голова закружилась от такой кровопотери. Правда, она у меня и так кружится. Возраст, знаете ли. Наверх. Ребята, я вообще без понятия, откуда это здесь. Меня кто-то подставляет. Вот эта женщина, наверное, подставляет. Вообще-то я тут не как женщина стою, а как специалист, который пытается выяснить, из чего тело набежало столько крови. Вы анализы любите сдавать? Романенко Андрей Николаевич. Вы задержаны по подозрению в убийстве. А, мы че, обратно на вы, что ли? Че происходит? Алло, ребят, вы не имеете права. Еще как имею. Богдан, пробей, пожалуйста, навигатор в машине Романенко и посмотри, где он тело мог сбросить. Какое еще тело? Да, Кристина. Ну все, в этом году на чемпионат мира не еду. Без вратаря нам вообще делать нечего. Так его же еще не посадили. А кто слил в сеть видео, где он пропавшую женщину в машину тащит? Тебе совсем не интересно? Да мне пофиг, хоть анонимный клуб любителей полиции. Ну что, голуби мои, у нас сегодня в меню следы крови, волосы и отпечатки шин, совпадающие с отпечатками этого футбольного шлемазла. Нам бы тело. Тело. Тело – это банкетное меню. Тут нужна подготовка. Вызывайте водолазов. Или вы хотите посмотреть на меня в купальнике? Я не знаю, сколько раз я могу вам повторить, что она напилась, и я отвез ее домой. Все. В вашем доме и вашей машине следы крови Кристины. А на берегу озера, куда вы ездили, следы от шин вашего автомобиля и следы тела Кристины, которые выволокли к воде. Вы думали, что если тело не найдут, то и дела не будет? Будет. И суд будет. И срок будет. А вот чемпионата мира не будет. Вы что, не понимаете, что меня кто-то подставляет? Кто? Я не знаю. Ну, какой-то ненормальный фанат. Может, кто-то из команды. Знаете, сколько желающих на мое место? Мне очень жаль, Никит. Его не отмажу теперь, правда? Адвокаты, конечно, будут настаивать на убийстве по неосторожности. Но он избавился от тела. Это отягощающее обстоятельство. Ее звали Кристина. Не тело. Простите. Давайте уйдем отсюда. Никит, вам есть куда пойти? Вам сейчас не стоит одному оставаться. Не волнуйтесь, у меня и дома есть чем заняться. Буду сидеть в квартире и верить, что моя жена все еще жила. Эй, мужик, это твоя жена, да, была? Слышишь ты? Тихо, ты чего, да? Я же ей ничего не сделал, кроме того, что она там сама меня попросила. Единственное, что меня радует, так это то, что ты сгниешь в тюрьме. Это не факт. Факт! Шагай, колпит. Это что, сахар? Да, сахар, сахар. А зачем ты его прячешь? Так надо. Слушай, сядь. Сышь, Тема, ты же сам видел, район отцеплен. Облавы одна за одной идут. Я думал, ты не придешь, собирался весь этот товар в воде таз спустить. Ты чего, дебил? Ты знаешь, сколько этот товар стоит? Тебя бы в унитаз спустили. Да ладно, что-то я пошутил. Что, пошутить нельзя или что? Кстати, а там же собаки? Собака друг человека. Знаешь? Понял. Это что, духи? Да, это такие специальные духи, так что тебя собаки не покусали. Не покусают. Я их люблю и они меня тоже любят. Слышь, это просто она вообще сработает, а? Не попробуем, не узнаем. А когда мы домой поедем? Будешь задавать много вопросов, я тебя здесь брошу и сам домой поеду. Поняла? Кагедзеля играет, родителям просили. Это я вижу, у нас начитанная. Тема, теряешь хватку. Тебя даже девочка не боится. Кстати, где ты ее взял? А может тебе ногу прострелить, а? Тогда девочка бояться будет, и ты успокоишься. Двойная выгода. Да ладно, Тема, чего ты? Ну я пошутил. Что, пошутить нельзя? Да успокойся ты. Стендап-комик. Кирилл, он не скорбит. Я думала, что у него шок, а он вообще ничего не чувствует. На Андрея он набросился, значит, может эмоционально реагировать. Почему он не реагирует на смерть жены, непонятно. Ты сама говорила, что каждый скорбит по-разному? Я не так говорила. Я говорила, что скорбят все одинаково. А вот справляются со скорбью, все по-разному, это да. Да, ты вот, например, начала новую жизнь. Ты опять? Тань, ты его любишь? Если скажешь, что да, то больше к этому вопросу я никогда не вернусь. Ну, странная какая-то партия. Странно то, что она вообще в шахматы смогла играть. Мы просто обычно красивые женщины, не очень умные. Это как бы исключение. У тебя предвзятые отношения. Так что там с партией? Ты понимаешь, белые как-то тупо подставляются. Я пытаюсь понять, зачем она это разыгрывала. Да мы дело уже закрыли. Мы не нашли тела. И не найдем. Надо передавать, пусть прокуроры страдают. Рано еще прокурорам страдать. Есть у меня подозрение, что Романенко невиновен. Твоя интуиция подала голос? Еще какой. Этот сахар в Курске такой неудобный и тяжелый. Значит так, если ты не перестанешь ныть, я брошу тебя тут. Поняла? Вот черт. Да ладно, я пошутил. Че ты? Ты плохой, твой юмор. Поговори мне еще. У вас все в порядке? А? Да-да-да, в порядке. Просто дочь собаку испугалась. А я не запугалась. Ну чего? Зачем ты пугаешься, а? Зачем ты пугаешься собаку? Она хорошая, добрая. Правда, добрая собака. Конечно. Только преступников не любят. Мужик, тебе так повезло. Твоя хоть собак боится, а моя бабайку. Я каждый вечер с палкой под кроватями эту бабайку гоняю. А можно дать собаке сахарок? У меня есть. Нельзя им сахарок. Им вредно. Давайте я вас проведу. Пройдемте. Да, спасибо. Скорбит он или нет, это не важно. Мы знаем точно, что убить свою жену физической возможностью у него не было. Может быть, попросим Алину еще раз выделить водолазов? Будем искать тело, пока не найдем. Не знаю, поможет нам это или нет, но я нашел дом у мужа. Оформленный на троюродную тетку. Ох, находится в такой глуши. Там нет ни интернета, ни черта. Так давайте я туда съезжу с кинологом. Зачем? Ты думаешь, если он убил свою жену, он будет прятать тело в этом доме, где в шкафу колесник? Да все равно. Ну, как бы мало ли что-то может... Ну, пожалуйста, Кирилл. Пожалуйста? Раньше я такого от него не слышал. Ну и Жень. Спасибо. Класс, так точно. А адрес тебе не нужен, да? Слушай, скинь на телефон, а? СМС-кой. Ты что, серьезно не понял? Он же Дашу кадрит. А это прекрасный повод. Да, я все забываю, что в этом здании еще осталось пара женщин, которых колесник не окучил. Ну, а завтра? Завтра мы пойдем с Жеком гулять. Вперед. Слушай, вы и так целыми днями вместе. Тебе не хочется какого-нибудь разнообразия? Кажется, он против? Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя скверный характер? На. Это платок пропавшей девушки. Передай ему. Жек, ищи. Ищи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давно здесь никого не было. Так, по-любому, надо найти что-то интересное. Наша Кремыня прибьет. А это интересно? Это то, что надо. То есть она из танистки переквалифицировалась в шахматистку? Странная карьера. Вряд ли это одна и та же женщина. Фамилия не совпадает. А-а-а! Зверь сегодня молодец. В салон. Давай. Злато. Это не очень распространённое имя. Где-то я услышала недавно. Богдан, пробей нам некую Злату Овчинникову. Возможно, ты не сестка. Я гений. Я понял смысл этой партии. Всё дело в ложной жертве. Белые специально жертвуют королеву, как бы подставляя чёрных, чтобы они пожертвовали короля. Отлично, гений. Молодец. А теперь иди за свой компьютер и введи имя Злата Овчинникова. Ну да. Гения может обидеть каждый. Где же я его слышала? Бинго! Вот вам, ваша Злата. Чемпионка юниор, теннисистка. Ей пророчили, между прочим, большой шлем. Но она внезапно ушла из порта. Вроде бы нервный срыв. Пишут, что попала в психушку. Точно. Лена гимнастка упоминала о том, что Романенко изнасиловал девушку по имени Злата. Дело замяли. Надо её найти. Богдан, а она покончила с собой месяц назад. Ну, я же говорю, я гений. Пробила девичью фамилию нашей Кристины. Овчинникова. Они сёстры. Богдан, что ты там говорил про ложную жертву? Она решила отомстить за сестру. Подставить Романенко, чтобы его посадили за убийство. Она жива. И где её искать? Кажется, я знаю, где. А, полицейский. Наконец-то. Пойдёмте, покажу вам, что он с моей ванной сделал. Платить, кстати, не хочет. Кристина Алексеевна, я думаю, что с вашей ванной всё в порядке, тем более, что она находится с этажом выше. Эту квартиру вы сняли, чтобы быть поближе к мужу. И следить за расследованием. Значит, догадались. Работа у нас такая. Вы соблазнили Андрея, благо это было несложно. Да, я сейчас в дужку схожу. Поранили руку и спачкали кровью пол в доме Андрея. Изобразили, что пьяны и вынудили его вынести вас в машину. В это время ваш муж снимался на видеокамеру. Сразу после этого он улетел в Африку. Оставалось только создать место преступления. Вы разделись и скатились по склону, оставив свою ДНК. Следы от колес вы оставили заранее. Для этого достаточно было пригласить Андрея прогуляться по берегу реки. Что вы собирались делать дальше? Уехать за границу. У нас уже были готовы все документы. Сейчас это уже не важно. На чем же я прокололась? На шахматной партии. Вы меня арестуете? У нас для этого нет никаких оснований. Никто не пострадал. Разве что Романенко подаст гражданский иск. Подождите, я хочу, чтобы вы меня арестовали. Чтобы был суд. Чтобы все узнали, что этот гад сделал с моей сестрой. Я очень хорошо вас понимаю и сочувствую. К сожалению, вы ничего не можете доказать. Все показания с чужих слов и суд их не примет. Значит, все зря. Уходите, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Тёма, у нас беда. Позвонил босс, сказал, что на поезде возвращаться нельзя. Их тоже шмонают. Охренеть, на машине нельзя, на поезде нельзя. Может, мне ковер в самолёт вызвать? Я тоже хочу ковер в самолёт. Тёма, как там девочка? Да нормально, как мне ехать? Слушай, ну, босс сказал, что лучше всего автобусом. Ну, спасибо, что не на лошади. О, тут есть лошади? Оглянись вокруг, тут ни хрена нет. Ладно, пошли. Если Романенко сначала изнасиловал одну, потом избил другую, остался безнаказанным. Эти случаи не исключение. Он делает раньше, будет делать впредь. Если нам удастся собрать всех пострадавших, мы сможем рассчитывать на коллективный иск. Конечно, девушки будут бояться, как боялись раньше. Но мы можем всё изменить. Если раньше им приходилось противостоять Славе и деньгам, Романенко в одиночку, сейчас мы соберём их вместе. Они заговорят. Романенко сядет, а Кристина получит то, что хотела. Да. Она собирается убить Романенко. Я не знаю, где их искать. Данила, со мной. Богдан, пробей телефон Романенко и скинь координаты. Таня, по дороге заберём. Погнали. Андрей! Здрасте, Кристина. А ты в курсе, что меня из-за тебя чуть не посадили? Чего припёрлся? Я тебя видеть больше не хочу. Давай, убирайся отсюда. Так это без проблем. Сейчас ты перестанешь меня видеть. Ты что, с ума сошла? Я нет. С ума сошла Злата. Мы её столько лет лечили. А она повесилась, Андрей, она повесилась из-за тебя. Ты же понимаешь, что я не хотел, чтобы так получилось. Ни шагу! Ни шагу я буду стрелять! Полиция, брось пистолет! Брось пистолет! Я в любом случае буду стрелять! Выстрелить вы ещё успеете. Таня. Тихо. Давайте сперва поговорим. Вы хотите меня успокоить? Не надо меня успокаивать, я спокойна! Мне не нужно было слушать Никиту, мне нужно было себя убить. Если бы у этой гниды на заднем дворе нашли мой труп, его бы точно посадили! Все девушки, которые от него пострадали, согласились на коллективный иск. Чёрт! Его опять отмажут! На этот раз не отмажут! Я уже сообщила в прокуратуру. В этот раз он сядет. Так что решайте. Либо вы его убьёте сейчас, и его похоронят с почтением, либо его ждёт суд и тюрьма. Мам, как вы думаете, что будет честнее? Я лучше. Мам... Но она все-таки гений. Почти идеальный план придумала. Меня, конечно, Никита поразил. Во всем жену поддержал. Даже когда его стали в убийстве подозревать, все равно я не знал. Да все молодцы, отлично врали. Ордена им можно раздать. Тань, ты же сама хотела, чтобы его посадили. Безусловно. И Кристина могла сделать все, что сделала я. Обойти возможных жертв и уговорить их на коллективный иск. Ей бы не пришлось ни мужа подставлять, ни прятаться, ни спать с человеком, которого она ненавидит. Я нашел по вашему делу идеальное совпадение. Дмитрий Веткин участвовал в операции. Сам не служил в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но все время пересекался с их расследованиями. И где он сейчас? В районном управлении. Утром поговорим с Алиной. Поговорим. Ну ты убедился, что Олег ни при чем? Надо было сразу все рассказать ему. Холодно? Ничего, я потерпела. На, вот. Согрейся. Держи. Таня, давай не сегодня. Что бы там ни было, я уже иду домой. Может, поужинаем вместе? Я не голоден. Ты на меня сердишься? Почему? Потому что ты нашла новое обстоятельство гибели дочери и проверяла, не замешан ли в этом я. Откуда ты знаешь? Вот отсюда. И да, мне стыдно. А тебе? Олег, ну как же так? Я думала, что мы доверяем друг другу. Как мы докатились до такого? Это ты умельника спроси. Ты точно не голодный? Может, дальше будем мрачно молчать за едой? Тогда же удобнее. Не могу отказаться от такого предложения. Хотите отдохнуть? Я могу отнести его в детское отделение. Хоть поспите чуть-чуть. Нет, не нужно. Я совершенно не устала. Ну как скажете. Нет, не нужно. Нет, не нужно. Нет, не нужно. Раз, два, три! Поймала. Как ты меня поймала? Умница. Я чувствовала, что ты рядом. Раз, два, три. Подсматривай. Кирилл, Кирилл, Кирилл! Кирилл! Кирилл, Кирилл! Тань, проснись! Таня, Таня, Таня! А? Мне снится страшный сон, Татьяна. У тебя успокоительное есть. Все нормально. Давай я тебе хотя бы чай забарю. Доброе утро. Привет. Алин, ты помнишь, в районном отделении был сотрудник некто Дмитрий Веткин? Да, помню, конечно. Мы вместе в районном работали. Хороший опер, раскрываемость высокая. А тебе зачем? А вы с ним как-то общались? Да, Колесник, говори. Майор, ну, у нас пропал ребенок. Надо срочно выдвигаться. Понял. Сейчас буду. Был только Роман Шиковой. Уйдет? Спасибо. Большое. Ты знаешь, я не спал всю ночь. Все думал о том, что произошло вчера. Таня, тебе нужно принять решение. Понимаешь, любовь такая штука, она не может быть только с одной стороны. И мне странно, что я говорю об этом психологу. Олег, ты определись, чего ты больше хочешь. Успокоить меня при помощи ромашкового чая? Или вести тяжелые разговоры на тему того, кто кого больше любит? Ну, конечно. Ты права, как всегда. Давай вечером поговорим. Пей чай. Младенец пропал из палаты матери на второй день. Мать спала, проснулась, ребенка нет. Никто ничего не видел. Слушай, бедная девушка. К ней психолога отправили? Не уточнял. Богдан. Богдан Ау, ты с нами? Да, да, с вами, извините. Мне, по ходу, кто-то ком взломал. Ну, так воспользуйся рабочим. Я ему не очень доверяю, он как бы небезопасен. А твой взломанный, значит, безопасен. Так, проверь все видеокамеры в роддоме и вокруг. Данила, перекрой входы и выходы из роддома на случай, если ребенок еще внутри. Так точно. А мы с Таней поедем пообщаемся с врачами и с родителями. 48 часов. Не 48, Богдан. Младенец — это особый случай. Малыши не могут долго без еды, для них это еще вода. Так что через часов десять у ребенка начнется обезвоживание. Через восемь. Ребенок пропал минимум два часа назад. Ну, значит, восемь. Я же говорил, вам нужно рожать в нормальной частной клинике. Пожалуйста, расскажите все, что помните. Я ничего не помню. Я закрыла глаза, потом открыла. А малыша уже нет. Где были вы? Да я только приехал. Я в командировке был. Я же не знал, что раньше срока. Я наблюдалась в другой клинике, но роды были стремительные. И меня привезли в ближайшую больницу. Я не успела к своему врачу. Егор, прости меня, пожалуйста. Ты же могла им сказать, куда тебя везти. Ты могла им денег дать. Это же не больница. Это же концлагерь какой-то. Я прошу вас, успокойтесь. Как тебя зовут? Игнат. Пойдите сейчас в кафетерий и купите сыну мороженое. И себе. Он мне не отец. Это я во всем виновата. Не знаю. Ночью другая бригада дежурила. Но, судя по записям, все было в норме. Да, роды начались стремительно, но обошлось. Родилась здоровая девочка. А кто вчера дежурил? Любимов. Он отличный врач. Если бы что-то было не так. Но у Любимова все всегда в шоколаде. И где он сейчас? Спит он сейчас дома. Суточное дежурство в родительном отделении очень, знаете ли, выматывает. У вас же есть охрана. Могли ребенка принести мимо охраны? У нас отличная охрана. Мастера по разгадыванию кроссфордов. Майор, это роддом. У нас не воруют детей, у нас их наоборот иногда бросают. А из медицинского персонала никто не мог украсть ребенка? Вы же полицейский. Сами знаете, для кражи нужен мотив. Даже если представить, что вы правы, зачем воровать? У нас только за последний месяц от троих детей отказались. Кто будет рисковать и воровать ребенка, если можно просто взять отказника? Это да. Спасибо. Да, Кирилл. Я проверил все камеры за утро. Женщин с младенцами было одиннадцать. Никто из них лишних детей не выносил. Все четко. Одна женщина, один сверток. То есть ребенок все еще внутри? Ну, похоже на то. Окей, принял. Спасибо, Богдан. Вы же тоже из полиции? Да, а что? Марина исчезла. Колесник, бери людей и бегом сюда. Да. А, вот держи. Кроме пирожков там ничего не было. А с чем пирожок? С капустой. Я хотел с повидом. Я что даю? Поехали. Хм-хм-хм-хм-хм. Поехали. Можем какой-то точек и обе. Поехали. Можем какой-то текущий. Можем гонщик. Справеда. Вам Марина не объясняла, зачем она ходила в морг? Она мне сказала, столько же, сколько и вам. Ничего не сказала. Лежит и плачет. Может, она подумала, что ребенок умер и его отнесли в морг? А ей просто не сказали. Чтоб не травмировать. Это невозможно. Ей бы сразу сказали все. Ну, а что она тогда делала в морге? Я не знаю. Может быть, у девушки после родовой депрессии. Или она сама что-то сделала с ребенком и не помнит? Что вы несете? Да как вы смеете? Вы меня простите, но такое действительно бывает и гораздо чаще, чем кажется. Да она хотела ребенка. Да, у нее уже есть сын. Но мы мечтали о нашем, об общем. А вы оба мечтали? Или только вы? Скажите, а в каком часу вы носили мусор? Ну, я... Я не помню. Недавно. Ребенок же там поместится. Ребенок же там помнит. Ну, да. Только если он был там и не плакал. Это очень плохо. Вы... Вы что? Хотите сказать, что моя жена убила нашу дочь и выбросила ее в мусорное ведро? Что? Ищи. Что с тобой? Извини, это непрофессионально. Я просто не могу себе представить, что кто-то может вот так вот избавиться от ребенка. Послушай, да это всего лишь предположение. Может и неправильное. Чего ты раньше времени переживаешь-то, а? Руки убери, не отвлекай собаку. А что не так с моими руками? Да не бактерии. Со всех симпатичных женских задниц этого города. Вот это новости. Сначала полжизни работаешь на репутацию, а потом она на тебя, да? Может, кто-то от этого и в восторге, но мне такие отношения не нужны. У меня уже есть один альфа-самец в жизни. Папочка! Ты что здесь делаешь? Я пришел к своей жене, Егор. Влад, зачем ты пришел? Марин, помолчи. Она больше не твоя жена. Она моя жена. А ребенок может быть мой. Когда Марина забеременела, мы вместе жили. Ты сделал тест на отцовство? Влад, ты прекрасно знаешь, что ребенок не может быть твоим. У нас с тобой ничего не было уже полтора года. Зачем ты все это говоришь? Прости. Мне просто нравится смотреть, как он бесится. А я не бешусь. Единственное чувство, которое ты у меня вызываешь, это омерзение. Ты хоть примерно понимаешь, насколько ты жалок? Это ты ее украл. Иди к маме. Ну-ка, хватит, ну-ка, хватит. Пошли, пошли, остынь. Марин, вы ничего не хотите рассказать? Пожалуйста, уходите. Бедная девушка, ей так тяжело. Тут эти два идиота со своим тестостероном. Я допрошу этого Влада, а потом отпущу. Сочувствуешь ему. Знаешь, почему? Ну, удиви меня. Ты провел параллель. Бывший муж не может смириться с тем, что его жена с другим. Только Жене легче. Она в своем выборе не сомневается. А ты? Да, говори. Кирилл, я поднял архив по телефону Веткина и нашел очень странные разговоры. До проведения спецоперации Веткин много раз связывался по одному и тому же номеру. На кого записан этот номер? Да ни на кого. Телефон с предоплатой. После операции им больше не пользовались. Веткин последний раз звонил на него за два часа до того, как вы со спецназом поехали освобождать дочку. Спасибо, Богдан. Кирилл, вот еще что. У Веткина сегодня ночью самолет в Варшаву. Так что, если вы хотите с ним поговорить, лучше поторопитесь. А где он? Отследить его можешь? Уже отследил. В отделении. Ну, в смысле, у себя в кабинете. На пятом этаже. Так что, если ты хочешь с ним поговорить, что... Нет. Я поеду к нему домой. Я эту тварь своими руками убью. Убьешь. Только сначала он скажет, где может быть Ульяна. Да, ты в это не веришь, я помню. Но я верю. Я верю. У нас здесь ребенок пропал. Мы справимся. У меня есть Данила. Так что ты поезжай. Я буду звонить. Хорошо. Кирилл. Будь осторожен. Это не просто преступник. Это очень умный, хитрый, безжалостный человек. Судя по тому, что мы знаем, он организовал наркосеть, избавился от конкурентов и убил киллера у тебя на глазах. Он всегда выходил сухим из воды. Когда мы уже приедем? Слушай, перестань ныть. Я устала. У меня голова болит. У меня от тебя голова болит. Ой, ну разве так можно? Она у вас такая маленькая девочка. А вы с ней так строго. Отец называется. У меня не отец. А, отчим. Ну, понятно, бывает. Со своими не знаешь, что делать. А чужого растить. Вообще дело. Ну, вы с ней поласковее, пожалуйста. Да, хорошо. Тяжелый был развод. А вы сами разводились? И кто хотел развода? Он? Вы? Никто не хотел, но на развод подала я. Ну, разумеется. Вам, женщинам, все легче. Дети с вами остаются. Разные ситуации бывают. Да что вы говорите? И с кем же ваш ребенок? С вами? С мужем? Это не имеет отношения к нашему разговору. Ну, как же не имеет, когда мы как раз про это говорим? Как представлю, что Игнат этого ушлепка папой будет называть? Вы хотели отомстить Марине? Я хотел, чтобы она вернулась. Папочка, не расстраивайся. Сестрички больше нет. Мы с мамой сможем домой вернуться. Тебе что здесь? Медом намазано. Свали уже. Потому что менты ушли, а кулаки мне все еще чешутся. Влад, я тебя очень прошу. Я тебе сразу позвоню, когда этот кошмар закончится. Если ты меня действительно любишь, то, пожалуйста, уходи. Я прошу прощения, что мы все время дергаем, но я бы хотела поговорить с Игнатом, если вы не возражаете. Вы хотите его забрать? Нет, почему здесь? Можно? Да, конечно. Садись. Игнат, ты знаешь, я, когда была маленькая, я очень сильно ревновала маму к своему брату. Может быть, ты тоже маму ревновала к будущей сестричке? Да что вы такое говорите? Вы думаете, что мой сын мог ее украсть? Где она? Куда ты ее делал? Не трогай моего сына, урод! Так, если вы немедленно не прекратите, я вас арестую. Обоих. Я, конечно, не любитель запугивать потерпевших, но у нас критическая ситуация, нам нужно найти девочку. Если вы, конечно, не возражаете, я поговорю с Игнатом наедине. Потому что вы извините, ему мешаете. Хорошо. Хорошо. От этих мужиков мороженого не дождешься, да? Какая жизнь без мороженого? Пойдем? Какая жизнь без мороженого? Есть новости? Нет, к сожалению. Тань, что-то случилось? Ничего, просто предчувствие плохое. Будьте осторожны, пожалуйста. Хорошо, буду. Ты сама-то в порядке? Ты сегодня за меня как-то сильно волнуешься. Извини, руки как-то сами к телефону потянулись. Прости, я не буду беспокоить. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, в больнице три выхода. Главное, там по скорой больных принимают, и вон маленькая дверь, все перекрыто. Поэтому, если девочка здесь, то мы ее найдем. Нужно, чтобы нас с Джеком пустили. Исключено. Ты что? Мы же уже говорили с ними, и Алина звонила главврачу. И там роженицы, все стерильно. А, и, кстати, там еще такая дезинфицирующая обработка. Она отбивает собакам нюх. Джеку бы не отбил. Уберите собаку. Женщина, покажите сумку. Рядом. С чего это? Ничего я не буду показывать. Вы не имеете права. Я тут работаю санитаркой. Недавно у меня внук родился. Денег не хватает совсем. Подгузники, они, знаете, сколько стоят? Я первый раз взяла. Вы меня арестуете? Просто верните на место. Да, конечно. Слушай, а ты красавец. Ну, есть у кого. Ну, я взяла два. Ванильная и шоколадная. Какой будешь, любишь? Ванильная. Ура, мне повезло. Я люблю шоколадную. Можно я твою попробую? Ты обманула. Ты тоже любишь ванильную. Ну, конечно, кто же его не любит? Ну, вообще, людям свойственно любить две разные вещи. Или двух разных людей одновременно. Я понял. Ты про мою маму. Она любит одновременно и папу, и Егора. Какой ты умный. Но только я имела в виду, что твоя мама может любить одновременно тебя и твою сестренку. Но если ты ее куда-нибудь спрятал, это ничего страшного. Ты мне просто скажи, где она, а я всем скажу, что сама ее нашла. Я ее не люблю. Из-за нее мы с мамой от папы ушли. И вообще мне братика обещали. С ним хоть в футбол можно было поиграть. А тут какая-то девчонка. То есть ты ее не брал? Если бы я ее взял, мне бы пришлось о ней заботиться. А я еще сам маленький. Здорово, Веткин. Мельник? Ты что здесь делаешь? Разговор есть. Мельник, ты, ты с дуба рухнул Пушкина мне наставлять. Гости так себя не ведут. Так я без приглашения. Так в чем дело? Ты был в составе группы, когда убили Петрова и пропала моя дочь. Кирилл, ты реально зациклился. Сколько можно в этом старье копаться? Уже давно себе пять девочек настрогал бы. Рот закрой. Спокойно, спокойно. Ладно, я пошутил, извини. Что тебя интересует? Все же было в рапорте. Ты для кого здесь растяжку поставил? Чего? Вот. Со шкафчиков у тебя снял. Я понял. Да, нам реально надо поговорить. Пойдем. Пойдем. Пойдем за снижк. Пойдем. Как RIGHT. Мне própria пошли. like, Спасибо. Спасибо. Да, я слушаю. Принято. Принято. Тань, ты представляешь, что у Веткина в прихожей граната была? Если бы я не остановился, чтоб ответить на твой звонок. Господи, он знал, что ты придешь, подготовился. Да нет, тут все еще интереснее он. Он очень удивился, когда узнал о гранате и мне показалось, даже испугался. Его хотят убить. Нам надо спешить. Да куда спешить-то? Он сбежал. Он понял, что я что-то знаю и теперь наверняка на дно залер. А еще он понял, что его хотят убить. Причем, как только мы на него вышли. Тебе не кажется странным это совпадение? Кто еще знал, кроме Богдана? Да любой, у кого есть доступ к рабочим компьютерам. У Богдана жену полетел, он Веткина пробивал по рабочему компьютеру. Такой доступ есть у всех руководителей отделов. В том числе и у Алины. Нам надо найти Веткина. Вот только как, я пока не знаю. У тебя есть Богдан Назы, да? Чего? Нам нужно найти малышку. Я говорила с бывшим мужем Мариной. Его больше беспокоят отношения с Игнатом. Вообще он заботливый отец. Если бы он взял младенца, то с ним бы и остался. Не стал бы прибегать сюда и выяснять отношения. Игнат тоже сестру не брал, я ему верю. Хотя он огорчен, ему братика обещали. Подожди, а как братика? Они что, не делали до родов УЗИ? Ну, УЗИ может ошибиться. Хотя да, это очень странно. Это да. Так, а зачем вам ее УЗИ из поликлиники? Какая разница, мальчик или девочка? У нас что, Китай? Чтобы родителей от девочек добавляли. Просто сделай это, пожалуйста. Или это сложно? Я даже не стану на этот вопрос отвечать. Вот за что я люблю частные клиники, так это за то, что у них все карты пациента в электронном виде. А защита слабенькая. Скинул вам с Кириллом файлы на мобильнике. Господи, ну, посмотри, ну, что это такое? Прошу прощения за неудобства. Приготовьте, пожалуйста, свои документы. И откройте свои сумки. Чем быстрее мы вас проверим, тем быстрее поедете дальше. Это надолго? Как пойдет? Я на поезд опознаю. Успеете. А что случилось вообще? Наркота. Все приграничные маршруты проверяем. Была наводка. Откройте рюкзак. Вы не видите, ребенок спит. Откройте рюкзак. Да где ваше сердце, ироды? Мужик с ребенком едет, разбудите сейчас. Нашли преступников. Лучше б бандитов ловили. Ладно, пошли. Возьмите, спасибо. Ваши документы. Сумку откройте. Спасибо. Как вы думаете, это мальчик или девочка? Однозначно мальчик. Вот тут очень убедительное доказательство. Каким образом у Марины родилась девочка? Понятия не имею. Говорю же ночью любимого в дежуре. Я только утром приехал. Кто-то еще рожал сегодня ночью? Секунду. Да, рожали. Семашка Людмила Евгеньевна. Но ребенка спасти, к сожалению, не удалось. Могу поспорить, что это был мальчик. Да, мальчик. Мальчик. Людмила, откройте. Я же слышу, что вы дома. Уходите. Я из полиции. Мне плевать. Я сказала, уходите. Я не заберу вашу девочку. Я хочу просто с вами поговорить. Я обещаю вам. Здравствуйте. Я ее не отдам. Никто у вас ребенка не заберет. Вы мать. У вас все права. Просто нужно вернуться в больницу и оформить правильные документы. Вы же не собираетесь ее всю жизнь прятать? Я не хотела ее. Думала, отдам на усыновление. Господи, какая же я дура. Может, я все-таки зайду и вы все расскажете? Примите мое соболезновение, пожалуйста. Вы ее нашли? Она что? Она что, умерла? Марин, вы сами все расскажете? Или вам лучше, чтобы я это сделала? Я сама. Соседка по палате говорила, что собирается оставить ребенка в роддоме. Я тогда не обратила внимания на ее слова. Мне не до того было. У меня начались схватки, и я чувствовала, что что-то идет не так. Мне было очень страшно. А когда все закончилось, мой ребенок так и не закричал. И вы предложили Людмиле обмен. Она все равно не хотела детей. А мы о них мечтали. Я давая денег и заплатила врачу, чтобы он оформил все документы. Но вы продолжали оплакивать своего сына. И когда мы искали девочку, вы пошли в морг, чтобы прощаться с ним. Я не понимаю. Мне ты почему не рассказала? Да потому что ты хотел своего ребенка. Во время рода у меня начались кровотечения, мне удалили матку. У нас другого шанса просто больше не будет, понимаешь? Я уеду. Господи, Маринка. Маринка, ты так ничего и не поняла. Я мечтаю не о своем ребенке. Я о семье нашей мечтаю. Я мечтаю о наших детях. Мне все равно, будто они моими или мы их усыновим. А девочка, куда делась? Я взяла деньги. Оставила Верочку Марине. Не успела дойти домой, как поняла, что совершила самую страшную ошибку. Я поняла, что не смогу без нее жить. И вы за ней вернулись? Я не собиралась ее забирать. Я просто хотела посмотреть, все ли с ней в порядке. Я даже не помню, как я взяла ее на руки и вышла на улицу. А теперь я боюсь, что ее у меня отберут. Ведь по документам она не моя. Мы поедем в больницу, все оформим. А Марину накажут? Ну, разве что за задачу взятки дежурному врачу. Ну, кто будет возбуждать дело против женщины, которая только что потеряла ребенка и находилась в состоянии аффекта? Ура! Сергей Николаевич! Вы меня напугали. Вот видите, значит, не зря в зал хожу. А вы кто такой? Да, сейчас. Полиция? И что вам нужно, капитан? Вы знаете, я мечтаю о справедливом мире. Вот, например, я не беру взятки и, значит, другие их брать тоже не должны. Вы знаете, у меня дежурство через два часа. Давайте о справедливости мира поговорим в другой раз. Да, давайте поговорим о подмене умершего ребенка, а справедливость оставим на потом. Какого ребенка? О чем вы? Что вы? Вы сами или вам помочь? Хорошая защита – это святое. Комп починил, новую защиту написал. Кто молодец? Я молодец. Эй! Да что такое? Да кто ты, черт подери? А когда ты еще раз приедешь? Слушай, у меня к тебе предложение. Пусть у тебя будет два папы. Два – это же лучше, чем один. В два раза больше подарков, в два раза больше похода в зоопарк. А ты не обидишься? Ну, конечно, нет. Давай опять. Влад. Спасибо тебе. Да, Богдан, говори. Да, Богдан, говори. Ну, вы молодцы, я молодец. Отследил я вашего Веткина. Как отследил? Он что, телефон не выбросил? Нет, конечно, выбросил. Я просто подумал, что он побоится сидеть в аэропорту так долго, и захочет снять гостиницу. Ну, я пробил все гостиницы в округе. А гостиница – это вам не роддом. Там на каждом этаже камеры. Кидай адрес. Молодец, Богдан. Черт. Заходи. Пиши записку. Я понял, что вы все знаете. Больше не хочу с этим жить. Для чего мне это писать? Ты же все равно меня убьешь. Да. Только так ты умрешь быстрее. Пиши. Даже не думай. Я успею выстрелить. Пиши. Либо прострелю колено. Таня. Ничего не говори. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, мельник, я был готов смириться с твоим идиотским расследованием, пока это не стало угрожать жизни Тани. Я тебе клянусь, если ты сам все это не закончишь, за тобой приедет такая же труповозка, как Заветкина. Олег, перестань. Да пусть говорит. Собака лает, караваны идет. Ты меня услышал. Олег, если ты думаешь, что меня можно заставить делать что-то против моей воли, ты ошибаешься. Или слишком плохо меня знаешь. Ну, слушай, ты мне сама говорила, что ты идешь в отдел, чтобы найти крота. Ты его нашла. Все, миссия выполнена. Или ты мне врала и тебя что-то здесь еще держит. Ты прав. Завтра я уволюсь. Так хорошо, что вы дома. Как дела? Ну, если бы не она, чудом проскочили. А чего ты не кладешь ее в кровать? Чего? Она устала, спит. Тебя жду, чтобы товар снять. Я смотрю, а ты к ней привязался. Я? Угу. Нет. Да. Я не хочу, чтобы она ныла. Угу. Угу. Давай снимать товар. Не, подожди. Вы так хорошо смотритесь. Прямо как папа с дочкой. Девочка моя. Тема. Чего? Она вся горит. Посмотри, у нее температура высокая. Девочка моя. Девочка моя. Мы там зап благоприятнbui. Потом. Значит, думаю, онаички. Вам в нее и так бывает нет? Г divisυ, как soll verme. Угу. 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 Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Вон он! Поломаю! Субтитры создавал DimaTorzok Таня пришла найти Карата, вы его нашли. Жалко, конечно, что поздно. Да ничего мы не нашли. Откуда взялась граната? Почему Веткин погиб, когда мы на него вышли? Ноутбук твой кто взломал? Ну, у меня есть там парочку недоброжелателей в сети, но... Тебя же не силой заставили сесть за рабочий компьютер, который находится в общей сети. Шеф, ну это не имеет никакого смысла. Даже если в отделении есть какой-то гениальный хакер, который решил взломать мой ноут, он точно так же через него мог следить за нашей работой. Зачем ему нужно было меня пересаживать? Богдан, я в тупике. Веткин умёртвый. У меня никаких зацепок. Цепляюсь за соломинку. Доброе утро. Ну, это как-то неправильно. Вообще-то я должна завтраки готовить. Я же с сегодняшнего дня домохозяйка. Ты домохозяйка? Неделю дома не просидишь. Ты уверен? Абсолютно. Уже завтра побежишь в академию. Чем сегодня займёшься? Да не знаю. Мне надо обходной лист подписать в управление. Потом к врачу. А что случилось? Ты плохо себя чувствуешь? Да нет, нет, всё хорошо. Противозачаточные закончились, надо новые выписать. Таня, а может быть нам пора подумать о ребёнке? Ну, просто подумать, я не даблю. Ты на работу опоздаешь. Таня. Ну, кто-то же должен зарабатывать деньги. Ты права. Ладно. Таня. Таня. Продолжение следует... Что, не отвечает? А ты мастер риторических вопросов? Тогда мой следующий риторический вопрос. Хочешь, сделаю грубую пластику лица? Вы не могли бы оба помолчать? Спасибо. Да, Таня меня так усердно убеждала в том, что этот офис круче, чем опенспейс в Силиконовой долине, что я ей почти поверил. А она... Даша тоже не берет трубку. Мне кажется, это какой-то женский заговор. Надо им запретить это дело. Если звонить телефон, значит, должна брать трубку. Здравствуйте. Нам нужен мельник. Я мельник. Вы мельник? Доченька, присядь. Чем могу помочь? Давай. Ну? Ну, говори. У меня муж пропал, его похитили. Мешок на голову натянули и в машину затолкали. Как в кино. Жуть. Представляете, прямо у нас на глазах. Средь бела дня совсем охамели бандиты. Когда это случилось? Да вот только что. Час тому назад. И мы сразу к вам. Имя, фамилия, отчество мужа и место, где произошло похищение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он обычный менеджер. Они пылесосы продают, ну, такие дорогие, хорошие, знаете? Нам почему-то такой дорогой, хороший пылесос, он как-то не додумался купить. Мама. Ну, а что я такого сказала? Серьезная машина. Я думаю, молодежь ноутбуки предпочитает. Так у него есть. Просто Илья его всегда с собой носит. Как будто больше не на что деньги потратить, кроме как на дорогие игрушки. Мам, перестань, он хорошо зарабатывает. Ой, Вика, не смеши. У него были враги, недоброжеватели. Да нет, что вы. Его все любят. А что ты на меня смотришь? Я его любить не обязана. Я о тебе забочусь. И в машину я его не запихивала. Компьютер мне придется забрать. Там может быть важная для нас информация. Да. А он все равно запаролен. Мама. Ты что же, ты в Илюшин компьютер полезла? Кто-то же должен, если тебя ничего не интересует. Мам, так нельзя. Вернуть не забудьте. Он денег стоит. А то знаю я вас. Мам, перестань. Что перестань? Не забуду. Ну, что мама, что мама. Маленькая моя, опять все горишь. Давай таблеточку выпьем. Давай. Вот так. Давай. Умница. Сильно плохо. Мало болит. А давай поколдуем. Смотри. У кошечки болит. У собачки болит. Не надо так колдовать. Не хочу, чтобы у зверей болело. Хорошо. Прости, не буду. Подожди секундочку. Полежи. А я сейчас приду и снова начнем колдовать. Хорошо? Сегодня мы тут готовы паспорта. Так что собираем шмотки. Рвем когти. Я нашел покупателя во Львове. Забрасываем товары. Через час мы в Польше. Тема. У Ильи они очень плохо. Мы так высадим ее возле управления. Там, где ее предки работают. Тема, я тебя насквозь вижу. И делай вид, что тебе все равно. Я же не предлагаю сдать ее в детдом. Мы отдадим ее матери. Все будут счастливы. Господи, как я смогу ее отдать? Я не могу. Я не могу. Тема. Послушай, мы полтора года этого ждали. Полтора чертовых года. Все будет хорошо. Мы будем счастливы. Тема, я не смогу без нее. О, спасибо, конечно. Давай только я у Сенегорска в следующий раз сам системник попрошу. С правильными параметрами. Цукерберг, не поясничай. Это компьютер пропавшего Ли Крабкова. Он запаролен. Что делать дальше, ты знаешь? Ну, естественно. Соседи ничего не видели. Родственники Марку машину не помнят. Так что вся надежда на тебя, гений. Жалко, что Тани с нами нет, да? Она бы сейчас с этих свидетелей на раз разговаривает. Богдан, прекращай, а? Займись лучше делом. А я пойду посмотрю, как Колесник пытается жену Крабков разговаривать. Да что там смотреть? Я тебе и так покажу. Смотрите, я самый главный альфа-самец в отделении. Отдайте мне прямо в допросной. Очень похоже. Я ему передам. Значит так, их было двое, да? Да. Виктория? Да, двое. Давайте начнем с первого. Вспомните, какого он роста был. Высокий, кажется. Сосредоточьтесь, пожалуйста. Выше, ниже среднего. Да, оба выше. Просто амбалы такие. Так, ответ волос. Черный. Ты что здесь делаешь? Ты же уволилась. Мне обходной надо подписать. Ты же начальник отдела. Подпиш. Подпишу. Ручка есть? Отличительные черты. Усы, борода, очки. Нет, ничего такого. Может быть, татуировки? О, да, точно. Была татуировка. Череп на руке, кажется. Ну, мы же далеко стояли. А что у тебя за дело? Их в чем-то подозревают? Ты же увольняешься. Какая тебе разница? Да мне никакой. Просто они врут. Дамы, вам известно, что задача ложных показаний вам грозит уголовной ответственностью. Я же тебе говорила. Да ничего они нам не сделают. За препятствие следствию в возможном похищении вам грозит наказание по еще одной статье. А там срок побольше. Все вместе года на три подтянет. Так что, пока вы свидетели, а не подозреваемые, ответьте на вопрос моего коллеги. Где ваш муж? Да сбежал он, скотина. Оставил ей записку, мол, люблю другую и сбежал. А ей рожать. Как таких только земля носит, я не понимаю. Я вас очень прошу, я знаю Илью, и он бы, он бы никогда так. Просто произошло что-то очень плохое. Я вас очень прошу, помогите мне. Слушай, ты думаешь, он Натуре здесь? Он же не дебил сидеть в собственной квартире. Слушай, не будь он дебилом, мы бы вообще о нем не знали. Тоже верно. Короче, сейчас подойдет, сразу стреляй и валим. Не, вот чего-чего надо. Анатуре, дебил. Натуре, дебил. Юра. Походу его кто-то замочил. Ну, так нам меньше работы. Богдан, да бросай ты это дело. Этот Коробков тупо от элементов сбежал. А это не наш профиль. Пусть частного детектива наймут. Ну, вот как так можно с женщиной, я не понимаю. Зачем ребенка делать? Ну, не хочет и обязательств. Это я, конечно, понять могу. Но повстречались, в ресторан сводил, там, подарил подарок, оставил неизгладимое впечатление. Колесник, твои представления о том, что хорошо для женщин, слегка расходятся с реальностью. Мельник, я не знаю, какие представления у тебя, но, судя по всему, Таня их слегка не оценила. Богдан, доставь ты компьютер в покое. Верну его по адресу, как обещал. Не могу. Тут такая защита навороченная. Никогда такую не встречал. Мне уже прям интересно. Я ее почти победил. Сейчас. Черт. Это что за фигня? Самолекривидация жесткого диска. На домашнем компьютере продавца пылесосов? Тёма, здесь очень холодно. Ничего, закаляться полезно. Девочка заболела, у нее высокая температура, и горло ужасное. Мне кажется, у нее ангина. Слушай, я болел ангиной сто раз. И нормально. Тёма, ангины разные бывают. Ей нужны антибиотики. Хорошо, я куплю. Ей нужны хорошие антибиотики. Посиди, пожалуйста, с ней. А что, если ее родителям отдать? Женя, что мы тянем? Ты что, не видишь, что эта девчонка нам усложняет жизнь? Ладно, посижу. Тёма, я очень тебя люблю. Спасибо. Ну, конечно, ничего нельзя восстановить. Это же не инфу потёрли. Жесткий диск физически уничтожен. И у кого может быть такое оборудование? Не знаю. Спецслужбы. Спецслужбы и? Ну, у меня есть. Абсолютно верно. Либо шпионы, либо хакеры. Мельник, тебе случайно пылесос не нужен? Согласен. Ну, поехали. Приобретём. Гений, проветрить здесь. Вы из полиции. Добрый день. Добрый. Я знал, что с Ильей что-то не так. А что именно с ним было не так? Вы знаете, его продажи вообще не волновали. Я его уволить хотел. А он мне говорит, сколько за неделю нужно продать этих ваших пылесосов, чтобы вы от меня отстали? Я говорю, ну, хотя бы штук пять. Так он достал ноутбук и оформил покупку на себя. Пяти пылесосов, представляете? А это на минуточку его зарплата за четыре месяца. Даже глазом не моргнул. Ваши пылесосы ещё есть готовят. А почему он так поступил? Вы не поинтересовались? Да мне плевать, мне кассу надо делать. А если психсотрудник хочет кассу закрыть за свой счёт, то на мою премию это никак не повлияет. Ну, вы, походу, тут не пылесосы продаете. Девочками онлайн торгуете. Букмекерка. Может, наркотики? Да ну что вы. Так из чего тогда сделаны ваши пылесосы? Что ещё находится в этом здании, кроме вашего офиса? Ну, турагентство. Вы к ним не ходите. Я как-то по их путёвке летал в Египет. Ужас. Я их потом чуть не поубивал. Ну, убьёте, позвоните, мы подъедем. Ещё что? Ещё филиал банка. Они все верхние этажи занимают. А что? Пока ничего. Спасибо. Давай, это я в турагентство, я в банк. Спасибо. А вы последняя? Да. Я за вами. У вас что-то серьёзное? У меня не горит, я могу пропустить. А, да. Тридцать секунд ничего не изменит. Дочка с ней заболела. Сорок температуры, какие-то белые штуки в горле. Не знаю, они не спят, не ясно. Фуникулярная ангина. Это вам антибиотики нужны. Только сначала посев надо сдать, чтобы понять, какие именно антибиотики будут работать. А вы врач? У меня тоже дочка болела. Здравствуйте. Здравствуйте. К гинекологу. Мельник Татьяна Александровна. Хорошо. Триста пятый, проходите. Слушаю вас. Девушка, вы что-то хотели? Или вам просто нравится очередь задерживать? Понятно. Аня, что вы, у нас отличная служба безопасности. Если бы нас попытались взломать, то хакер бы просто не успел выйти из здания. А дистанционно это невозможно? Нет. Мы отключены от общей сети. Ну, а если хакер очень способный? Способный, неспособный. Ну, это исключено. Понятно. Если ваши специалисты вдруг что-то заметят, звоните мне. Все непременно. Всего доброго. Так что, конкретно искать? Да я понятия не имею. Ищите что угодно. Класс. Может, Джек за диваном поищет? Я вас очень прошу, не надо шутеть. Извините, мне просто нужно понимать, с чего начинать. А вы знали, что ваш муж крутой хакер? Хакер? Ты ну что? Он же обычный парень. Обычный, но хороший. Заботливый. Цветы мне всегда приносил. Кроватку для ребенка собрал. Мы на все проверки вместе ходили. Он ни разу не позволил пропустить мне ультразвук или анализы. Собирал все фото с УЗИ. Говорил, что у нас красивый малыш. Завтра у меня очередная проверка, и мне придется самой идти. А почему вы раньше не говорили, что ваш муж вот такой идеальный? Потому что мама всегда рядом была. Она считает, что все мужчины сволочи, и когда я начинаю говорить что-то хорошее про Илью, она просто выходит из себя. Джек. Хороший. Ай-яй-яй, ну разве так можно к людям приставать? Это непрофессионально. Да это кому? Ну тебе, конечно. Разве поддаешься дрессировке? Конечно, нет. Дрессировке поддаются только у себя без развитого интеллекту. Да. Понятно. Шеф сказал продолжать искать. Мельник. Софья сказала, что ты интересовался делом Веткина. Да я просто по завтраку сегодня не успел. Ну, ты же знаешь, у Софьи всегда что-то есть в холодильнике. Я серьезно. Что происходит? Алин, как только что-то произойдет, я тебе обещаю, что ты об этом узнаешь первой. До завтра. Что случилось? Ну, ты же понимаешь, что если кто-нибудь узнает, мне конец. Алина, я не тупой. Я знаю. Я должна была об этом сказать. Ну вот. Сказал? А теперь расслабься. Профайлер из меня, конечно, еще тот. Но мне кажется, если Коробков так сильно волновался о здоровье своего будущего ребенка, то он не может просто так перестать это делать дальше. Может. Виктория рассказала, что они на проверку всегда ходили вместе. А завтра, говорит, иду одна. И заплакала. Муж ее, мужлан бессердечный. Богдан, а что бы ты делал на его месте? Ты по каким-то причинам далеко, но хочешь знать, здоров ли ребенок? Я? Да я бы хакнул комп врача прямо во время визита. И все бы увидел своими глазами. Удаленно. Ну, будем надеяться, что именно так он и поступит. Отследить его сможешь? Как два байта об асфальт. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. А вы решили сменить старого мужа на новых двух. А я вам говорил, что при беременности жизнь у женщины только начинается. А вы не верили. Мы из полиции. Нам необходимо подключиться к вашему компьютеру. Проводите осмотр, мы мешать не будем. Садись. А я думал, что ничего нового в жизни я уже не увижу. Простите, а что именно вы собираетесь расследовать во время осмотра? Если вы думаете, что плод Виктории совершил какое-то страшное преступление, то как специалист заявляю вам, что это невозможно. Мы все-таки подключимся. Ну, подключайтесь. Привет. Привет. Здоров. Что-то новое о вашем деле? Нет. Пока нет. Так, а зачем ты нас вызвал? Так это майор, я не знаю. Он у себя? Нет, он уехал. Прикольно. Ну, он же вернется. Подожди, у нас пока. Кофе хочешь? Вот, видите? Это сердце. Да. Он красивый, правда? Все дети красивые. Ну что? Да что, пока никаких внешних вмешательств. Ой, а что это? Он палец сосет? Ну, да. Леденцов же ему туда еще не завезли. Что же он за отец? Я бы на его месте давным-давно подключился и мониторил УЗИ. Или ему тупо пофиг. Богдан. Что? А вот так должно быть? Что? Твою мать! Не выражайтесь при ребенке. Он, между прочим, уже все слышит и понимает. Есть, я его следил. Есть адрес. Вы что, Илью нашли? Нет. Пока только обнаружил. Вот твой кофе. И шоколадка. Данила, я же тебе сразу сказала, он не прокатит. Это не в моем вкусе. Ну, это вряд ли. Серьезно? Аргументируй. Ну, ты не носишь леопардовые лосины со стразами. Это факт, и я это заметил. А значит, у тебя есть вкус. А если у тебя есть вкус, значит, я должен тебе нравиться. Мама. Мама, поговори со мной сначала. Мы хотим забрать заявление. Мы не будем забирать заявление. Ты же первая кричала, что Илюшу надо найти. Я передумала. На кой он нам вообще нужен? Мы и сами справимся. Дамы, а вам обязательно это делать в нашем кабинете? Тут много других прекрасных кабинетов. Честное слово. Мы просто хотим забрать заявление. Мы не хотим забирать заявление. Мама, я его люблю. У нас будет ребенок. То есть, он уже есть. Он уже даже палец умеет сосать. То есть, я правильно понимаю проблему? Вы хотите забрать заявление, а вы не хотите его забирать. Да. Правильно? Зачем тогда пришли? Ну, как? Ваши сотрудники же нашли его. Привезут. Я буду его ждать. Секунду. Почему мама решила забрать заявление? Это же была ее идея. Вы помните, что несете ответственность за дачу ложных показаний? Почему вы передумали получать элементы? Вчера вечером пришел мужчина, представительный такой, из банка. Вы знаете, я даже сама не знаю, как они собираются его найти. Ну, каким-то хитрым способом через компьютер Викочкиного доктора. Ну, что ж, вы нам очень помогли. Пожалуйста. Все-таки хакнул банк. Ты Кирилл? Да. И Калини. Вызову группу захвата, там, скорее всего, парни будут серьезные, будет перестрелка. И вот если я умру, ты сильно пожалеешь, что отказала мне. Очень сомневаюсь. Ну, посмотрим. Я умирать. Сигнал уже не идет. Это здесь. В этом доме. Ну, ты же помнишь, да? Я не оперативник. Ты супергерой, не забывай. Стрелять умеешь? Ну, так. Держи. Пострахуешь, мало ли что. Главное, не усовывайся. Ну, спасибо. Ну, все ясно. Подпишитесь, пожалуйста. Вы уверены? Мне казалось, что вы очень хотите здесь работать. Она имеет право передумать. У нас свободная страна. Нужна группа. Мельник со своим родственным сисабмином походу влипли. Они поехали брать пропавшего ботана, а за ним охотятся серьезные парни. Вызываем спецназ? Я уехал. Я с вами. Подайте ваше ногу к центральному входу. Поехали. Ку-ку. От кого спрятался, а? Отпустите меня. Отпустите меня, пожалуйста. Полиция. Слава богу. В доме один? Да, нет никого. Просто подумал, что вы это они. Ну, эти из банка. Они просто мне вычислили, и я еле ноги унес. Так а почему? Ты же ничего не украл. Мы спрашивали и проверяли. Ну, если честно сказать, я просто не успел. Я специально устроился на работу. Рядом, чтобы влезть их в их локальную сеть. И... А вы мне посадите, да? Мы подумаем. А ты рассказывай, рассказывай. У меня жена беременна. Я в курсе. Мне деньги очень нужны. Вы бы видели мою тещу. Видел? Значит, поймете. Ну, в общем, я... Ну, хотел чуток денег украсть там. В общем, начал разбираться в их схеме. Там, приходы, расходы. Так, аккуратненько, чтобы никто не заметил. И... Куча Морелла. Вот. А банкиры оказались читерами. Да, еще как я имею. У них там целая схема. Они... Детей грабили. Пенсионеров там. Соцвыплаты. В общем, схемы на миллионы долларов. Ну, и их айтишники тебя, естественно, быстренько вычислили. Да, я даже сразу не заметил. Блин, я идиот. А когда понял, написал жене идиотскую записку и свалил. Я просто испугался за нее. Я даже на работе дал адрес старой квартиры, где я жил до знакомства с Викой. Там кровь специально... В общем, наследил я там, чтобы подумали, что меня там убили и не искали больше через жену. И даже если меня найдут и убьют, хотя бы она будет в ценности и сохранности. Зацепила сильно? Да. Ладно, все будет нормально. Поехали. На, побыстро! Да, Калис, не говори. Кирилл, мы уже на подъезде. Сколько? Через десять минут будем. Нет, десять минут это долго. Давайте быстрее. Понял. Значит так, ты не высовывайся. Могдан, ползи в соседнюю комнату. Смотри, чтобы в окно никто не залез. Вперед! Да вы не знаете, с кем связались. Надевай. Еще как знаем. И нам не терпится этими знаниями поделиться с налоговой полицией. Кирилл где? Скорее сюда, здесь раненый! Кирилл, посмотри на меня, посмотри на меня, ты слышишь меня? Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Я уже вызвал скорую. Да нет, у нас времени скорую ждать. Олег, ты слышишь меня? Это все из-за меня. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Все будет хорошо, ты слышишь меня? Все будет хорошо, я тебе обещаю. Нет. Ты не можешь умереть. Ты не можешь, ты слышишь? Олег, кони, я тебя умоляю, быстрее! Пожалуйста, быстрее! Вы ему кто? Жена. Женя, все получилось. У нее тридцать девять и девять. Ты слышишь меня? Паспорта готовы. Давай, малыш, вставай. Давай, 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 давай. Мамничка. На. Ты нас в больницу отвезешь, или меня вызовут в такси. Ладно, поехали. Давай. В общем, тебе теперь ничего не угрожает, так что можешь вернуться к семье. Но ты бы завязывал с этим родом деятельности. Да, будут теперь пылесосы продавать. У меня их теперь пять штук. Слушай, я серьезно. Закроют? Тебя же не закрыли. Знаешь, ты вообще крутой. Вычистил меня через компьютер доктора. Это круто, это эпично. Да, это было эпично. Но не такой уж я и классный. Меня вот ломанули недавно. А кто, я так вычислить не смог. Тут, может, защита старая. Нет, новая. Недели три как. Так я же говорю, старая. Я вам каждую новую неделю у себя новый скрип пишу. Ну-ка. Хороший червь сунется, сразу выведет на твоего взломщика. Блин, зачет. Спасибо. Ну, погнали. Привет. Хороший червь. Хороший червь. А ты знаешь, что? Да, я видел, он уже пальчик сосет. А я сразу поняла, что в этой записке все неправда. Лучше бы вы мне считали сволочью предателем, чем с вами что-то случилось. Я вас очень люблю. Ты меня напугал, конечно. Илья, дети, простите меня. Я больше никогда, никогда не... Все нормально. Все нормально. Пойдемте домой. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Слушай, что мне делать? Меня же Мельник вызывал. Он пока не отменит вызов, я не могу уйти. Тебя не Мельник вызывал. Ты? Что? Вчера тоже? Просто, чтобы меня увидеть? Чего ты трубку не берешь? Ты все теперь со мной разговаривать не будешь, да? Сидеть. Разговаривать не буду. Чего ты так называешься? Что? Ум. Если я не буду. Погода. Мелик. 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 Ну, как он? Операция прошла успешно. Он сейчас спит. У него была задета подключичная артерия. Врачи говорят, легко оделся. Внутренние органы не задеты, так что через неделю будет на ногах. По вашему лицу не скажешь, что легко оделся. К нему пускают? Меня пустили, на пять минут и сразу выгнали. Вот, пожалуйста, я все подписала. Можете быть свободны. Спасибо. Выходит, вы меня обманули. И вы вовсе не считаете, что это лучшая работа в мире, да? Почему я считаю? Просто у нас с Кириллом все очень сложно. Ну да. Ну, просто если сложный код, почему его не упростить? Как, например? Ну, оставить только основные позиции, только суть. Вот мы, например, не сразу поняли, что женщины врут, и поэтому потеряли время. А вы сразу поняли. И если бы мы раньше нашли Илюху, то, возможно, Кирилл… Если бы не я, Кирилл был бы здоров. Простите, я не хотел вас расстроить. Кирилл Здесь так красиво. Видишь, а ты ехать не захотела. Кричала медовый месяц, раз в жизни бывает. А что, Париж, Париж? Что поделать? Придется еще раз замуж выходить. Что? А что? Я еще в детстве решила, что медовый месяц проведу в Париже. Хорошо. Будет Париж, только весной. А-а-а-а-а! Ну что, не пришла невеста? Ну ведь… Так ведь уже два часа ждем. Она обязательно придет. Не может не прийти. Доверчив ты, сын мой. Наивен. Слушайте, я думал, что крепкая вера – это то, чему вы учите своих прихожан. Да, это так. Все воля Божья. Все будет так, как подобает, как и должно быть. Ну, Жень, ну не надо так убиваться. Она идиот, сияна твоя. Напилась вчера вот дома, наверное, и спит до сих пор. Господи, она еще и пьет. Мама, прекрати, а? Мне тут не мамкой. Ты выгораживаешь эту Вертихвостку, а она даже на собственную свадьбу не пришла. Господи, что же делать? Думаешь, он тебе ответит? Так, все, хватит. Поехали домой. Это ужасно, что тебя бросили у алтаря, но не вызывать же по этому поводу полицию. Домой, 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 домой. Точно в полицию. Что ты здесь делаешь? Я тоже рад тебя видеть. У тебя ж больничная. Тань, да я уже неделю в больнице провалялся. Сколько можно? До следующей пятницы. Кирилл, тебе неделю назад грудную клетку прострелили. На минуточку. Танюш, не волнуйся. Заживет, как на собаке. Ты же знаешь. Таня. Тихо. Я пульсы считаю. Ладно. Все равно ведь не уйдешь. Почему не спрашиваешь, что я здесь делаю? Ты здесь работаешь. И я знал, что ты останешься. Откуда? Потому что ты все еще меня любишь. И чего ты взял? Ну, я ж помню, как ты ко мне бросилась, когда меня... Когда в меня попали. Не врачам. Потом сказала, я его жена. Ты ж без сознания был. Притворялся. Медсестра мне потом сказала. Это ровным счетом ничего не значит. Ну, конечно. О, майор с возвращением. Привет. Я думал, ты раньше в пятницу возбернешься. Соскучился очень. Да, и Софья по тебе очень соскучилась. Просила тебе передать, когда вернешься, чтоб срочно к ней зашел. Там что-то по поводу Веткина. Тебя там врачи не уморили? Пытались, но я не сдался и сделал многие. Моя ж ты умница. Софья Борисовна. Он же теперь будет думать, что врачей можно вообще не слушать. Что там те врачи понимают? Слушать нужно только патологоанатома. Он никогда не ошибается. Кирочка, ты был прав. Это такое же самоубийство, как я, балерина. Вы уверены? Как же записка? Да. Записка написана его рукой. Но человека всегда можно заставить, Танюша. Ты же понимаешь. И следов пороха на руках нет, а на лице есть. И траектория пули, я уже говорила, подозрительная. Мое мнение, убили вашего Веткина. Кирочка, интуиция тебя не подвела. Извините. Да. Заварить вам чайку? Мне Эл Грей привезли из Лондона. Понял. Спасибо, Софья Борисовна. В следующий раз. Поехали. У нас новое дело. Буать, ты себе не представляешь. У нее такая грудь, прямо в ладошку помещается. Да. В твоей ладони и слон средних размеров поместится. Иди ты. Ну, пахнет она. Да понял я, понял. Ты влюбился. Вот что ты за человек такой, постоянно все портишь. Где манеры твои? Влюбился я ни фига. Просто она офигенная. Хотя нет. Влюбился. И что с этим делать? Ну, как что? Предложение руки и сердца. Придурок, что ли? Короче, это надо окончать все. Ты решил ее убить? Боюсь, что Джек будет против. Нет. Просто, когда баба занимает слишком много места в голове, значит, надо найти другую. Голову. Глупый ты, Даня. Тут не бежать, тут радоваться надо. Как ты? Долго ждал перед тем, как тебя твоя бросит? Коллеги, у нас новое дело. Данил, на выход. Я уверен, с ней что-то случилось. Жаня, тебе 29 лет. Не пора уже прекратить быть наивным? Честно говоря, я не понимаю, зачем вы нас вызвали. Я думал, что Яна исчезла из церкви, но что ее похитили? Да нет, она здесь вообще не появлялась. Вы понимаете, что это значит? Мы, конечно, это понимаем. Человек боится замуж уходить. Что-то непонятно. А это все боятся. Ну, вообще-то не все. Так, когда вы видели Яну в последний раз? Вчера вечером. Она была в отличном настроении. Мы билеты в Испанию заказывали. Свадебное путешествие? Ну, да. Ну, а потом она ушла. Сказала, что будет ночевать дома. Ну, потому что видеть невесту до свадьбы – это плохая примета. А она хочет, чтоб все было идеально. Мне гордо боится. Хочу к маме. Солнышко мое, я здесь. Ой, у меня температура-ка спала. Это же хорошо. Это не показатель. Температуру мы сбили лекарством. Самое страшное при ангине – это осложнения. Они, к сожалению, бывают нередко. И какие могут быть осложнения? Ревматическая лихорадка. Дает осложнения на суставы и на сердце. Но вы не волнуйтесь, девочка в больнице. Мы делаем все, что необходимо. Угу. Да уж. Не волнуйтесь. Мы с тобой не будем волноваться, правда? Солнышко мое. Скоро все будет хорошо. Ты кого-то ждешь? Тебя. У меня нет другой возможности с тобой поговорить. Ты ее теперь все время ночуешь у себя. Олег, я думаю, что нам надо сделать перерыв. Надо подумать и собраться с мыслями. Хорошо. Но только ответь мне на один вопрос. Почему ты решила вернуться в отдел? Потому что я нужна здесь. Именно здесь от меня больше всего польза. А мне кажется, что тебя просто мучает совесть. Ты думаешь, что Мельника подстрелили из-за тебя? Мельника ранили именно в тот момент, когда отдел нуждался в профайлере. Ну, если ты так переживаешь из-за бывшего мужа, может, перестанешь нам обоим морочить голову. Примишь какое-нибудь решение. Не надо так со мной разговаривать. Ты знаешь, что я прав. Я прав. Поэтому и зришься. Ах ты! Ах ты! Стой-стой-стой-стой-стой-стой! Какая встреча неожиданная, правда? Узнал, да? Конечно, узнал. А я от босса. Он очень, очень интересуется, когда ты ему товар отдашь, а? Сегодня отдам. Ага. Вечером. А ты за мной находи. Понял? Да. Да, да. Все. Давай. Давай. То есть, вы хотите сказать, что были вчера вечером с Яной в баре на девишеньке? Нам сложно назвать девишеньком. Просто встретились выпить. У Яны больше нет близких подруг, кроме меня. Много выпили? Прилично. Ну, я немного и не надо. Она после первой рюмки сказала, что они Жене позорились. Вот здесь поподробнее можно. Из-за чего была ссора? Я не знаю, из-за чего была ссора. Она мне рассказала. Да вы можете у бармена спросить. Я думаю, он слышал наш разговор. Я знаю, что Яна была обижена на Женю. Сказала, зачем жениться, если ты не доверяешь партнеру? То есть, вы утверждаете, что она просто сбежала? Я утверждаю, что она была пьяна и расстроена. И все. А потом? Потом я отвезла ее домой. Я могу идти? Или вы хотите арестовать меня? А у вас есть за что арестовывать? Нет. Ну, тогда я просто хотел поближе познакомиться. Ну, можно найти более приятное место для этого. Если вы хотите что-нибудь еще узнать. Конечно, хочу. Давайте продолжим дачу показаний в кафе. А я всегда рада помочь следствию. В котором часу Яну видели в последний раз? Вчера. Около двенадцати ночи. Лучше бы ты на Али женился. Она бы тебя не бросила. Мама, я тебя прошу. Вот, возьмите, я закончил. Женя, скажите, Яна вела себя, как обычно? Может быть, вы заметили что-то странное? Мам, я знаю, о чем ты думаешь. Я всегда доверял Яне. Несмотря ни на что. А можно нам поподробнее рассказать про это, несмотря ни на что? Пожалуйста. И как вы на эту фотографию отреагировали? Да Яна сказала, что фотография ничего не значит. Ну, я как-то почувствовал, что она говорит правду. Я нашел телефон Яны. Он в городе. Есть адрес. Девочка, привет. Как она? Да все так же. Что у тебя? Сегодня до вечера я должен отдать боссу товар. У нас есть последний шанс сбежать. Пойдем. Девочка, ну. Уля болеет. Так она в больнице, за ней прекрасный уход. Я сказал, пошли. Тема, я без нее никуда не пойду. Ты меня любишь? Тема, конечно, люблю. Просто я так не могу. Ты уверена? Тема, ну. Что ж вы так убиваетесь? Выздоровеет ваша дочка. На три вещи в мире можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как течет вода. И как человек не может решить, на какую же кнопку ему нажать. Ну, ты смеешься, Таня? А мне, между прочим, девушка написала привет. Сочувствую. Даже не знаю, чем помочь твоему горе. Ну, вот что мне ей ответить? Так это та самая девушка, которая взломала тебе комп? Ты уверен, что хочешь с ней общаться? Она тебе нравится? Да мне, в общем, Аринка нравится. Но она меня бросила. А с этой мне просто интересно. Интересно, зачем она мой комп хакнула? Значит, ей что-то нужно в твоем компьютере. Или она тебя провоцирует. Как в школе. Мальчики и девочек за косички дергают, знаешь? Не знаю. У Маринки не было косичек. Ну, как успехи? Яна нашел? Нет, только ее телефон. Гене, лови. И как закончишь, пробей Эдуарда Косача. Это тот мужчина? С фотографией, который с Яном в ресторане сидел? Да, мэтр от отеля его узнал. Готово. Разблокировано. Ого. Да она проститутка. Может быть, это не то, о чем мы думаем. Боюсь, что именно то. Ваш Косач хозяин стрельклуба. Что стоим? В клуб поехали. Полиция. Вы по какому вопросу? Разумеется, по интимному. Нам нужен Эдуард Косач. Его нет. Приходите вечером. Хотите совет, вы когда вретесь, старайтесь не скашивать глаза вправо. Это верный признак обмана. Пропустите нас к Косачу. Я передам, что вы приходили. Почему вы так боитесь нас пускать? Вы что-то скрываете? У нас гости. Я не жду гостей. Невежливо. Гостей на пороге лежат. Гостей вошли без приглашения. Вам знакома эта девушка? Никого не встречал, ничего не видел. С полицией никаких дел не хочу иметь. Шевели батонами. К шоу пора готовиться. Девушка, мне показалось, что вы мне что-то хотели сказать? Нет, простите, я обозналась. Короче, мне все это не нравится. Зря мы Даню снаружи оставили. Позвони, пускай зайдет. Не занята. Прикинь, они пошли в стрип-клуб, а меня оставили. Ну, это очень разумно. Как говорится, не пускай козла в огород. Слышь ты, ходячая энциклопедия. Лучше помоги. Чем? Что знать, чем? Не знаю, придумай какую-нибудь причину мне попасть вовнутрь. Какую именно? Евреи, это ты мне скажи, какую именно? Может, этот Косач в чем-то был замешан. Ну, я не знаю, может, у них закончилась лицензия на продажу наркотиков. Это стрип-клуб. Дань, ты ведь шутишь, да? Ну, ты же не можешь меня попросить что-то найти на человека только потому, что тебе захотелось попялиться на голый пап. Ну да. Ладно. Спасибо, друг, за помощь. Ну, веди к шефу. Веду гостей. Идем. То есть вы хотите сказать, что она не проститутка? Да вы шутите? У меня свой стрип-клуб. Вы думаете, мне нужны какие-то левые проститутки? А что она натворила? Она исчезла. Ничем не могу помочь. Я ее давно не видел. Слушайте, а раз уж вы здесь, может, останетесь на вечернее шоу? Девчонки с парами работают. В кабинках. Спасибо, в другой раз. У меня есть еще один вопрос. Мы только что в коридоре встретили девушку. Она была чем-то напугана. Вы не знаете, чем именно? Может, новенькая? Нервничает перед шоу? Страх сцены? С вами такого не бывает, а? Погодите, я должен поговорить со своим адвокатом. Я вам уточню, как себя вести во время незаконного обыска. Так что на шоу не останетесь? Работай, работай! Мне колене идти нещем. Ничего подозрительного мы не увидели. Перепуганная девушка – это не повод для получения ордена. Они вниз пошли, нам посмотреть, что там. Дайди. Иди к Даниле, а я проверю, что там внизу. А мама мне говорит, что нельзя может одного в стрельклубе оставлять. Паха примется. Не хочу я закрепить твои аборты. Какого хрена ты нам поездку срываешь? Не хотела ехать, так нафига соглашалась? Я перейду, мама. А вот это уже повод для ордера. Пожалуйста, я не хочу. Я же не знала, что... Стоять, полиция. Лесо, пол. Лесо, пол, быстро! Руки за спину. Нас хотят увезти за границу на работу. Так, девочки, спокойно. Мы из полиции. Все будет хорошо. Мы вам поможем. Что значит поможете? Я за границу хочу. Так, с тобой потом разберемся, иди отсюда. Вставай. Спасибо тебе, ты храбро одея. Вы хоть понимаете, вам живыми не уйти. Я же вас... Так, все, больше не могу. Потом скажу, что я слышал выстрела. Что за фигня? Вообще, нервы в них черта. Влюбился и шифер подстремался. Тебе идет. Ты нашел время по флирту. А, Бодя, там внутри что-то происходит, поэтому давай потом пополтает. Да погоди, ты дай сказать. Я нашел Косача по фотографии. Его по всей Европе Интерпол разыскивает. Он торгует девушками и выманивает их из страны и продает сексуальное рамство. Твою ж мать. Я сейчас посмотрю план здания. Там есть со двора черный ход. Иди туда. Угу. Какой черный ход? Я люблю эффектное появление. А почему меня на вечеринку не пригласили? Стоять! Руки! Шоу мозга вон, Косач. Только в другом месте. И, кстати, тоже в приватной кабинке. А плюс один можно? Хочу пригласить своего адвоката. А я думал, ты по девкам. А вы мне надоело еще? Напрашивать меня. Мне надоело, что он до сих пор на вы. Угу. Вы не знаете, как это поправить? Знаю. Давайте выпьем на блюдо шапки. Давайте. А давайте. Давайте. Дашка. Простите, я перепутал. Со своей девушкой, да? Ну да. Повезло, и вы как за ней бегаете. Извините. Пойдем. Хорошего вечера. Прости, я обознался. Я думал, знакомый. Угу. А ну? А мне пора уже. Тебя проводить? Я сама доберусь. Угу. Мы уже связались с меньшими заводными коллегами. В ваших интересах сотрудничает со следствием. В этом случае мы можем оформить вам явку с повинной. Конечно, если вы расскажете, где Яна, куда вы ее отправили? Вот ведь какая ирония. Я же эту девчонку даже пальцем не тронул. Меня из-за нее повязали. Понимаете? Мне нужно было с людьми приличными встретиться. Впечатление хорошее произвести. Но не брать же мне своих девчонок. Вы же их видели. То есть вы ее наняли для эскорт-услуги? Не совсем так. Она ведь актриса из агентства. Я ее нанял, чтобы она сыграла роль моей жены. Ну, типа, мы из приличного общества. Похожу тебе опять, Томик. Это да. То есть вы хотите сказать, что Яну продали в рабство? Подробностей мы пока не знаем, но есть такая вероятность. Догнадите ее. Я ее выкуплю. Вы знаете, как можно быстро квартиру продать. Преступника сейчас допрашивают. Ему грозит передача Интерполу. Я думаю, он будет сотрудничать и расскажет, где Яна. Так что подождите с квартиры. Так если он не расколется? По моему опыту, у таких, как он, инстинкт самосохранения на первом месте. Будем надеяться, я не ошибаюсь. Данюшка, скажи Бельникуру, что я домой. Походу, грипп отцепил. Так что я пойду себе к радостнику. Хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Привет. Я тут подумал, что нам с вами нужно выпить вина. А я думала, что мы уже на ты. Проходи. А где у тебя штопор? А зачем нам зря время тратить? Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я наработал в агентстве «Выбор». Это агентство предоставляет самые разнообразные виды услуг, начиная от Деда Мороза на Новый год, заканчивая вот такими интересными заказами. Яну наняли, чтобы она сыграла влюбленную в вас девушку. Причем давно, год назад. Угу. А кто? Кто ее нанял? Ну, это пока неизвестно. У них там полная анонимность. Все заказы оформляются через интернет. А я говорила, она никогда тебя не любила. Для нее это просто очередная работа. Мама, а может, это ты ее наняла? Я? Как ты вообще можешь так думать? Я бы никогда с тобой так не поступила. А я уже сам ничего не знаю. Так, подождите. Жень, подумайте. Кому понадобилось так жестоко над вами подшутить? Это ведь не дешевое удовольствие. Я видела расценки. Да понятия не имею. Какое смысл за меня замуж по расчету выходить? Квартира небольшая. Зарплата обычная. Что с меня взять? Ну, не знаю. Я бы могла предположить, что кто-то очень сильно хотел вас унизить. Вспомните. Может быть, вы кого-то сильно обидели? Да вы посмотрите на меня. Я безобидный человек. Я в жизни никого никогда не обижал. А Алю? А ты был хорош. А я первая в душ. А вы новые в душ. А я бил? А я потом тебя на работу. Лучше б ты на Али женился. Она бы тебя не бросила. А, Кирилл, в общем, тут такое дело. То, что у них роман, мы уже в курсе. Ты сам-то как догадался? Ну ладно, потом расскажешь. Мы скоро будем. Кирилл, я отследил передвижение машины Александра. По городским камерам? Да. Вечером после паба она не поехала к Яне. Она поехала совершенно в другую сторону. Тачку засек на трассе, в ста километрах от города. Какой же ты, Даня, козел. Все мужики козлы. Я просто отомстить хотела. И все. Это можно понять. Вы были очень расстроены, что Евгений вас бросил. Решили его унизить. Наняли актрису, чтобы она влюбила его в себя. Хорошо его изучили, объяснили, как именно надо вести себе Яне, чтобы произвести впечатление на романтичного Евгения. В итоге он должен был влюбиться и сделать предложение. А Яна должна была бросить его у алтаря. Вы не учли одного. Она действительно в него влюбилась. Эта сучка даже деньги мне вернула. Я вообще не понимаю, что она в нем нашла. А вот что в нем нашли. Она его полюбила так же, как и вы. А вы ее убили. Вашу машину отследили на трассе по камерам видеонаблюдения. Это было позавчера. Тело рано или поздно мы все равно найдем. Подумайте о чистосердечном. Вам это поможет на суде. А у них все было хорошо, понимаете? Это несправедливо. Жизнь вообще несправедлива. Тело где? Дашка. Что-то по работе. А что, со мной только в работе можно говорить? Возможно. У меня нет никакого желания с тобой общаться. Почему? Ты у нас убийца. Какая разница? Тебе вообще плевать, с кем в постель прыгать? Да ведь не плевать. Даже... А откуда ты узнала? Добрые люди подсказали. Да не уйди в работе. Я не понимаю. Это было здесь. Я подсыпала Янера гипном в кофе. Привезла ее сюда. И вот этим камнем ударила по голове. Да. Таким камушком его бить недолго. Даша, твой выход. Джек. Ищи. Что-то, что-то. Это был такой ужас. Вы даже себе не представляете. Кать, да успокойся, слышишь? Мы играли, дурачились. Понимаете, мы недавно женаты. Да мы все понимаем, но почему вы сразу не обратились в полицию? Куда вы перенесли труп? Да что вы такое говорите? Какой труп? Мы скорую вызвали и ее в больницу увезли. То есть вы хотите сказать... Она жива? Да. Она до сих пор не приходила в сознание? Нет. И никаких прогнозов я вам дать не могу. Действие регипнова, конечно, уже прошло. Но вот травма головы никуда не делась, Сань, понимаете? Сильное сотрясение. Доктор, мне кажется, ли она... А, это не буду вас расстраивать, но это чисто рефлекторное. Тихо, тихо, тихо. Ничего не говори. Ты была права, я... Да и все это не имеет значения. Я люблю тебя. Мы с тобой обязательно поженимся. Поженитесь, поженитесь не раньше, чем через неделю. А ну, давай, идти туда. Ну что? Ты поменял свое мнение. Может, стоит все-таки прислушиваться своим чувствам. У меня такое ощущение, что ты специально все это подстроил, чтобы меня соблазнить. Что такое? Это новая эпидемия какая-то? Еще кто-то начнет целоваться? Закрою отделение на карантин. Чертовой матери! Поехали домой. Мне уже полтора года снится, когда ты это говоришь. Поехали. Нет. Что? Мне Александру надо оформить. Ну, оформляем. А я домой. Приготовлю, что я прикусну. Ну что, получилось Дашку разлюбить? Ну, может быть, в следующий раз получится. Ну, давай. Успехов тебе в твоем нелегком труде. Все, Александр в КПЗ. Так что дело передаем в прокуратуру. А вы чего здесь торчите? Он мощно в дворе. А куда идти? Калесник, ты что, с похмелья? В чем дело? А у капитана Калесника экзистенциальный кризис. Ага. Значит, все-таки похмелье. Данил, ты мне это прекращай. Яна выжила. Александре много не дадут. Так что ты вполне можешь ее дождаться. Хотя твое постоянство нам всем известно. А Таня правду говорила. Хреново у тебя чувство юмора. Это да. Давай. И как это понимать? Женя, можно молочка? Конечно. Ты кушай. Сейчас принес. Только не молочка, а сок. Ты какой сок любишь? Яблочный. Сейчас приду. Здравствуйте. Как там наш? Идет на поправку. Спасибо. Доктор, скажите, а когда мы уже сможем домой поехать? Возможно, там могли бы мы продолжить лечение. Ну, вообще, я не рекомендовал бы. Но если вы настаиваете, только обещайте мне, что в случае чего вы сразу же приедете. Да, конечно, конечно. Я обещаю, в случае чего сразу сюда, к вам. Хорошо. Тогда я подготовлю выписку и подпишу тебе отказ от госпитализации. Отлично. Спасибо. Куля, мы едем домой. Девушка, добрый вечер. Будьте добры, мне букет красивых ростов. Вам для кого? Мне для жены. Ну, для жены скидка 10%. Спасибо. Сдачи, Нина. До свидания. До свидания. Ну, как ты себя чувствуешь? Не разговаривай. Сынок, как с больной. Тебе не холодно? Нет, здесь тепло. Действительно, тепло. Тема. Ты знаешь, я тут подумал, если ты остаешься, ты мне незачем ехать. А как же товар? Я отдал его боссу. Ничего, будет следующая партия. Ну, ты же знаешь, что следующей партии может быть меньше. Да мне плевать. Пойдем. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Танюш, проснись. Мельник, где те черти носят? Я сейчас ужин разогрел. Танюш, послушай. Я только что видел Ульяну. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я остановился купить цветы, выбрал букет, расплатился, повернулся и вижу, на другой стороне дороги стоит Ульяна. Кирилл, другая сторона дороги, это очень далеко. Ты ошибся. Таня, я не мог ошибиться. Я уверен. Я же тебе говорил, Уля жива. Еще, я разглядел женщину, которая с ней была. Теперь мы ее найдем. Ты куда? Домой. Как домой? У нас, наконец, появилась надежда. И ты уходишь. Ты разве не мечтаешь, чтобы все вернулось? Чтобы все стало, как раньше? Мечтаю. Но я прекрасно отдаю себе отчет, что это всего лишь мечты. Но в реальности ее нет. Таня, да посмотри же ты на меня. Ты мне не веришь? Ты думаешь, я все это выдумал? Конечно, нет. Просто ты так хочешь ее увидеть, что она мерещится тебе в каждой семилетней девочке. Прости, но я так больше не могу. Это и ты прекрасно знаешь. КОНЕЦ Аптека, вы еще работаете? Хорошо. Теперь она со мной не разговаривает и спрашивается, какого черта? Ну, слушай, Дашу можно понять. Тебе переспал с другой. Переспал? Мне же не понравилось. Конечно, не понравилось. Ты же Дашу любишь. Бодя, любовь придумали бабы, чтобы держаться на коротком поводке. Короче, надо просто выкинуть эту чушь из головы и найти себе нормальную бабу. Не убить ее, да? Дань, прости, пожалуйста, но если честно, ты дурак. Пойди извинись. Мне дает совет и ботан, у которого последний раз был секс. А когда у тебя последний раз? Бодя, у тебя вообще был секс? Был, когда с Маринкой встречался. И кто после этого идиот? Тебя баба бросила, а ты хранишь ее верность, как собачонка домашняя. Здравствуйте. Это здесь ищут пропавших? Да, заходи, пацан, рассказывай. Кто у тебя пропал? Друг. Я уже заявление написала. Прости, малый, но мы собак не ищем, мы ж полиция. Слушай, скажи, а у собаки есть чип? Просто если есть, я могу ее по навигатору пробить. Нет, папа отказался ставить чип. Гера дворняжка, я ее в парке полгода назад встретил. Нет, чип, а как же мы ее искать-то будем? Ну, тем более, она нам начальство не разрешит. А давайте я вас найму, как частного детектива. Я просто видел в кино, что детективы всегда всех находят. Понимаете, Гера мой единственный друг. И я уверена, она попала в беду. Да, может, мы что-то придумаем, а? Знаешь что, мама? Давай ты возьмешь деньги, пойдешь в магазин и купишь колбасы. Походишь вокруг дома, Гера проголодается и сама к себе прибежит. Если бы она могла... Она бы и сама пришла. Ты где была? Да. Я не спал всю ночь, я звонил тебе каждые пять минут. Ты даже на звонки не отвечала. Телефон разрядился, извини. Ну, ты могла хотя бы мне дать понять, что с тобой все в порядке? А мы с тобой не договаривались, что ты приедешь. Тем более, после нашего с тобой последнего разговора. Я была уверена, что ты спокойно спишь в своей кровати. Откуда мне было знать, что ты волнуешься? Извини, ты права. Просто я... Я очень испугался. С нашей работой все дурною в пашку лезет. Да нет, да ты меня прости. Что-то набросилось на тебя. Я была у Кирилла. Ему показалось, что он видел Ульяну. Это точно? Он не мог ошибиться? Конечно, он уверен. Когда-то Мельник был в чем-то не уверен. Мне кажется, что он теряет связь с реальностью. Он уже полтора года ищет Ульяну. Но галлюцинаций у него не было никогда. Да. Тебе нужно выпить что-нибудь горячего. Ты что, все мной еще у него была? Нет. До вечера потом. Не хотела домой идти. Просто бродила по улицам. Иди отдыхай, я принесу тебе чай. Ты только не сердись. Я приму душу, поеду на работу. Хорошо, не буду. Но чай ты все равно выпьешь. Хорошо. Какое я смешное видео нашел. Может, Дашке отправить? Жесть. Какая у нас работа важная. Сидим тут, как зависшая винда, окнами хлопаем. А вместо этого, могли бы пацану сейчас помочь. Ты опять свою шарманку завел? Дань, а может, мы Дашке позвоним, а? Если собака недалеко убежала, то Джек сможет ее найти. А как я ей позвоню, если она с вами даже не разговаривает? А давай в Пентагон позвоним, поднимем авиацию, объявим мобилизацию. У нас же собака пропала. Вообще-то мы тут людей ищем, а не животных. Да, ищем. Прям с ног сбились. Так, собака пропала часов десять назад. Ты как хочешь. А я поехал к парню, попробую ему помочь. Господин Холмс, а как вы его будете искать? Дедективным методом? Нет, просто адрес забью в навигатор. А ты продолжай смотреть ролики. Вдруг что-то смешное пропустишь. Не спеши, ты успеешь. Ну, мы обычно такими делами не занимаемся. А кто занимается? Служба безопасности? Лера! Лер, полиция приехала! О, я тебе говорил, зря прокатились. Вы нас извините, мы поедем. Подождите, как же вы так быстро приехали? Мы же только пять минут назад вас вызвали. А я что-то не понял, а зачем вы нас вызвали? Вот, собака есть, нашлась. Или у вас их две? Да при чем тут собака? У нас сын пропал! Макс. Так мы его видели сегодня, он к нам в полицию приходил. Дань, в котором часу? Где-то около восьми с рюкзаком. Да. А с чего вы решили, что он пропал? Да, потому что классный руководитель позвонила и сказала, что в школу он не приходил и домой тоже не вернулся. Ну, тогда вам придется проехать с нами, написать заявление и дать показания. Это та самая женщина, которую ты видел с Ульяной? Да. Рисунок очень приблизительный. Я не успел разглядеть ее более детально. Далеко были? Метров семьдесят, но я смотрел только на Ульяну. Алин, мне нужны люди, чтобы прочесать весь раю. Кир. Ну, при всем моем желании никак. У нас нет достаточно оснований, чтобы заново открывать дело, а без этого я не могу выделить людей. Понятно. Подожди, я готова лично после работы с тобой прочесывать улицы. К сожалению, больше ничем помочь не могу. Спасибо. Для меня это очень многое значит. Кроме тебя никто не верит, что моя дочь жива. Солнышко, а что это ты на обоих нарисовала, а? Слона и кенгуру. У нас просто стенка очень скучная. Я когда ложусь спать, смотрю на нее, и мне грустно делается. А вот у меня дома красивая стенка, вся в цветочках. Это ты про обои, да? Слушай, ну мы и здесь можем переклеить, и какие-нибудь красивые купить. Что скажешь? Давай? Тёма! Тём! Да? Слушай, мы тут с Ульяной решили, что у нас очень скучные стены. И мы хотим поклеить красивые обои. Я сейчас пойду в магазин за ними, что скажешь? Слушай, у тебя сестры-близнеца, нет? В смысле? У меня есть сестра, ты ее прекрасно знаешь. А что такое? Нет, у меня просто такое ощущение, что тебя подменили. Какие обои? А в чем проблема? Я просто никогда не видел, чтобы ты ремонтом занималась. Тёма, ну все когда-то бывает в первый раз. Но если хочешь, пойдем со мной. Будет интересно. Выберем. Да, тебе нужно проконтролировать. А то еще помидоры будешь покупать, потом их закатывать на зиму. Я бы пошел с тобой, но не могу мне встречать с боссом. Что он хочет от тебя? Ну, явно не хочет нам премию выписывать. Тёма, ты вроде ему уже все вернула. Что ему нужно? Вечером расскажу. Тёма. Прости меня, пожалуйста. Если б не я, ты бы уже был далеко. Прости. Да, все началось с того, что Гера пропала. Максим просил меня поискать, но у меня бизнес, работа. Я не могу просто так взять и не прийти. Господи, какая же я дура. Зато эта шапка вернулась. Одни проблемы от нее. А раньше Максим никогда из дома не уходил? Мог к приятелю зайти после школы или задержаться на кружке. Но он всегда отвечает на звонки. Мы с ним договаривались, если телефон разряжается или теряется, сразу домой. Но куда он утром мог деться? Все друзья его в школе. У вас обеспеченная семья. Могли украсть вашего сына ради выкупа? Да нет, никто не звонил. А враги у вас есть? Что за бред? Нет у нас никаких врагов. Лера, ну скажи им. Нет, ничего такого. Мы со всеми в хороших отношениях. Вы долго будете сидеть и копаться в нашем белье? Может, ребенка начнете искать? А мы уже ищем. Как раз с вами разговариваем, чтобы понять, где он... Брюса Виллиса, Босса. Босса сейчас так рисковать не может. Он просил тебе передать, что недавно кто-то из ментовки увидел в городе девчонку, которую вы должны были пустить в расход еще полтора года назад. Так заболели мы ее. Ни хрена вам такие проблемы. Ты мне горбатого-то не лепи. Если босс сказал, что девчонка у тебя, значит она у тебя. Ну, ваше следует... Ну, ваше следует... Ну, ваше следует... Ну, ваше следует... Ну, конечно, он спрятался от меня в туалете. А ты че такая бледная? С тобой все в порядке? Да. Может быть, отдохнешь у меня в кабинете? У нас ребенок пропал. Не до отдыха сейчас. Что, мельник опять? Да мальчик пропал. Мне надо в допросную. Подожди, возьми хотя бы воду. Она тебе пригодится. Спасибо, я, наверное, отравилась просто. Извините. Послушайте, вы со своими дурацкими протоколами просто время тянете. Я хочу поговорить с вашим начальством. Кто у вас главный? У меня есть предложение, чтобы мы перестали тянуть время, немедленно рассказывать, что вы от нас скрываете. Не знаю, какие у вас секреты, но сейчас на кону жизнь вашего ребенка. Так что решайте, что для вас важнее. Начнем с вас. У меня проблемы с бизнесом. Вернее, не с самим бизнесом, а с Димой. А Дима, это кто? Ваш партнер? Да, Дмитрий Лозинский. У нас с ним оружейный магазин, мы продаем товары для охоты. Это что за проблемы, Лер? Я почему об этом сейчас только узнаю? Несколько дней назад я обнаружила, что ведомости не сходятся. И решила сделать ревизию. Дима, вот это вот что? Пневматический пистолет. А у нас зеркало есть? Я хочу проверить, я на идиотку похожа? Я десять лет торгую оружием. Ты думаешь, я пневматический пистолет от боевого не отлечу? Послушай, давай ты успокоишься, и мы поговорим, как деловые люди. Да я вообще не хочу с тобой разговаривать, Дима! Черт тебе подери! Да ты же не только бизнес погубишь! Мы же сядем! Перестань орать! Между прочим, моя подпольная торговля держит наш бизнес на плаву. И вот эти вот крошки, если бы не эти крошки, то мы бы давно уже разорились. А можно поинтересоваться, куда ты направляешься? В полицию. Прекрасная идея. Тогда сядем вместе. Я к этому дерьму не имею никакого отношения. А вот мне интересно узнать, как ты собираешься в этом убедить судью? Вы в полицию обратились? Нет. Я испугалась. Хотела посоветоваться с адвокатом и решить, что делать дальше. Вы думаете, что Лозинский мог похитить вашего Максима, чтобы оказать на вас давление? Нет. Я так не думаю. Это заметно, Лера. Такое впечатление, что ты вообще не в состоянии думать. Надо будет пообщаться с этим Лозинским. Пацана здесь нет. В общем, чем быстрее туда свалим, тем меньше будем писать объяснителей. Сейчас свалим. Только что-то здесь не так. Ну, сейчас хозяин придет и расскажет, что именно здесь не так. Помоги. Да я вообще-то самым молчаливым опер в мире. Эти бабы с приветом. Леры под носом оружие продавали, а она только в цифрах заметила, что у нее что-то не сходится. Колесник, вы скажи мне, зачем в доме камин, если им не пользуются? Декор. А вот это элемент декора? Пацана нет, зато оружие нашли. Что дальше делать? Звони в отдел по борьбе с незаконным оборотом оружия. Вот что. Пускай теперь они разбираются. Стоять. Руки вверх. Тихо, тихо, ребята. Нервничать не надо. Мы здесь совершенно по другому поводу. Давайте отпустим оружие и спокойно поговорим. Вы что, люди-косовы? Нет. Санек, ну глянь, что у него в карманах. Похож. Блин, это менты. Где твой? Вы совсем охренели? Не вздумайте стрелять в моем доме. У меня дети через час со школы вернутся. И будут соскребать мозги папочки с пола, которые я тебе сейчас нахрен вышибу. Ты нас подставил! Да зачем мне это? Сам подумай. Я сейчас вас всех здесь шлепну, заберу стволы, а потом подумаю. Оружие на пол! Быстро! Руки за спину! Стоять бояться и деньги не прятать. Чтоб мы, колесник, с тобой совсем расслабились. Сначала подумали, а потом стволы отобрали. Папа учил. Сначала думать, потом делать. Смотри, как красиво у нас получается. Слишком много клея можешь. Нам не хватит. Ну ничего, купим еще, если не хватит. Ой, я теперь приклеюсь. Ко мне приклеишься, и мы всегда будем с тобой вместе. Чтобы навсегда нужен какой-то другой клей. Нам ведь хорошо вместе, правда? Угу. Вот когда мы к моей маме пойдем, я попрошу, чтобы ты тоже с нами жила. Вот весело будет. А когда мы к маме пойдем? А давай мы с тобой обои доклеим? Угу. Да я клянусь, что я не забирал Максима. Я его очень хорошо знаю, он с моим сыном учится. Вообще, за кого вы меня принимаете? За торговца оружием. У них, знаете ли, с моральными принципами не очень. Да я просто хотел спасти магазин от разорения. А когда пропал Максим? Сегодня утром. А, ну вот. А у меня в городе больше суток не было. И он с этим муфлонами на стрельбище ездил, мы оружие испытывали. Я даже телефон отключил, потому что серьезная сделка намечалась. Ну, вы уж извините, что мы вам сделку сорвали. Ничего страшного, я понимаю, у вас работа такая. Да. Приятными делами с великодушными людьми. Ну, что вы с ним? Закончили? Да, можете забирать. Мы, конечно, проверим Алиби Дмитрия, но похоже, что к пропаже мальчика он никакого отношения не имеет. Зато к незаконной торговле оружием очень даже имеет. Ему и за это срока хватит. А ну, пошел. Татьяна, на секундочку. Я слышал, Димка Веткин погиб. Правда, что ли? Правда. На службе? Ну, можно сказать и так. В Сенегорской, наверное, тяжело. Вот ведь. Хорошая ведь баба. А не везет ей с мужиками. Сами подождите, ты хочешь сказать, что… Ну, да. Они встречались. Даже жили вместе какое-то время. Это ж Сенегорская. Его вытащила в городское управление. Ну, год назад, когда ее повысили. А что, она не рассказывала? Нет. Смотри. Свидетель. Живой. И что теперь? Валить надо? Не надо меня валить. Я ничего про вас не скажу. Честное слово. Я всего лишь за собачкой пришел сюда. Может, не будем трогать? Он мне расскажет. Вот ты дебил. Это сейчас он божится, что не скажет. По-моему, сразу в ментовку побежит. Да он малой совсем. Кто ему поверит? Слышишь? Хорош со мной спорить. Я ему в кабину шмальну. Ну, вообще ничего понять не успеет. Но решать это не нам. А почему вы так убеждены, что Дима не похищал Макса? У него алиби. Диму арестовали? Значит, и за мной скоро придут. Дима обещал, что сядем вместе. Ну, мало ли, что он обещал. Но если вы дадите показания, то уголовное дело против вас возбуждать не будут. Господи, да главное, чтобы Макс нашелся. Все остальное ерунда. Ничего себе ерунда, Лера. Да ты всю семью под угрозу поставила. Я сколько раз тебе говорил, брось ты эту работу. Денег нам хватает. Хочешь сам и бросай. Так, постарайтесь успокоиться. У вас сейчас тяжелый период, и вы срываетесь на самых близких, это понятно. Но в такие моменты надо особенно быть вместе. И поддерживать друг друга. Лера, я с удовольствием тебя поддержу. Но признай, что ты совершенно безответственный человек. А вы, Вадим, судя по всему, очень ответственный человек и примерный семьянин, да? Да, а в чем дело? Да нет, ни в чем. Просто у вас слишком интересная переписка, как для примерного семьянина. Кирилл, проверь почту. Да у вас любовница. Более того, она от вас беременна. Срок около пяти месяцев. Так, стоп. Вы, 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 вы права не имеете. Прекратите это все, ну. А вот вы и пишете, прости, из семьи уйти не могу, пойми, у меня ребенок. Ну и так далее. Возможно, ваша любовница решила избавиться от препятствия? Любовница. Да. Я понятия не имела, что Максим пропал. Какой ужас. Вадим, конечно, сволочь, но даже он такого не заслуживает. Вам, наверное, было очень обидно, что Вадим отказался уходить от жены. Причем из-за ребенка. Знаете, может так, конечно, и не хорошо говорить, но он будет со мной. Это я точно знаю. Потому что с Максимом что-то случилось. Ой, соседи мясо жарят, а я постоянно есть хочу. Ой, а вы беременны? Знаете, я первых четыре месяца просто запах мяса на дух не переносила. Что ж наоборот? Хотите огурчик? У меня в холодильнике банка есть. Нет, я не беременна, просто неважно себя чувствую. Вернемся к разговору. Вадим сказал, что Максима не бросит. А у вас ведь тоже будет ребенок от него. Наверное, вам эта ситуация показалась несправедливой? Да. Честное слово, я не хотела, чтобы с Максимом что-то случилось. Не хотели, но что-то сделали. Почему вы так решили? Потому что вы чувствуете себя виноватой. Ой, больно, больно. Вызовите скорую, пожалуйста. Не надо. По крайней мере, ей не больно. Зрачки не расширены. Так что вы на самом деле сделали? Кирилл, ты уверен, что это не она? Уверен. Любовница Вадима к исчезновению его ребенка имеет никакого отношения. Тань, ты говорила, что она чувствует себя виноватой. Кирилл уже выяснил, она заказала колдовской ритуал на твой рот, поэтому чувствовала себя виноватой. Интересно живут люди, не то что мы. Данил, пока мы будем общаться с родителями, смотри двое. Хорошо. Ну? И у тебя еще хватило наглости обвинять меня в том, что я незабочусь о своей семье. Лера, может начнем думать о том, как Максима искать? А не будем копаться в моих прошлых грехах. Ах ты теперь о Максиме вспомнил, ну прекрасно. Уважаемые родители, может вы возьмете себя в руки и успокойтесь? Да, ну… И чем быстрее вы это сделаете, тем у нас больше шансов найти вашего сына. Не, ну опять эта дворняга с кладовки выбралась? Вам не кажется, что она как-то странно себя ведет? Да она всегда себя так ведет. Что? Нужно было брать породистого щенка с питомника, а не подбирать эту шавку с улицы? Да, конечно. Нам нужна помощь Дашу. Таня, почему вы меня биджака вызвали? Ну здесь же другая собака, к тому же сука. Вдруг он занервничал бы? Нет, Джек воспитанный пес, он не будет кидаться на каждую суку. Скажите, а Гера всегда себя так ведет? Да, но если что-то не так. Если Макс, например, забывает ей воду налить или опаздывает с прогулкой. Это футболка ребенка? Да. Не стирана? Да, точно не стирана. Ну что, поможешь нам найти своего хозяина? Ищи. Тут проблемка нарисовалась. Та сопляка-то. Но та совсем другие деньги. Хорошо. Ну что старшой сказал? А ты сам как думаешь? Валить будем. Но зато деньжат побольше будет. Это ж хорошо. А может и не надо? Ну кого-то вальнуть надо. Давай тебя. Ладно. Ладно. Сука. За трубой спрятался. Давай лезь. Делай, что хочешь. Но я Малова убивать не буду. Паша, а я так и вальну. Ладно, ладно. Полезу. Та, он сломал. Пусти меня! Галя! Пусти, что ли? А ты не пробовал? Просто извиниться. Что, сговорились? Давай уже наконец-то будем в работе думать, а не о бабах. Вот, вот и я бы. Отпусти меня! Извини, малой, ничего личного. Стоять, полиция! Лежать! Лежать, я сказал! Руки за спину. Максим, ты цел? Все довольны? Все нормально. Парень, ты им скажи, что я тебя убивать не хотел. Это все он. Подъем. Да он меня заставил. Молодец, малюк. Собаку завел. Она не человек, не предаст. Пошел. Слушай, мне философ. Только пообещай мне, что больше никогда не будешь меня так пугать. Обещаю. Максим, постарайся сегодня отдохнуть. Сынок, ну объясни, ну какого черта ты из дома сбежал, а? Ну, я понимаю, если бы ты пошел в парк или в кино, ну за город, зачем ты поехал? Ну, я же не виновата, что папа именно туда Геру отвез. Что? Ну, а что я должен был делать? Терпеть в своем доме эту сумасшедшую дворнягу? А как ты точно место нашел? Ну, как-как? Когда в полиции сказали, что Геру искать не будут, я решил сам, ну, расследовать дело. Я забрался к папе в машину и посмотрел в навигатор. Ну, там же есть история поездок. А почему ты решил, что собака не просто так пропала? Мало ли что могло случиться? Потому что папа точно знал, что Гера не вернется. Он даже позвонил в питомник и заказал нового щенка. А я другого не хочу. Так, ты большой молодец. Ты знаешь, не каждый взрослый сможет сделать такой вывод из поведения другого человека. Ты как вырастешь, приходи к нам работать. Из тебя хороший профайлер получится. До свидания. До свидания. Это все из-за тебя. Если б тебе не вперлось пацана завалить, мы бы уже далеко были. А тебе крови захотелось, садюга. Из-за меня? Да если б мы его сразу пристрелили, уж пели бы сбежать. Олень. А вы болтливые парни. Уж заодно расскажете, кого убили и почему? Ну так, конкурента же. Мы же это, лес валим. В смысле, незаконно вырубаете? В смысле, за что нам старший платит, то мы и делаем. А он нам платит за каждый кубометр. Угу. А тут какой-то хер с бугра нарисовался. И давай толкать наш лес налево. Ну и что нам нужно было делать? Ну эти вопросы не мне, это прокурору. А пацана за что увольнуть хотели? Вот здесь я врубиться не могу. Так он нас спалил, когда собаку вытаскивал свою. А мы как раз за трупом пришли. А я говорил тебе, не нужно труп забирать было. Здрасте. А если бы нас по нему вычислили? А так нас типа не вычислили. Ну ты в натуре олень. Олень? А я всех сдам. Лера! Лера! Зачем так орать? Так, Лера, ты можешь злиться на меня сколько угодно. Только если б не эта чертова собака, то никакого кошмара не было бы вообще. Мам, мы же Геру не отдадим. Так, Лера, в этом доме будет жить или я, или собака. Макс, пойди погуляй с Герой. Хорошо, только недалеко. Вадик, у меня есть прекрасное решение этой проблемы. В смысле? Ты знаешь, я многое могла бы простить. Даже измену могла бы простить. Но ты предал собственного сына. Ты отнял у него друга. Лера, ты чего? Мы же за паки просто говорим. Нет. Мы сейчас говорим о том, что Максим из-за тебя чуть не погиб. А тебе даже в голову не пришло перед ним извиниться. Да как я могу жить человеком, которому ни я, ни мой сын не доверяем? Так. Выметайся из дома и из нашей жизни. Понял? Ты чего, Лер? Хочешь, чтобы ребенок без отца рос? Даш, прости. Даш, прости. Я не хотел ее хотеть. Что за чушь? Так. Дашка. Я тебя... Я... Не могу. Я не могу. Джек, камня. Так. Татья, что с тобой? Тебя в последний раз тошнило во время беременности. Все в порядке, правда. Точно? Поехали домой. Поговорить надо. Пожалуйста, только не сейчас, хорошо? Хорошо. Давай я тебя подвезу. Нет, я на автобусе. Алло, Мариш, это я, Богдан, привет. Я так и не понял, почему ты тогда ушла? Можешь объяснить? Нет, не могу. Понял. Не объясняй. Не надо. Давай встретимся, а? Я так соскучился. Я думала, ты обо мне уже забыл. У тебя же явно кто-то новый появился. Нет, нет, чего? Никто не появился. Я только о тебе и думаю. Марин, давай встретимся. Артем, посмотри, мы почти всю комнату отремонтировали. И мы молодцы. Так, сядь на место. Оль, папа, наверное, ждал? Он мне не папа. Нужно поговорить, иди сюда. Сейчас приду. Босс знает про девчонку. И что нам теперь делать? А у нас есть выбор. Привет. Привет. Олег, извини меня, пожалуйста. Только не обижайся, ну, поезжай домой. Мне очень надо побыть одной. Ну, конечно. Я приготовил ужин. Разогрей. И еще у меня для тебя подарок. Хочешь, используй, а хочешь, выпрось. Пока. Пока. Вера, ты поможешь? Кошелек, я, кажется, на кассе забыла. Там документы, ключи. Я пойду, вдруг не украли еще. Не волнуйся, не надо. Я схожу. Загружай пока, загружай. Эй! Куда? Куда? Стой! Стой! Твою мать! Алло, полиция. Мою жену похитили. Простите, пожалуйста, вы не видели вот эту женщину и вот эту девочку? Я не видела. Вы посмотрите, пожалуйста, внимательно. Да не видела я. Я прошу прощения, вы не видели вот эту девочку и вот эту женщину? Да нет, вроде. А что случилось? Вот эта женщина похитила ребенка. Вот эту девочку. Извини, мужик. Да вам в полицию надо. Я сам в полицию. Пошли отсюда, стреляйте. Ага. Да. Мельник, ты на работу собираешься? У нас женщина пропала. Понял. Заеду. Ты что, это Борисович заделал все? Что? Ничего. А это твоя взломщица? Блин. Наш мальчишка в мужичка превращается, да? Пойдешь на свидание? Нет, не пойду. Неправильный ответ. Женщинам бежать нельзя. Так. Круги убери. Да. Так, я сказал. Ну. Все. Жесть. Я тебя убью. Не убьешь. Во-первых, у тебя еще убивалка не выросла. А во-вторых, ты мне потом еще спасибо скажешь. Нет, не скажу. Мы с Маринкой сегодня встречаемся. Она наконец-то ответила. Данила, давай запросы. У нас новое дело. Богдан, вот информация по пропавшей ее мужу. Ну, как обычно, все, что сможешь. Окей. И вот еще. Будет время, прогони этот рисунок по системе распознавания. Кирилл, но это же рисунок. Это не фотография, даже не фоторобот. Система так не работает. Система не работает, а ты справишься. В конце концов, кто из нас гений? Всегда, всегда этого боялся. Как чувствую? У нее были недоброжелатели? Угрозы какие-нибудь поступали? Да нет, просто... Просто я очень люблю Веру, и я всегда очень боялся, что я могу ее потерять. Мне даже снится постоянно стало, что я ее теряю. А подруги у нее есть? Не знаю. Не особо. То есть родных нет. Подруг не особо. Супруга в вашем день работала, соответственно, коллег тоже нет. Кто же у нее есть? У нее есть я. А у меня есть она. Вы не понимаете, ну так бывает, действительно. Людям, кроме друг друга, больше никто не нужен. Дайте угадаю, хобби у нее тоже нет, она целыми днями сидит возле окошка и ждет вас. Да нет, есть у нее хобби. В группу свою ходил. А что за группа? Духовное развитие. Ну, тренинги разные. А чем именно они там занимались? Духовное развитие. 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 И что вы здесь занимаетесь? Да много чем. Йога, китайская медицина, философия. Религия. Неужели похоже, что у нас здесь религиозная секта? Ну, вообще-то, Вера Соколова пропала. А вы семеетесь. Да, простите. Нет, у нас здесь не религиозная секта и вообще не секта. Мы просто собираемся, потому что здесь хорошо. А вы нас подозреваете или мужа Веры? А почему вы спрашиваете о муже? Ну, если с женщиной что-то случается, всегда мужа подозревают. Ее похитили с парковки супермаркета. Муж бежал за машиной похитителя. Это зафиксировали видеокамеры. Поэтому муж чист. Значит, вы подозреваете нас. Я просто задаю вопросы. У Веры не было ни родственников, ни подруг. Мы вообще ничего о ней не знаем. Дамы, я очень прошу, помогите мне. У Веры были подруги? Нет, ну, мы с ней не дружили. Общались, конечно, но Вера с нами не откровенничала. А с кем Вера откровенничала? Да не с кем. Ну, разве что с Матвеем. Вы сказали, у вас женский клуб. Да. Я могу на многое поспорить. На свою зарплату. Что Матвей, это не женское имя. А Матвей не член этого клуба. Он его создатель. Нет, я не сплю с женщинами своего клуба. Мы вас об этом не спрашивали. Но хотели спросить. Вы экстрасенс? Нет, я просто психолог. Мы не устраиваем здесь оргии, не принимаем наркотики или что-то подобное. Я просто помогаю тому, кому нужна помощь. Какого рода помощь? Обычно это просто поговорить. Или просто пожалеть. Или просто молча выслушать. Я всегда чувствую, если с женщиной что-то не так. Неужели? Вам тоже нужна помощь. Впрочем, мы пока еще не готовы ее принять. Как интересно. Расскажите поподробнее. Ну, у вас есть партнер. Но вы с ним не счастливы. Смелый вывод. Простой вывод. Ваш интерес ко мне, очевидно, чисто профессиональный. Хотя я не урод, не женат и вполне подхожу вам по возрасту. Но вы на меня ни одного оценивающего взгляда не бросили. Значит, партнер у вас есть. А несчастливого с ним... Это уже сложнее объяснить. Скажем так, вы... Не светитесь. Расскажите нам о Вере. Хорошая, добрая девушка. Мечтала о ребенке. Извините, я правда ничем не могу вам помочь. А вы не знаете, где Вера сейчас? Вы же парафайнер, верно, коллега? Так вот, даю вам слово. Я бы ни в коем случае не причинил Вере вред. Субтитры сделал DimaTorzok Тёма, что ты делаешь? Убери пистолет. Убери пистолет. Что ты на меня так смотришь? Я ищу выход. Я его найду. Я найду его. Мини вон нашел? Неа. Номера были скручены. Ни у Матвея, ни у мужа пропавшей, ни у одной из женщин из клуба такой машины нет. Я проверил дорожные камеры. Автомобиль выехал на шоссе и поехал в восточном направлении 40 километров. Еще через 10 на камере машины уже не было. И чему мы радуемся? Да помолчи ты, Халк. На этом отрезке с шоссе есть съезд в деревню Алексеевка. Там есть дом, который записан, угадайте, на кого? А может, там еще кроссворды разгадать, а? Богдан, давай короче. Который записан на некую Маргариту Федоровну Самойлову. 1902 года рождения. Самойлов? Это фамилия Матвея. А этот женский гуру все-таки соврал. А я и не заметила. Поехали. Ты все еще боишься? Балит? Мне очень жаль, Вера. Отошел от нее! Мы что, уезжаем? Да, собираю вещи. Мы не можем уезжать, мы только ремонт сделали. Ну ничего, сделаем и в другом месте. А куда мы едем? Ненадолго? А, я поняла. Мы едем к маме и папе, да? Ты мне не говори, чтобы был сюрприз? Да хватит уже, дай нормально собраться. Ульяш, прости меня, пожалуйста, я не должна была ругаться. Просто нам нужно срочно отсюда уехать, здесь очень опасно. Ну, у нас же есть Артем. А ты всегда говорила, что Артем нас от любой опасности защитит. Да, только не в этот раз. Он уехал. Как мои родители? Он через пару дней вернется. А пока мы должны отсюда уйти. Хорошо? Бери свои игрушки, пойдем. Вера, Вера. Все хорошо, я рядом. Ну, мы можем ехать домой? Чуть позже. Веру надо показать эксперту. У нее следы побоев. Он что, тебя бил? Послушайте, ну, отпустите нас, пожалуйста. Я еще раз повторяю, нам нужны данные экспертизы. Вам поможет это на суде? В каком суде? Вы же, вы же его пристрелили. Вы нам поможете? А мне все равно. Слушайте, ну, хорошо. Сейчас отвезу я ее на экспертизу, потом вы нас отпустите. Хорошо? Ну, хорошо. Пойдем. Пойдем. Все, 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 прошло, прошло. Пойдем. Ты сказала, что этот женский психотерапевт не склонен к насилию. Так вот, ты ошиблась. Ты с Ульяной ошибаешься. Я действительно ее увидел. Что бы я ни слышала, больше этого никогда. Ребят, бегом сюда, у нас тут джиг-бот. Круто, да? Все вещи разного размера. Еще одна жертва? Дадим Богдану. Пускай пробьет. Зачем выключил? Так мы же женщину уже нашли. Это из дома похитителя. Установи личность. Возможно, это еще одна жертва. Пара минут. Лаври на слове. Звони в больницу, наш маньяк дрыхнет после операции. Выживет? Говорят, что вряд ли, да и хрен с ним. Ты все правильно сделал. Надеюсь. Ну, я же сказал пару минут. Полина Хмельницкая. Пропала больше года назад. Вот ее дело. Да и типичный висяк. Странно, совсем другой типаж. Не похоже, наверное. А должна быть похожа? Если мы предполагаем, что наш психолог маньяк, то у женщин должно быть что-то общее. Почему он выбрал именно их? Потому что он маньяк, а маньяки неадекватные. Мало ли, может, он по голосу или размеры ноги выбирает. Что будем делать? Домой пойдем. Утром вечером двини. До завтра. Кирилл, я прогнал твой рисунок через программу. Ты же понимаешь, что рисунок. Там скулы, нос. Все это очень приблизительно. Совпадений сколько? Плюс-минус восемь тысяч вариантов. Все? Все? Ну, все, солнышко. Все, все, все. Не болит? Все нормально? Как голова? Не болит? Не кружится? Ну? Нормально? Ну? Все хорошо, Стас. Ну, слава богу. Все, все, все. Скоро поим домой. Все будет хорошо. Мальчик, из тебя скоро патока потечет. И у меня пол липким будет. Вы тут всем хамите или только мне? Я? Даже не начинала еще. Суфь Борисовна, закончили? Угу. Вера, вы как? Ну что, вы узнали, кто он такой? Следствие еще не закончено. Я не могу это обсуждать. Слушайте, ну я-то должен знать. Да, я понимаю. Ну, не могу. Вера, вам нужно обратиться к психотерапевту. Даже если вам кажется, это лишним. Стресс такой силы мало кто переживает без последствий. Мне не нужен психотерапевт. Спасибо. Да иди уже. Странно, да? Да. Вера не плачет, не радуется, что ее спасли. Вообще никаких эмоций не проявляет. Видимо, у нее сильный шок. Надо ей как-то помочь. Суфь Борисовна, может, чаю? Ой, Танюш, не могу. Мне дочка своих спиногрызов подкинула. Давно уже пора принять закон о защите работающих бабушек от малолетних в Новокрус. А знаешь что? Спиногрызы подождут. Давай, вправду, чайку попьем. А где мы ночевать будем? В поезде. Любишь поезда? Я очень люблю. Садишься в немой, как будто едешь на встречу в новом приключении. Ой, я забыла ее! Что забыла? Свою игрушку. Давай вернемся. Солнышко, я тебе новую куплю. Новую, это не то. А то ее мне папа купил. Ульяш. Так. Ладно, давай. Садись сюда. Я быстро пойду, возьму и приду. Хорошо? Обещай мне, что ты отсюда никуда не уйдешь. Обещаешь? Обещаю. Все, я очень быстро. Поняла меня? Давай. Ты уже думал, как будем искать? Начнем с того района, где я их видел. Буду прочесывать каждый двор, опрашивать людей. Не буду, а будем. Я же не просто так с тобой поехала. Знаю. Ты не должна, и я это очень ценю. Да, Богдан, говори. Кажется, или нашел адрес. Ты уверен? Спасибо, Богдан. Она засветилась именно в том районе, где я видел ее с Ульяной. Богдан даже адрес примерный назвал. Это может быть не она. Может. Но я должен проверить. Мы должны проверить. Спасибо. Спасибо. Простите, пожалуйста, вы здесь живете? Добрый вечер. А вы не видели случайно вот эту женщину и ребенка? Мы из полиции. Ну, так бы сразу и сказали. Да, живет такая. С мужем вроде и с ребеночком. А что, они что натворили? А где именно живут? Первый подъезд, второй этаж, дверь налево от лестницы. Большое спасибо, вы очень помогли. Издавай потом квартиру неизвестно кому. Черт, я тебя прошу, успокойся, ты можешь просто распадение. Я сейчас позвоню, получу ордер. Пусть я тебя умоляю. Совершенно успокоен. Где Ульяна? Уберите руки! Идиот! Твою мать! Ой, что-то я разнервничалась, а мне нервничать нельзя. У меня давление, холестерин и морщины. Тебе тоже нельзя нервничать, но тебе и коньяк нельзя. Пока еще не факт. Ну вот, сделаешь тест, тогда и налью. Если, конечно, отрицательным будет. Сама не знаю, что со мной происходит. Понятно, что надо сделать тест. Знать всегда лучше, чем не знать. Танюш, ты меня прости, если я что-то не то спрашиваю. Но почему ты боишься? Может, тебе станет легче, если родишь. Конечно, Ульяну никем заменить нельзя. Но у тебя новый смысл в жизни появится. А если нет? Поверь, старой, мудрой черепахе, этих чертовых детей ты начинаешь любить сразу. Даже если ты их не хотел, и они тебя бесят. чертовой физиологии. Да я как-то даже представить не могу. Я, ребенок, Элик. Вот. Вот тут собака и порылась. А если бы ты залетела от Мельника, то давно уже бы вышла из туалета, помахивая тестом. И скажи, что я не права. Вы не правы. Я не могу с Мельника. Слишком больно. Никто и ничего. Соседи толком не знают, то ли она, то ли не она, то ли был ребенок, то ли не было. Всем на всех наплевать. Я тут осмотрелась по верхам. Детские вещи есть. ДНК, правда, не собрать. Они стиранные. Но я ребят пришлю, пусть пальчики снимут. Неофициально. Нам нужен ресурс. Алина официальный. Я тебя очень прошу. Прости, я не могу пока. У нас же ничего нет. Только твой рисунок, но... Ну, они не поверят мне. Скажут, опять с катушек съехал. Хорошо, я поставлю человека возле квартиры, если кто-нибудь вернется. Они не вернутся, Алина. Они поняли, что мы их нашли. Они не вернутся. Надо, наверное, Таню все рассказать. Таню все равно мне не поверят. Алина, я тебя очень прошу. Помоги мне. Конечно, Кир. Уля. Улечка. Солнышко, с тобой все в порядке? А где ее? Вот. Твою мать. Твою мать. Солнышко. Утренняя гимнастика, Кирилл. Я когда искал женщину по твоему рисунку, то код написал. Он ключевые точки на лице определяет опционально. Короче, не вникай. Я прогнал фотку второй пропавшей через новый плагин. Смотри, что получилось. Вот это проходило через архив, как Полина Хмельницкая. А эту барышню зовут Ксения Лагода. И проживает она тоже в нашем городе. На лица действительно очень похожи. Но может все-таки совпадение, мало ли. Ну так поедь и проверь. Разрешите выполнять? Выполняйте. Есть. Данные сбрасываю на телефон. О, капитан! Я думал, ты с женой без грозы сидишь. Так я и сижу. Я просто хотел знать, готова ли экспертиза. Позвонил, а меня послали. Наши могут. А зачем тебе это? Его знатно подстрелили, он вряд ли до суда дотянет. Да лучше бы дотянул. Я хочу сам его придушить. Понимаю, но не советую. Настюрь мой так переполнен. Знаешь, А ты, Лопуха, у тебя под носом мужик создал бабский клуб, а ты ничего не заметил. Валерий, зайдешь к нам? Ладно, Лопуха, иди домой, забудь себя о жене. Если будет что-то важное, у них сообщение. Колесник, погнали. Куда? По дороге расскажу. Я не люблю тайны, я книги даже с концепта читаю. Ну и какую последнюю книгу ты прочитал? Уголовный кодекс. Ну же неплохо. Я не знаю, кто такая Полина Хмельницкая. А так? Ну, похоже немного. Но ее я не знаю. Уважаемая, ну хватит уже заливать. Я не вру. Это какая-то ошибка. Ну, бывают же двойники. Вот мой двойник. Двойник. Я не знаю, почему вы скрываете свое имя, зачем покрываете Матвея и каким образом вам удалось спастись. Веру мы тоже спасли. Кстати, чудом успели. Вы помните Веру? В каком смысле мы ее спасли? Вы ее что? Вернули Боже? Ну да. Софья Борисовна, здравствуйте. Ты вовремя. Я тебе как раз заключение готовлю. Есть что-то интересное? Еще как есть. Но ты мне сначала скажи, что ты сделала. Сделала. Ясно. Значит, коньяк тебе нельзя. Ну ладно. Не буду тебя поздравлять, раз такое дело. Держи заключение, тебе понравится. так что все эти чаи и йога было просто прикрытие. Так мы объясняли мужьям, куда мы идем. А поскольку клуб женский, то они нас отпускали без проблем. Почти без проблем. То есть, это была анонимная группа поддержки жертв домашнего насилия? Когда Матвей понимал, что ситуация выходит из-под контроля, а полиция не чешется, он помогал женщине исчезнуть. Делал документы, учил, как изменить внешность, жильем помогал. Именно со мной все так и было. Софья Борисовна, тут, наверное, ошибка. Вы пишете, что синяки двухдневной, трехдневной давности. Но это невозможно. Веру похитили только вчера вечером. Ой, деточка, ты знаешь, сколько я в своей жизни синякова видела? Ну, я же говорила, тебе понравится. Черт. Старин, надо успокойся, он жив. Пока. Муж Веры, уже зверь. Я снова знала, что Вера хотела сбежать. А Матвей ей помогал. Твою мать. Ну, он знал. Он просто с утра приперся, а я ему ляпнул с дуру. Я же не знал, что он не в курсе, кто похититель. Колесник. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Да мы уже в курсе. Твою мать. Привет. Ну, как ты? Как ты? Все хорошо, Стас. Хоть главное не волнуйся. Ну, как же мне не волноваться, сводочка? Ты что? Неизвестный мужик, тебя похищает, держит неизвестно где. Стас. Ты что, страшно было, да? Стас. Страшно? Страшно было, да? Страшно тебя было? Стас, за что? Ты не страшна. Нет, пожалуйста. Ты неблагодарный отряд. Я для тебя все делаю. Стас, я для тебя все делаю. Я тебя одеваю, я тебя кормлю. А ты что? Ты сбежать от меня решила? Да, бедня. Что? О, плачешь, плачешь, да? По любовнику своему плачешь. А его пристрелили. Пристрелили его. И по делам. Да, пожалуйста, не надо, пожалуйста. А, не надо. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вера, иди домой. Домой верни, слышишь? Вера! Таня, останься. Мы сейчас его задержим, а ты займешься женщиной. Смотрите. Похоже, я тебе перегожусь. Данила, дежурь здесь. Вера, стой, стой, стой. Отойди, не дури. Отойди от края, я сказал. Отойди, быстро. иди сюда. Я так больше не могу, Стас. Можешь, еще как можешь. Иди сюда. Стой. Стой. Не надо. Слышишь? Вера, ну, прости, я, я просто рассердился, понимаешь? Ну, прости меня, пожалуйста. Я, я без тебя не могу, слышишь? Я, ну, я изменюсь. Я тебя больше пальцем не трону, ну, честно. Правда. Я тебе не верю. Ну, правда. Я люблю тебя. Иди сюда. Стоять, полиция. Так, это наше с женой личное дело. Мы вас не вызывали. Уходите. Иди сюда. Я сказал, мы сами разберемся. Руки за... судье будешь рассказывать, как ты с женой разбираешься. Вера, дай мне руку. Все закончилось. Нет, не закончилось. Его уже арестовывали и опять выпускали. Даже дело не заводили. Не на этот раз. Сейчас все будет по-другому. Не будет. Он вернется и все начнется сначала. Есть только одно место, откуда он не сможет меня достать. Прыгнуть ты всегда успеешь. Я знаю, что ты чувствуешь. Иногда все выглядит беспросветно. И кажется, что надежды никакой нет. И жить дальше невозможно. И иногда это и есть правда. Тогда зачем это все? Я не знаю. Может быть, ради Матвея? Не смейте говорить про Матвея. Это... вы в него стреляли. Вера... Да, он хотел изменить тебе прическу, а со стороны это выглядело, как будто он хочет перерезать тебе корму. Мы просто ошиблись. Да, мы ошиблись. Если ты сейчас прыгнешь, все его жертвы будут бессмысленны. Вера, дай мне руку. Я обещаю тебе, он больше никогда тебя не тронет. Изра! Изра! Идиотка! Она на крышу полезла, а он за нее и упал. А где твой язык был, когда муж ее избивал, Да что? Да что такое? А кто знал? Сказки мне не рассказывай. Вот почему-то я уверен, что весь дом об этом знал. Так дело семейное. Так что, вмешиваться должен? Ну вот сейчас самое время не вмешиваться, ясно? Разошлись все. Домой дед пошел. Офицер! Здравствуйте. А вы подруга Веры? Нет-нет. Просто я однажды их видела с Верой на улице. Не знаю, о чем они разговаривали, но выглядела она испуганной. Если бы я тогда знала, что он такой псих, то что? Ну, даже не знаю. Хорошо, что вы вмешались. Побольше бы таких мужчин. Мир стал бы гораздо лучше. Понятное дело. Приятно встретить такую девушку, которая понимает. Может, кофе? я больше не пью кофе. Я больше не пью кофе. Таня, как ты? Мы двое суток не виделись. Я уже с ней соскучился. Да, я видела твои пораспущенные. Собиралась перезвонить. Извини, я замуталась еще. Есть новости? Нет. Новостей нет. Вера в больнице полежит несколько дней. восстанавливает здоровье. Я ее в программу реабилитации для жертв насилия записала. Ей помог. Ты ни в чем не виноват. Я выстрелил в невиновного. Ты действовал по протоколу. Ты был уверен, что ей угрожает опасность. Да, но это меня не оправдывает. Прости. Я беременна. Жень, а почему мы никуда не едем? Потому что у нас нет денег. Почему мы не можем поехать домой? Оля, у нас теперь едва нет. Не переживай. Мы что-то придумаем. Тебе сейчас обязательно нужно поспать. Что, здесь? Ничего нет. Попробуем, давай. Давай. Почти как кровать дома. О, сейчас подожди. Вот так. Сейчас. Оп, оп, оп. Ну как? Бывало лучше. Ах ты ж. Слушай, этих женщин не поймешь. Ну, договаривались же встретиться. Ну как так? А она не пришла. Может мне к ней домой сходить, а? Кир, как думаешь? Кирилл, все в порядке? Что-то случилось? Я понимаю, почему Вера хотела прыгнуть. Иногда хочется, чтобы все прекратилось. А каким образом? Это уже не важно. Я звонил в клинику. Кстати, психолог жить будет. Говорят, что кризис миновал. Он даже очнулся. В себя пришел. Это хорошо. Таня, это Богдан, да. Ты Кириллу позвони. С ним что-то происходит. Ну, вот так всегда. Только поляну накроешь. Сразу гости появляются. Деду иду. Иду. Поехали. Привет. Кира, прости, я волновалась. Ты трубку не берешь, я решила переехать проверить, ты в порядке? Хочу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мария, ну вот это нечестно. Ну объясни, что я опять сделаю. Уходи. Ну вот откроешь, поговорим и тогда уйду. Надеюсь, ты не поменял замки. Кир, что-то не так? Все хорошо. Девушка, перелезьте обратно. Ты чего на нее орешь? Не хватало, чтобы от твоего крика она в ней стяганула. Камень. Где же этот камень? Девушка, поговорите со мной. Давайте вместе подумаем, как вам помочь. Не надо себе вредить. Что вы, я не собираюсь себе вредить. Вот и умница. Я подойду, хорошо? Я просто очень хочу пить. Что ты стоишь, как истукан? Помоги! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ты готова? Ну, смотря к чему. Ну, например, к поездке на работу. Я тебе кофе купил. Может быть, это поднимет настроение. Спасибо. Сейчас я приду в себя. Тебе плохо? Что-то неважно себя чувствую. Тебе ванна не нужна? Нет. Я руки сполосну и поедем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро Привет Ты сегодня так рано ушла И я еще спал Даже и поговорить как-то толком Не успели Мне не хотелось, чтобы мы Оба себя неловко чувствовали Алина, ты прости Я вчера Перебрал прилично Я не соображал, что делать Ты жалеешь о том, что произошло? Алина, давай поговорим Давай Ты знаешь, как я к тебе отношусь Ты мой единственный друг Только друг? Я не готов к серьезным отношениям Прости Ну ничего страшного Не готов Пусть будут несерьезные Слушайте, я сейчас такое виновата В выражении лица Как бы ты меня как минимум убил Давай просто вечером Поужинаем, поговорим обо всем Ужин это для тебя достаточно Несерьезно? Можно у меня Давай лучше в ресторане Прости Да Хорошо, я понял Новое дело Ну тогда до вечера Ну тогда до вечера Здорово Привет Всю ночь лимон ожирал? Чего морда такая кислая? Да погоди-то Я назначаю свидание девушке из чата А лицо как будто на похороны собираешься Так я и хороню Свои надежды на счастливое будущее с Маринкой И правильно делаешь Вот ты знаешь Я с утра проснулся и понял Что больше не тоскую подашке А давай сегодня вечером в бар пойдем Отметим нашу свободу от баб Правильно Зачем выяснять отношения Если можно просто завести другую женщину Молодцы Таня Ты вообще-то психолог Должна понимать До начала рабочего дня пять минут Так что извини Пока не могу ничего предложить Кроме ненависти ко всему живому Кстати, Адаш Я сейчас подходила к управлению Видела, она с парнем обнимается Кстати, симпатичный Хорошо, что она тебе безразлична А ты че живешь? Вот это твоя интернет-подруга На самом деле Толстая Вонючая Дальнобойщая Понял? Че сразу толстая Всем доброе утро У нас новое дело Кто пропал? Никто В больницу привезли девушку с амнезией Наша задача установить ее личность Тань, поехали в больницу А нам что делать? А вам Ожидать дальнейших распоряжений И она Недальнобойщик Женя, мы все долго будем жить на вокзале? А мы здесь не живем Просто поезда ждем А он скоро приедет? Оля Думаю, что скоро Я не знаю Женя, мы на нем к маме и папе поедем А то ты все обещаешь и обещаешь А мы никак не едем Слушай Давай ты почистишь зубки А потом мы с тобой поговорим Я пока в туалет схожу Девочка А кто эта тетя? Я с ней живу А где же твоя мама? Я не знаю Тебе чего нужно? Пошла отсюда Да, Оля Поехали отсюда Давай, держи Давай Пошли Машка Ты зачем опять иголку выдернула? Не делай так больше Нельзя Вы ее пугаете Постарайтесь, пожалуйста, говорить с ней только тихим голосом Я тоже не люблю иголы Но они очень нужны, чтобы тебе было лучше Как только ты выздоровеешь Эту иголку уберут Я тебе обещаю Договорились? Договорились Ловко это у вас получается Не скажешь, что вы из полиции Скажите, а психиатр был? Да, еще ночью Прописал два кубика левом про мизина Внутримышечно А почему вы ее Машкой назвали? Она вспомнила свое имя? Да нет, ну, надо же ее как-то называть Она очень на сестру мою похожа Она Машу Угу Ты что-нибудь помнишь, как ты оказалась в парке? Парок Точно, парок Я... Я шла Потом Вижу, мне за водой течет Мне так пить хочется Нет, дождя мне нельзя Мне не все Почему? Это хорошая вода Минеральная Хорошо Что ты видела по дороге? Жирафов Слонов И Качели Детская площадка Да Там еще Пакеты Большие пакеты Для мусора стояли Пакеты Субтитры сделал DimaTorzok и камень. Где же этот камень? Ты споткнулась? Ушиблась? Где же камень? Давай руки вымоем. Сейчас. Это что за самодеятельность? Ты что, врач, что ли? Ты хочешь, чтобы я перед тобой за каждое действие отчитывалась? Я хочу тебе напомнить, что я руководитель отдела, в котором ты работаешь. Так что будь добра докладывать о всех своих действиях. Кирилл Викторович, докладываю. Похоже, что у нее травмы, связанные с водой. И сейчас я хочу понять, она только пить боится? Или у нее в целом вода боязнь? Разрешите выполнять? Выполняйте, Татьяна Александровна. Давай, не бойся. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Аккуратненько. Давай. Аккуратненько. Идем. Аккуратненько. Не бойся. Давай помой. Что? Вода горячая, что? Ну что? Бодя, я прошу тебя не Пентагон взломать, а пробить этого типа, с которым целовалась Дашка. Да как же я его пробью, если я его никогда не видел? Тогда найди всех лосей, которые вокруг нее топтались. Дань, Дашка девка красивая. Это может быть любой мужик в городе. И не один. Богдан. Вообще-то у меня пистолет в руках, поэтому не зли меня, Богдан. Личность мы пока не установили. Мы вообще про нее ничего не знаем. Кроме того, что у нее на пальце было кольцо. А бручальная? А чего ж ты там муж не разыскивает? Да понятия не имею. Может, они поссорились. Еще она все время бормочет про какой-то камень и трет руку. А Таня что говорит? Вы сам ее и спроси. Кирилл, а камень никак не связан с кольцом? Я просто люблю в квесты играть. И там всегда два предмета, их нужно связать. Малыш, это не игра, поэтому объясни по-человечески. Может быть, она не замужем, а просто помолвлена. Тогда кольцо должно быть с камешком. Я такой Маринке хотел подарить. А может быть, она украла алмаз английской короны, и ее теперь выследили МИ-6 и лишили памяти. Парни, мы долго будем на кофейной гуще гадать, а? Кроме этой гучи у нас ничего нет. А если она была обручена, то у нас появляется хоть какой-то шанс, хоть что-то найти в фамилии, имя жениха. За нее пробей ЗАГСа. Сразу вовсе? Ты вообще знаешь, сколько их? Вот ты мне потом и расскажешь. Богдан, а ты поищи в соцсетях девушку, которая замуж собиралась. Выполнять. Вот где справедливость? Идея его, а по ЗАГСам бегать мне. Я вообще от одного это слово. ЗАГС. Мурашки по коже бегают. А мне всего лишь проверить всех помолвленных по статусам в социальных сетях. И пробей профиль Дашки. Ну вот сам зайди и пробей. А может, она что-то скрывает? Ну где, в интернете? Скажи, а можно взломать ее телефон и узнать всех, кому она звонила? Мне одному кажется, что это неэтично. А тебе важнее мужская дружба или вот эта вот этика? Мужчина, я понимаю, что вы из полиции, но у меня рабочий день закончился. Приходите завтра. Мадемуазель, ну жальтесь надо мной, я прошу вас. Я пять ЗАГСов сегодня обошел, мне год кошмара снится будут. Мне же нужно всего лишь пакет документов людей, которые подавали заявление. Мужчина, а мне нужны бриллиантовые серьги, которые я сегодня видела на невесте. И что? Мужчина, приходите завтра, моя сменщица выдаст вам все документы. Сменщица, да? Угу. Какая жалость. Я так хотел еще раз вас увидеть. В кафе сходить, по парку прогуляться. Ну, увы, сегодня не мой день. Ну, так вы приглашаете, а может я и соглашусь. И опять увы. Если я документы не принесу, начальство меня вряд ли отпустит. Что, всю ночь придется работать? Ну да, к столу прикуют. Вы, наверное, думаете, что у нас наручники для преступников, да? Нет, для таких несчастных людей, как я. А вы смешной. Вот, держите мой номер телефона. А я поищу документы, которые вас интересуют. Здравствуйте. А я ищу... Аня, Анечка, Анечка, привет. Привет, наконец-то. Я тебя нашел. Так, вы кто? Я? Анечка, я, я, я Тарас. Я Тарас, муж будущий. Это же Аня, моя Анечка. Так, тебя действительно зовут Аня? Я, я Тарас. Ты... Так, хорошо, у вас есть какие-то доказательства, документы, что вы знакомы. Так, какие... Малыши. Фотографии. На телефоне есть. Сейчас. Вот, листайте. Родная моя, я рядом. Ты все вспомнишь. Я тебе помогу. Все будет хорошо. Верь мне. Тарас, можно на минуточку? Тарас, Аня пережила сильный шок. У нее ретроградная амнезия. В таких случаях память возвращается постепенно. Ну, сам понимаешь, конкретно ничего сказать нельзя, наверняка. Сейчас она принимает очень серьезные сетативные препараты. Ей нужно поспать. Ты тоже лучше отдохни, поезжай домой. А завтра приходи. Алло, Кирилл. Ну, в общем, нашел я нашу пропавшую. Анна Леонидовна Ткачук, 95-го года рождения. Молодец, мы уже в курсе. В смысле? А она раньше не могла вспомнить, чтобы я по ЗАГСам не бегал? Да ничего она не вспомнила. Жених появился. Ее фотографию по телевизору увидел. Мне это нравится. Сначала, Данилов, иди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю, что. А потом это нафиг никому не надо. Колесник, я тебя от каких-то важных дел оторваю. Или, может быть, ты к Бабичу хочешь вернуться? Так я никого не держу. Алло, майор, а ты че психуешь? Что случилось? Ладно, проехали. Мне нравится моя работа. Ну что, дело закрыто. Кто нам и выяснили. Остальное дело врачей. Да. Наверное. Тебя что-то беспокоит? Думаешь, нам рано уезжать? Да чертов знает. Что-то тут есть странное. Тебе не кажется? Парень этот Тарас говорит, что они любили друг друга. Но он ее очень любит. Ты бы видел, как он на нее смотрел. А замуж она собиралась от другого. Ну так бывает. Измена пока что не внесена в уголовный кодекс. К сожалению. То есть я тебе что, изменил? А нечего, что ты сама со мною развелась? А теперь еще беременна от Бабича. Тихо, тихо. Не надо нервничать. Тут человек спит. Ну ладно, ты права. Дело действительно надо закрывать. Пускай сама разбирается со своим Тарасом и со своим Костей. Костя. 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 Помогите. Я вас очень прошу, помогите, пожалуйста. Помогите ему. Я вас очень прошу, помогите. Тихо. Дыши. Дыши глубже. Вот так. Вот так. Хорошо. Вот так. Молодец. Смотри на меня. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Это нужно, чтобы помочь Косте. Закрой глаза. Дыши. Продолжай контролировать дыхание. Где Костя? Что ты видишь вокруг? Постарайся вспомнить запахи. Звуки. Цвета. Все детали. Это я его убила. Это я убила его. Костю? А ты помнишь, что было до этого? Он тебя напугал? Он тебя обидел? Я не помню. Но он не мог меня обидеть. Это я убила его. Это я убила его. Я Костю. Убила я. Все, все, все. Все, все. Все, все. Убила. Я его убила. Что будем делать? Труп искать. Я Колеснику позвоню. Я не понимаю, почему вы закрыли служебное расследование по делу Мельника. Он же чуть не убил человека. Олег Сергеевич, у меня такое впечатление, что вы пришли сюда учить меня делать мою работу. Алина Дмитриевна, мне кажется, что вы вообще не выполняете свою работу. Но я вас понимаю, вами руководят эмоции. Ну, так это же вам на руку. Если я не справлюсь, меня снимут. Место освободится, вы на него давно мечете. Нет, я просто не могу понять, почему вы так его защищаете. Ну, а вы бы Таню не защищали в такой ситуации? Таня моя женщина. И мы вместе с ней живем. А Мельник вам кто? Майор, вы забываетесь. Алина Дмитриевна, а у нас за последние дни есть неопознанные трупы? Пока нет. Но если майор Бабич не покинет мой кабинет, вполне вероятно, что появится. А зачем вам трупы, Колесник? Да к нашей девушке с Амезии память вернулась. Так она вспомнила, что кого-то убила. Доброе утро. А где Аня? Машка, что ли? Так ее еще ночью арестовали. И увезли. С какого перепуга ты забрал мое дело? Какое сегодня число? Акда восьмое. Бабич, с огнем играешь. Ты проходи, садись. Ты мне совершенно не мешаешь. А вот так мешаю? Чего ты от меня хочешь? Дело перешло ко мне. Ты должен был установить личность неизвестной. Ты это сделал. Браво! Я готов вручить тебе медаль. А сейчас ты свободен. Ты? Ты в своем уме? Какого черта ты девушку с Амезией посадил в камеру? Она должна быть в больнице, под наблюдение врача. Господи, а где Колесник? А при чем здесь Колесник? Вы же всем отделом на меня решили орать. Олег, больных людей не сажают в тюрьму. Хотел арестовать, поставив охрану возле ее палаты. Все. Куда она от вас денется? Ты что, думаешь, я забрал ее без разрешения главного врача? Он сказал, что состояние у нее удовлетворительное. Угу. И дал вам письменное заключение. Разумеется. Вот оно в руках у твоего эмоционально неустойчивого начальника. Так. Так. Обезвоживание у нее сняли. Да. Психиатр сказал, что психоза у нее нет, а амнезию, как ты понимаешь, проверить невозможно. Слышь, ты устойчивый. Я все равно буду заниматься этим делом. На здоровье. Да, это называется этика. Знаешь, я никогда не был высокого мнения о твоем бывшем муже. Таня, что-то случилось? Честно говоря, я не знаю, как начать. Попробуй сначала. Я понимаю, что твои личные отношения меня никаким образом не касаются, но... Ты сама все время твердила, что между вами с Кириллом все кончено. Да при чем тут Кирилл? Я про другого твоего любовника. Ну, тогда я вообще не понимаю, почему это тебя интересует? Я про Веткина. Веткин имел какое-то отношение к гибели Ульяны, только мы не успели выяснить, какое именно. Ты говорила, что практически с ними общалась только по работе. Зачем надо было врать? Я действительно встречалась с Димой. Это было давно, и по некоторым обстоятельствам мне неприятно об этом вспоминать. Такой ответ тебя устроит? Нет. Другого не будет, извиняя. Понятно. Почему ты решил, что это именно тот парк? Анна говорила о каких-то машидях, жирафах, о горках, строительный мусор. Ну, и мост, с которого она собиралась спрыгнуть, должен быть где-то здесь, недалеко. Богдан проанализировал карту и выдал нам именно это место. О! Твою мать! Бабич, ты что здесь делаешь? То же, что и ты. Вы же не вдвоем собирались местность прочесывать? Мы с Колесником прекрасно справимся. Хватит себя героя строить. Я вообще не думаю, что мы здесь что-то найдем. Все воспоминания Анны могут оказаться просто фантазиями. У девушки травма, что ты хочешь? Мельник! Субтитры создавал DimaTorzok Будь, 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 а ты уже закончил, да? Найди, пожалуйста, этого хахаля Дашкиного, а? Дань, 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 ну нет, это вторжение в частную жизнь. Тем более мне нужно работу закончить, базы пробить, Какие базы? Ну как, базы, больниц, моргов, что их мало, что ли? Спасибо. Ну что-нибудь выяснили? Выяснили, что Богдан мне не друг. Сочувствую, а по делу. Есть. А парень-то не в морге оказывается, а в травматологии. Колесник на выход. А я тебе еще вспомню. Жив, как видите, но пока без сознания. А вы почему в полицию не заявили? Его ж убить пытались. А кто вам это сказал? Он после дорожной аварии сюда попал, его дорожная полиция привезла. Вот его карточка. Аня. Аня, у меня хорошие новости. Мне все равно. Даже если я скажу, что Костя жив? Как? Как жив? Это... Это правда вы не шутите? Хотя... Вы не стали бы так шутить. Где он? В больнице. Вы попали в аварию. У вас срезался грузовик. Это ведь ты была за рулем, да? Ты такая красивая, когда ведешь машину. Значит, в остальное время я страшненькая. Конечно. Специально тебя за руль посадил, чтобы не пугаться. Да ладно. Фиг бы ты мне доверил свою драгоценную ласточку. Если бы пиво не выпил. Ты не только очень красивая, а еще и очень умная. А еще я очень хочу пить. У тебя вода в машине есть? У тебя вода в машине есть? У тебя вода! У тебя вода в машине есть? У тебя вода в машина есть? Ты подумала, что Костя погиб. Это было для тебя таким потрясением, что ты вышла из машины и пошла, не разбирая дороги. Да, я помнила только то, что мне нельзя пить. Это я его убила. Это я его убила. Ты боялась воды, потому что думала, что из-за этого погиб твой любимый человек. Простите, можно водички? Конечно. Спасибо. Костя, Костя. Анечка. Костя, родной. Анечка. Костя, Костя. Анечка. Ну вот, у них все хорошо, любовь настоящая. Ладно, пошли, не будем людям мешать. Это я во всем виновата. Нет, нет. Я помню, как на нас мчался тот грузовик, ты ничего не могла сделать. Костя, я могла затормозить. Я даже нажала на педаль, но она почему-то ушла в пол. А ты можешь вспомнить, что еще произошло в тот день, до того, как ты села за руль? Да вроде бы ничего. Я должна была встретиться с Тарасом и сказать ему, что между нами все кончено. Только сейчас? Ты же давно за Костю замуж собиралась. Не могла набраться храбрости. Он любит меня и я просто не знала, как ему об этом сказать. Но про Костю ничего не знал. Может и знал. Почему вы так думаете? Потому что у тебя педаль в пол ушла. В данный момент криминалисты изучают поврежденные тормоза. Как ты думаешь, каково будет их заключение? Не может быть, чтобы... Чтобы Тарас. Это он. Видишь, ему стыдно? Отводит глаза, прячет руки, опускает голову вниз. Как будто хочет стать меньше и исчезнуть. Какая же я дура. Боялась делать ему больно. А он нас чуть не убил. Ну, я бы сказала так. Надо вовремя выяснять отношения. Но у меня пока у самого не получается. Даже если ты одел перчатки, ты уверен, что ни один волк с твоей головы не упал? Или что ты ни разу не чихнул во время работы? Современные технологии позволяют вычислить ДНК из чего угодно. Так что у тебя есть выбор. Сознаешься, и явку с повинной гарантирую. А если он не признается, его отпустят? Вдруг в следующий раз у него получится убить Костю? Не отпустят. Он уже готов. Надо просто как-то утожать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все, Тарас. Твое чистосердечное мне больше не нужно. Я все расскажу. Я не хотел никого убивать, честное слово. Я только хотел проучить этого урода. Она мне ничего не сказала, и я подумал, что, может, она хочет вернуться ко мне. Я не думал, что она в машине окажется. Когда она потеряла память, ты решила этим воспользоваться. Вдруг она и Костю тоже забыла, так? Много мне дадут? Решать будет суд. Твое счастье, что все остались живы. А теперь все то же самое. Только в письменном виде. Я рада, что ты сразу понял записку. Я даже обложку книги помню. Сам эту сказку Ульяне сотню раз читал. Прости, просто надо было сразу тебе знак подать. Первое, что пришло в голову. Очень тонкий намек. Я уж думал, мне его не расколоть. Хорошо, что ты заметила, как он нервничает. Спасибо. Олег. Олег. Ты что, злишься? Из-за того, что тебе Мельник дело не отдал? Да наплевать мне на Мельника, я на тебя злюсь. Ты же мне ничего не рассказываешь. Ты наверняка сделала тест на беременность. Ты же не можешь находиться в неведении. Сделала. И что? Тест положительный. У меня будет ребенок. У нас будет ребенок. Это же мой ребенок. Я не могла сразу тебе рассказать. У меня просто не было времени. У нас с Мельником появилась новая зацепка. Мы думаем, что крот, которого мы ищем, это Алин. О чем ты думаешь сейчас? Нет, нет, ты должна думать о себе. О правильном питании, об отдыхе. Я прошу тебя, давай уедем. К морю куда-нибудь. Не ради нас, ради нашего ребенка. Хорошо. Я сейчас пойду к Мельнику и скажу, что месть меня больше не интересует. Я с тобой. Я справлюсь сама. Ну, у нее на страничке вообще нет упоминания про мужиков. Вообще, одни фотки с Джеком и все. Видел? Ну, это же хорошо. Чего ты мечешься тогда? Что хорошо? Обо мне тоже ни слова. Дань, мне кажется, что ты зациклился. Вот знаешь, если зациклить программу в компе, то она сожрет всю мощь процессора. И комп зависнет. Что мне делать? Да не знаю, переключись на кого-то другого. Поверить не могу, что этот совет тебе сейчас даю я, а не ты мне. Привет. Привет. Сейчас я переключусь на этого хамиля, и мне станет легче. Мариан. Барьер. Умница. Ну что, может, заедем куда-нибудь? Куда? Эй! Руки убери от нее. Чего? Это вообще-то моя машина. Я от Даши сказал, убрал руки. Ты его знаешь? Ты что, приревновать мне решил? С чего бы? Сам говорил, секс полезен для здоровья. Вот я и еду оздоравливаться. Правда, милая? А ты еще раз подойдешь ко мне не по работе. Джека натравлю, понял? Поехали. Даша. Я тебя найду, понял? Ну, сестренку-то даешь. А это что, тот мужик, который плакать тебя заставил? Угу. Так ему и надо. Вообще, он ничего. Хорошо вместе смотрелись бы. Поехали уже к маме. Ну, поехали. Надеюсь, это все-таки не дальнобойщик. Если вы погрязли в грехах, я принесу вам Слово Божье. Красный или синий? Чего? Галстук говорю, какой лучше, красный или синий? Да вы псих какой-то. Если вы погрязли в грехах, то могу предложить вам уголовный кодекс. Спасибо, у меня есть. И? Тебе помочь? Помоги. Кирилл, я... Я больше не могу заниматься этим расследованием. Понятно. А ты чего пришла? Чтобы мне это сказать? Могла б просто позвонить, чего зря мотаться. Не могла. Ты куда собрался? На свидание. С Алиной. Задушить меня хочешь? Еще как хочу. Я уверена, что это она виновата в похищении нашей дочери. И я... Да ты просто ревнуешь. Вот и придумываешь на ходу. Я так понял, тебя похищение больше не интересует? Ты же бросаешь расследование? Да спит с кем хочешь, мне все равно. Вот именно сегодня этим я и займусь. Это кто? Женщина, которую я видел вместе с Ульяной. Своих, как ты говоришь, больных фантазиях. Я ее видела. В поликлинике она говорила, что у нее дочь болеет ангиной. Она спрашивала. Как лечиться? Это значит... Это значит, что ты прав. Она правда жива. Может, вам что-то принести, пока вы гостя ждете? Нет, ничего. Еще воды, пожалуйста, если можно. Да, конечно. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Это клубника-банан. Это яблоко-морковь. Я не знал, от чего тебя будет тошнить меньше всего, и приготовил оба. Спасибо. Я что-то не так сделал? Нет. Просто у меня появилась надежда, что Ульяна жива, и я больше ни о чем думать могу. И у меня тоже появилась надежда. Я помню, что у нас с тобой будет ребенок, но я не могу на этом сосредоточиться. Давай мы найдем Ульяну, а потом разберемся со всем остальным, хорошо? Похоже, безумие Мельника заразно. Ты опять начала ему верить? Что-то изменилось, да? Да, изменилось. Их опознали. Ульяну видели его с этой женщиной. Женщины. Я прошу тебя, пойми меня правильно. Я был на месте взрыва, я видел все своими глазами. Я очень боюсь, что у тебя сейчас появится надежда. А потом тебя ждет неизбежное разочарование. Ты не должна через все это проходить. Мы не должны. Может быть. Может быть, то, что ты говоришь, так и будет. А может быть, мне просто удастся вернуть свою дочь. Что бы ни происходило, знай, что я всегда рядом с тобой. Всегда тебя поддержу. Можно у меня с клубника? Держи. Спасибо. А может, лучше черную футболку, а? Это солиднее. Или рубашку и брюки. Делай, что хочешь. Цветы. Цветы купить? Хочешь, покупай. Хочешь, не покупай. Не делай, что хочешь. Что-то толку с тебя? Дядя, а ты реально никогда на свидание не ходил? Не ходил. Мы с паренькой из ваших классов вместе, а до нее я больше ни с кем не встречался. Давай, начинай тупо шутить про то, какой я ботан. Да нет, у меня тут мысль возникла. А что, если реально всю жизнь прожить с одной, а что если реально всю жизнь прожить с одной? Я, походу, не выспался. В общем, выпендривайся. Давай дорогой костюм, хорошие цветы, правильный ресторан. Только поменьше умных слов и говори с ней на темы, которые ей интересны. Например, о ней. Бабы такое любят. Может, ты забыл? Она мою защиту взломала. Я думаю, все-таки несколько умных фраз она знает. Вот об этом точно ни слова. Начинать свидание с упрека, подарок не получишь. Мы можем вам чем-то помочь? Да, у нас... У нас дочка пропала. Вы можете оставить доросовое сообщение после звукового сигнала. Женя, что происходит? Что значит, не ищи вас? Где вы? Твою мать! Алена такси вызвала, чтобы родителей встретить. А почему мы не поехали с ней? Да я вообще был против. Могли бы и сами доехать. Сначала два года с дочкой не общаются, а потом должна по первому их в свистку убежать. Да глаза бы мои этого, ее Игоря, не видели. Вы бы знали Алену. Умница, красавица. Я... Я не знаю. Что она в нем нашла? Петя. Пожалуйста, перестань. А вы были в ссоре с дочерью, да? Да. Ну, мы решили помириться. Аленушке послезавтра 25 лет. Мы подумали, такая дата, сколько можно ругаться? Часа через три теща и тесть приехали. Сказали, что Алену не дождались. Ну, я подумал там. Разминулись. Начала ей звонить, но трубку она не брала. А к утру связь с телефоном совсем пропала. Ну, я не знаю. Разрядился, наверное. Расскажите мне о Лике. Может, у Лика. Общались просто до переезда сюда. Мы же с ней лучшими подругами были. А после переезда ни привета, ни ответа. Ну, я сначала обижалась. Потом я испугалась. Написала ей, что приеду. Она ответила, что занята. Но я и поняла, что видеть она меня не хочет. Я только не поняла, почему. Так, все, мы пришли. Ульяша. Тут твоя сестра живет? Да. Только давай с тобой договоримся. Ты будешь называть меня мамой. Но я не могу называть тебя мамой. У меня же уже есть мама. А врать мне хорошо. А давай мы с тобой поиграем в игру дочки-матери. И ты будешь называть меня мамой понарошку. Это скучная игра. Зачем мне играть? Для того, чтобы нам не задавали лишних вопросов. Справишься? Постараюсь. Хорошо. Привет. Привет. Твоя? Моя. Можно войти? Нет. Понятно. Давай, заходи. А зачем ты тогда спрашивала, можно ли войти? Из вежливости. Из вежливости. Не знаю, что вы хотите найти. Я уже сам все обыскал. Все шкафчики, сумки. Ее карманы проверил. Ничего. Даже записку не оставила. Она не могла уйти, не предупредив. Что-нибудь пропало? Да нет. Вроде нет. Ну, по крайней мере, я не заметил. А кем работала Алена? Есть какие-то записи, рабочий компьютер? Алена. Она вообще не работала? А зачем? Я... У тебя совести есть, нет? Так, успокойтесь все. Выдохните. Мы заняты сейчас другим делом. Простите. Игорь, скажите, вы не замечали у Алены плохое настроение, депрессию? Все-таки вы переехали в другой город, и это большой стресс. А нежелание выходить из дома и общаться с людьми, это тревожный симптом. Да нет я ничего такого не замечал. Ну, конечно! Если не смотри, то ты вообще ничего не увидишь. Петя, я тебя сейчас умоляю, ты можешь просто помолчать? Да ты можешь мне не закрывать рот! Я прошу прощения. Извините. Вы сказали, что ваша жена не работала. Тогда чем она занималась? Домохозяйка? Пойдемте, покажу. Вот смотрите, этим она целыми днями занимается. Вы против? Да нет, я просто не понимаю. Я действительно хорошо зарабатываю, денег нам хватает. Алена продает эти одеяла. Они довольно дорогие, но с ними столько возни. Ладно бы для себя. Вы позволите? Да. А почему в доме нет такого декора? Красиво же. Мне этот стиль, скажем так, не близок. Я этот китч не понимаю. Алена могла переживать, что вы не одобряете ее увлечение? Вы думаете, она пять лет терпела, а потом встала и ушла? Нет, я так не думаю. В таком бы случае она забрала бы все с собой. Игорь, а в тот день, когда пропала ваша жена, вы с ней не ссорились? Вспомните. Послушайте, мы с Аленой не ссоримся. Она постоянно повторяла, что ее родители всю жизнь гавкаются. Она так жить не хотела. Полина, ради бога, я-то в чем виноват? Да мне тоже не нравится, Игорь. Но, по крайней мере, я готова к компромиссам. А ты уперся. Не надо было нам приезжать. Это из-за нас, Аленушка, ушла. Это я виноват? Это ты виновата? Да это из-за твоих вечных компромиссов чертовых. А знаешь почему? Да потому что ты позволяла ей гораздо больше, чем следовало бы. Так что вини себя, а не меня. Теперь вы понимаете, что я имел в виду. Алена попросту этого не хотела. Ты поговори мне еще. Умник хренов. Вы можете меня не хамить хотя бы в моем доме. Я вас пригласил. Вы здесь гости. Держите себя в руках. Да ты что? Да мне твои подачки знаешь где? Так, Полина. Собирайся, мы едем в гостиницу. Так, стойте. У них со вначале вот так? Да. Только еще хуже, когда Аленушка с ним. У нее тоже взрывной характер. Все в отцах. Когда начнут ссориться, просто беда. Очень странно. Комната Алены совсем не похожа на комнату женщины с бурным темпераментом. Там все очень аккуратно. А у холериков обычно жуткий бардак. Знаете, пожалуй, я сам поеду в гостиницу. Стой. Перестаньте ссориться. Если Алена вернется, вам лучше быть всем вместе, лучшими друзьями. А не вернется она. Не вернется. Я чувствую, не вернется. Ботан, Богдан. Ботан. Богдан, я слушаю. Нашел я водителя такси. Говорит, что заказ был. Но он приехал, никого не нашел. Заказ был оплачен, так что он как бы сильно не расстроился. И деньги есть, и топливо на месте. Ты уверен, что он не чешен? Да, ну, конечно, уверен. Тачки же в системе. Их отслеживают. Через пять минут он уже взял следующий заказ. Ладно, давай. Колесник, не отвлекай мне собаку. Ты меня отвлекаешь, я же не жалуюсь. Джек, ищи. Даш, я нашел. Джек, рядом. Слушай, странный. Джек в другую сторону побежал. Может, это не ее телефон? А может быть, было лучше, чтобы он занимался своими прямыми обязанностями, а не выяснением по отношению со мной. Ты бы работал бы лучше. Теперь ты понял, кто здесь настоящий сыщик? Я нашел под елочкой. Ну, Богдан с этим разберется. Соседей опросил? Бестолку. В этих мажорных поселках особо никто друг с другом не общается. Видели, да? На синей тачке ездили. Так особо не присматривались. Они, видите ли, очень ценят личное пространство. Молодец, примен. Ясно. У тебя не будет задания пооригинальней. Каждый раз одно и то же. Будет. Сначала этим займись. Давай спойлер. Ну, чтобы я знал, ради чего это вся возня с телефоном. Спойлер. Есть предположение, что Таня видела в поликлинике женщину, у которой может быть Ульяна. Так. Женщина сказала Тане, что у нее болеет дочь и описала симптомы. Очень похожие на фолликулярную ангину со сложнениями. Ясно. Таня не знала, с кем разговаривает, и похитительница растворилась на габеллионном городе. Она все равно обратилась бы к врачу, просто в другую клинику. Надо искать врача, который примерно в это время принимал девочку с подобными симптомами. И начнем с района, где ты нашел их предполагаемую квартиру. А не проще оставить засаду в квартире? Оставили. Ну, во-первых, шансов немного. Ну, во-вторых, ты же хотел задачи со звездочкой. Так что вперед. Только сначала телефон разблокируй. А, окей. Стой! Руки подми и лицом к стене. Ты что, мужик? Меня сосед попросил газ проверить. Рот закрой. Брось рюкзак. Ты меня с кем-то путаешь? Лицом к стене. Газ проверить. С пистолетом. Понятно, опасное дело. Руки запину. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тут женщина с ребенком была. Где они их взяли? Если ответишь, вызову тебе скорую. Нет. Никого не видел. Стой, помоги. А, да. Прости. Прости. Такое ощущение, что она по телефону только звонила. И то крайне редко. Мне это не нравится, когда человек избегает общения с внешним миром. Это плохой знак. Суицид? Не знаю, у нас вообще никакой информации. Так, а может, все проще. Может, у нее есть еще один номер телефона. Что-то скрывало от мужа? Ну, или кого-то. Богдан, пробей, кому она могла продавать свое одеяло. Хоть какая-то зацепка. А мы с Таней съездим на место работы ее мужа. С коллегами его пообщаемся. Да не было особой дружбы. Мы и так на работе по 12 часов в сутки минимум проводим. Встречаться после этого, как-то, знаете, не тянет. А вы когда-нибудь видели его жену? Да, один раз. У нас как-то инвесторы прогнули. Чтобы на корпоратив все семьями пришли. Вот тогда Игорь был с женой. А больше я ее ни разу не видел. И какое впечатление она на вас произвела? Красивую. Еремеев, я в состоянии поднять бумажку с пола без посторонней помощи. Да я просто... Идите работать, пожалуйста. Простите. Очень унизительно, когда мужчины считают нас слабыми. Не каждая женщина разделяет такую точку зрения. То требует, чтобы вам цветы дарили, а то, чтобы руку подавали. Можно подумать, что без мужской-то руки женщина даже ходить не сможет. Правда? А потом ужасно удивляются, когда оказываются в домашнем рабстве. Вот мой босс, например, он только мужчин допрашивает. Ему даже в голову не пришло к вам подойти. А ведь женщина гораздо больше замечает. Да? Вот именно. А что с женой Игоря случилось-то? Пока не знаем. Пропала. Вы можете что-нибудь рассказать? Вы же ее видели на корпоративе. Видела. Не понравилась она мне. Говорит, она красавица. Красавица. Да ведь не в том-то дело. Изображала из себя верную супругу, а сама с Павлом флиртовала. А когда Игорь поехал провожать инвесторов, она с Павлом закрылись в кабинете. Спасибо. Когда жареный петух в задницу клюнул, тогда я вспомнила про сестру? Прости, нам больше некуда было идти. А как же этот твой, как его? Андрей? У вас ведь такая любовь была, что ты даже из дома сбежала. А теперь тебе идти некуда. Еще и с ребенком. Вот я всегда говорила, это ваша страсть, так закончится. Так что случилось? Рита, долго рассказывать. Да? Ты куда-то торопишься? Если ты решила опять исчезнуть на 10 лет, то вали сейчас, пока у меня сестринские чувства не проснулись. Женя, разве можно ходить в фрустальных туфельках? Они же могут разбиться, можно порезаться. А чего она тебя Женя зовет? А, ну ее можно понять. Какая из тебя мать? А тебе откуда знать? В сказках все можно. А вот в жизни эти хрустальные туфельки у тебя вместе с ногами отнимут. Сестры, которые очень хотят выйти замуж за принца. Послушай, Рита, я никак не пойму. Ты что, до сих пор простить меня не можешь, что это было Ахматова? Я даже не помню, как его зовут. Зато я помню. Его зовут Артур. Фея Крестная была очень глупая. Лучше бы она Золушке не платье наколдовала, а с сестрами помирила. Достаньте, а вдруг мой муж вернется? Да кому и надо. Целый год прятал такую красоту. Надеюсь, теперь мы будем видеться гораздо чаще. Как вы вообще это нашли? Я лично стер запись. У этих камер есть резервная копия в облаке на будущее. Я вас очень прошу, не показывайте, Игорю. У нас только-только дела вверх пошли. Нам сейчас скандал в благородном семействе крайне не в тему. Вы, похоже, плохо понимаете всю серьезность ситуации. Алена пропала. А сейчас выясняется, что она изменяла мужа с вами. А это значит, что сразу у двух человек была причина от нее избавиться. Вы что, думаете, что я с ним что-то сделал? Да я ее видел один раз в жизни. Она мне потом позвонила, но я трезвый был. Решил, что неприятности с партнером мне не нужны. Так что предпочел не отвечать. Вы меня арестуете? У нас нет для этого оснований. Пока. Кирилл, смотри. Это не она. Слушай, какого хрена твои люди делают у меня в квартире? И почему я об этом узнаю только тогда, когда на меня наставили пистолет? А, ты ничего не знаешь? Где Женя? Тоже не знаешь? А кто знает? Ладно, хорошо. Встретимся вечером. Давайте найдем эту прекрасную незнакомку. Если Игорь увидит ее без предупреждения, фактор неожиданности сыграет нам на руку. И как мы ее искать на этот раз будем? Наш ботан доставнет кролика из шляп. Опять телефон? Ну, все как ты любишь. Это номер, с которого она звонила к партнеру Игоря. Кирилл, надо поговорить. Алин. Это по поводу ресторана. Потом парень, которого мы оставили в квартире, похититель не отвечает на звонки. Данил, как только Богдан найдет эту Алену, не Алену, хватай ее и тащи в отделение. Два выстрела в упор. Умер от контрольного в голову. Понятно. Это все? Думаю, здесь жили трое. Часть отпечатков принадлежит Войцеку. Часть неизвестной женщине. Часть детские. Детские отпечатки хорошо сохранились? Их очень тяжело идентифицировать. Когда будет готов ДНК-анализ? Два-три дня. Хотя я и так знаю, кто здесь был. Здравствуйте. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Посмотрите на меня. Я человек, измученный отсутствием регулярного массажа. Какой именно массаж вас интересует? Да мне все равно. Лишь бы его сделала вот эта вот богиня. Ну, я тоже неплохо делаю массаж. Ну, вы, конечно, тоже богиня. Но мне нужна именно она. Да, конечно. И нуля, тут к тебе. Симпатичный. По коридору вторая дверь справа. Спасибо. Спасибо. Что именно ты хочешь? Ночь, почасово или спецпакет? Ну, да. Конечно же, спецпакет. Только я нуждаюсь в скидочке. Как бюджетник. Стоять! Что тебе нужно, урод? А мне говорят, что я красивый. Что тебе нужно? Бегаем, чего? Я-то с ментов ничего хорошего в жизни не видела. Не думаю, что это изменится. Ну, еще пару месяцев назад я бы тебе доказал обратное. Но сейчас я ищу одну даму. А мы своих не сдаем. У нас тоже есть корпоративная этика. Да она не из ваших, наверное. Она жена вот этого типа. Игорь Костецкий. А-а-а. Я не понимаю, зачем вы меня вызвали, если Алену так и не нашли? Ну, почему же? Нашли. Ну, вот. Она. С вашей стороны шутить таким образом было очень жестоко. Но у меня вообще плохое чувство юмора. Вы лучше объясните, зачем вам понадобилось выдавать проститутку за собственную жену? Не называйте меня так. Это неприятно. Простите. Приятно. Это ж по вашей части. Итак, зачем? У нас инвесторы японцы. Они захотели познакомиться с нашими семьями. Зачем, почему, я не знаю. Восток дело тонкое, да? Алена категорически напрочь отказывалась идти. Она людей вообще не очень любит. А такие тусовки шумные и подавно презирает. Вот и я и обратился к услугам вины. Ну, я так и сказала. Все честно. Вызвал, заплатил и даже пальцем не прикоснулся. А мне что? Мне так даже лучше. Вы вовремя. Как раз хотел тебе звонить. Я нашел врача, который лечил девочку с фолликулярной ангиной. По описанию, очень похоже на Ульяну. У него сегодня операция, он освободится в восемь. Будет вас ждать. Господи, я поверить не могу, что она жива. Молоток. Стоп. Мы всю дорогу считали, что она жива. Но если она мертва, то все склеивается. Ты что говоришь? Да я про Алёну. То есть она была мертва еще до переезда в город? Абсолютно верно. Изобретательно, правда? Приехать и изображать, что супруга жива, просто из дома не выходит. Вызывать своего мобильного. Курьера спится в такси. Сымитировать ссоры, чтобы не общаться с родственниками и друзьями. Гениальный план. Таня. Шаманите. Что, тоже висяк? Не совсем. Это тебе. Спасибо. Убийца у нас есть. Улик никаких. Если он совершил преступление полтора года назад, следов уже никаких не осталось. А где сейчас ваш убийца? Да бросный сидит. Подержите его еще немного там. И я решу вашу проблему. Извини, а как он собирается решать нашу проблему? Да кто его знает? А. Пошли, Ксения Горская. Алина. Я надеюсь, вы с хорошими новостями? Сделай, пожалуйста, запрос в полицию Александровки. Это городок, откуда переехали Игорь и Алена. Вернее, только Игорь. Нам нужен список неопознанных тел. Интересуют все, кто погибли полтора года тому назад. Это даже не наш район. Я попробую, но шансы почти ноль. Попробуй, Алина. Надо попробовать. У вас висяк, у Олега висяк. Невезуха какая-то. Черт. Кажется, я поняла, как Олег хочет решить нашу проблему. Кажется, я поняла, как Олег. Бабич, ты как, здоров вообще? Жаль. Упустил такой шанс тебя подстрелить. Куда именно ты спрятал улики? Туда. Я не понимаю тебя, мельник. Это человек-убийца. Убийца должен сидеть в тюрьме. Бабич, я, в отличие от тебя, предпочитаю закон вершить чистыми руками, чтобы потом на пенсии совесть не мучила. Нас два убийцы ходят по улице, а так будет один. Тай, что ты думаешь? А у меня в последнее время стерлись понятия закон и справедливость. А вот это плохая идея. А у меня есть хорошая. И в рамках закона. Какой же ты педант, мельник. Поехали. Ты охренела, что ли? Ты что, меня шантажируешь? Да что у тебя на меня есть-то, идиотка? Я видела, как ты избавлялся от тела. Ну, больше, чем видела. Я сфотографировала. Я молчала полтора года, потому что с тебя взять было нечего. А сейчас ты поднялся. Пора делиться. В общем, у меня есть фото. Крупный план, все как надо, все красиво. Мне сейчас очень нужны деньги, а тебе, я полагаю, нужна свобода. Да пошла ты! Что тебе с того, что я сяду? Ну, у меня есть выбор. Либо ты мне заплатишь, либо меня заплатят за информацию. Родители Алены не смогут мне дать столько же, сколько и ты, но это ничего страшного. Сколько? Принес? Доказательства своей страны покажи. А мне вот интересно, как тебе вообще живется? Кошмары по ночам не мучают? Да что ты знаешь вообще? Я любил ее. Потому и убил. Любил. Ты у меня подругу отнял. Я ненавижу тебя. Что? Да какую подругу? Ты фотки почему в полицию сразу не понесла, а? Совесть на бабки поробняла, да? Как ты там говорил? Да что ты понимаешь? Вот, фотки тут. И что ж тебе в Александровке не сиделось? Тупая ошибка лика. Пойдем. Стоять, полиция! Оружие на пол! Быстро! Спокойно. Быстро! Не бесси меня! Я сегодня злой. Согласен, ошибка тупая. Особенно есть случай, что разговор полностью записан. Я не думал, что так выйдет. Я этого не хотел, понимаете? Да я в ней души не чаял, а она... Она была дрянец, сука. Я это слышал уже много раз. Нет, нет. Она чудесная была. Просто хотела уйти от меня, поэтому мы поссорились. Ален, я тебя люблю. Я никуда не пущу. Я сказал, не пущу тебя, поняла? И как ты собираешься это сделать? Дома запрешь? Или к батарее привяжешь? Спокойся. Нет! Ну, а как вы придумали свой идеальный план? Как оказалось, не идеальный. Я думал всю ночь, а потом понял, что мы все равно собирались переехать. Значит, нужно переехать и делать вид, что Алена жива. Характер у ее папаши сыграл на руку. С родителями она не общалась. Друзей у нее практически не было. Ну, разве что Лика. Когда она звонила, я отписывал с Алену нового телефона. Ну, что-то. Чтобы она обиделась. Она и обиделась, и все бы было хорошо. Пока родители не решили приехать. Привет. 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 А ты что здесь делаешь? Я на свидание пришла. С придурком одним. Его Богданом зовут. Ты, кстати, не видел такого? Я поверить не могу. Так это что, ты хакнула мой ком? Ты всегда меня недооценила. В чате со мной флиртовала тоже ты. Марин, зачем? Я хотела проверить. Любишь ты меня? Люблю. Прекрасно. А зачем ты тогда пришла на свидание с таинственной незнакомкой? А почему тогда двери мне не открыла? Это мой ребенок, да? Да. Все, дело закрыто. Так, поехали к ночью. Дай колесник, не кисни. Тань, можно тебя на минуту? Тебе срочно? Да, очень срочно. Я не знаю, как это сказать. Я просто... У меня серьезные проблемы с бабами. Давай завтра. Тань, пожалуйста, одну минуту. Я много думал. И понимаешь, может, дело не в том, что я виноват перед Дашкой, а дело в том, что я крепко виноват перед тобой. И меня это мучает. Я молчу. А меня это жирает изнутри. Ну, давай потом. Костя. Что? Брат твой Костя. Я... Я недавно узнал, что он твой брат. Это я его убил. Я сейчас не понимаю, что ты несешь. Это я его подбил с трезанки прыгнуть. Ну, мы все прыгали. А он ни в какую. Он как чувствовал, что ты не хотел. А я его дразнить начал. Я вот поверить не могу. Тань, если хочешь, на, пристрели меня. Тань. Я очень злилась на тебя. Даже пыталась найти. Но я же не знала, что это был ты. Была очень маленькая. А потом, когда я выросла, я поняла, что... Каждый должен сам отвечать за свои поступки. И надо уметь говорить нет. А по поводу того, что у тебя не получается, ты просто влюбилась. Вот все. Пока. Да, я помню эту девочку. погодите. Вот. Вот она. Ее привезли с высокой температурой. Были шумы в сердце. Я боялся осложнений, но все обошлось. Хотя, мать ее, к сожалению, забрала раньше, нежели я рекомендовал бы. Эта женщина, это она? Кажется, да. Да, кажется, это она. А что, она плохо обращается с ребенком? А почему вы так решили? Ну, вы же полиция, вы просто так не приходите. Мне кажется, что она очень любит свою дочку. Она очень сильно переживала. Вы, простите, я детей очень хорошо запоминаю, а родители мне как-то безразличны. Скажите, а это у вас правильная дата? Обижаете, майор. То есть, Ульяна была здесь всего неделю назад. Таня, не плачь. У нас появилась не только надежда, у нас появились доказательства, что Ульяна жива. Ты хотел меня видеть лично? Ну, спасибо, что пришел. Ульяна жива. Я понимаю, почему ты не убил девочку. Я, наверное, сделал бы то же самое. Страховка превыше всего. А только теперь моя Таня вместо того, чтобы дома сидеть и борщи варить, ищет свою дочь. Так она вроде и раньше не сильно борщи варила. Теперь ты убил девочку. Ты приказал, мы все сделали. Я приказал полтора года назад. А ты почему-то решил, что ты умнее меня. ищет себя. Слушай, дело не во мне, а в Жене. У нее проснулся материнский инстинкт. Инстинкт. Мы про одну и ту же Женю говорим? Слушай, если бы мне сказали, я бы сам не поверил. Она про детей слышать не хотела, а тут на тебе. Где могила девочки? А тебе зачем? Зачем? Мне мельник в затылок дышит. Он обнаружил вашу квартиру. А я заметил. Меня там чуть не взяли. Спасибо, что предупредил. Сфотографируй могилу и пришли мне вместе с координатами места. Ну, звучит неплохо. А как там родители? Как? Как? Не пережили твое исчезновение. Да шучу я. Живы, они здоровы. Что с ними сделается? Живут в пригороде. Звала их город, они ни в какую. Наверное, боятся, что их снуками заставлю нянчиться. Сильно постарели. Жень, у тебя 10 лет не было, а они 30. Вот в следующий раз объявишься, вот тогда и спрашивай. Мы дома. Давай, давай. Привет, Ма. Привет. Мы в зоопарке были. Чего стоим? Давайте бегом раздеваться, ну. Жек? Привет, с Лохматой. Уже не Лохматой. Танюш, у нас гости. Скажи, что я занята. Пусть позже зайдут. А я уверен, что ты придумаешь. Мамочка! Ульяна. 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 Все. Все. Таня, Таня, просыпайся. Вставай, будильник разрывается. Черт. Проспала. Вот именно об этом мы с тобой и говорили. Я понимаю, у тебя сейчас сложный период. Но мы не должны отдаляться друг от друга. Олег, прости, я не могу. Почему? Я забыла купить противозачаточные таблетки. Потеря памяти в таком молодом возрасте, это странно. Ты беременна. Так странно. Почему-то всегда об этом забываю. У меня с Ульяной по-другому все было. Я всего боялась, ко всему прислушивалась. Наверное, молодая была. Ты сейчас, молодая. А твои дела подожду полчаса. Все. Не могу я без Дашки. Не могу. Пожалуйста, давай без своих вот этих комментариев. Если не можешь, иди и помирись. Если б я мог помириться, я бы с ней помирился. Ну, вообще-то я с тобой разговариваю. Мог бы проявить немного уважения. Какая на улице отвратительная погода. Что? Да вроде солнца было с утра. Да нет там никакого солнца. Ну, он же висит. А-а-а. У тебя скальки шире получилось? Да? А, или пришла она жирная. А, не жирная, а некрасивая. Да нормальная она. Это Маринка. Слушай, я тебя поздравляю. Это ж круто. Или нет? Да? Ты ж ее любишь. Да беременна она. Чувак, соболезная. Да-да. Можно? Я не мешаю? Проходите. Мне сказали, что вы тут пропавшими занимаетесь. У меня муж пропал, Сережа. Когда пропал? Четвертый день. А чего же вы только сейчас пришли? Да он у меня таксист. Часто задерживается. И связь с ним иногда пропадает. Ну, так что так надолго это впервые. Наверное, с ним что-то случилось. Пишите подробно. Фотографии его есть? Да. Так. Ты телефона не видела? Хочешь, я тебе наберу? А женку не разбудим? Оно что, тебе все еще нравится? Для чего ты? А, я телефон на кухне. О зарядке забыл. Ты малых разбуди, эту школу опознаю. Таня. Привет. Не важно, выглядишь. Плохо спала? А ты мастер на комплимент. Уж какой есть. Ты можешь меня отвезти на ту квартиру, где улюбила? Хорошо. Вечером отвезу. Сейчас. Поехали. Проблема в том, что я не умею просить прощения. Мне кажется, у меня дежавю. По-моему, мы об этом сегодня раз пять говорили. Мальчики, у меня муж пропал. Я же говорю, дежавю. Вам нужно написать заявление. Вам надо, вы и пишите. Лучше просто найдите его, побыстрее. Как давно он пропал? Дайте угадаю. Четыре дня назад. Да. Откуда вы знаете? Не обращайте внимания, Антон Всевидящий. Продолжайте. Рома поехал по делам во львовский филиал фирмы. И не вернулся. А там сказали, что его не было. Я сначала подумала, что он где-то в дороге задержался. С ним такое бывает. Ну, чтоб четыре дня. Проблема в том, что если вы не напишите заявление, то мы не сможем начать поиск вашего Романа. И я не поняла, а что с ним случилось? Он погиб? Ранен? Что с ним произошло? Успокойтесь. Чего вы решили? Откуда у вас его фотка? Что ты там говорил про доживю? Мы пробили мужские отпечатки пальцев. Это отпечатки Артема Войсака. Это же он тогда похитил Ульяну. Да. К тому же он еще занимался торговлей наркотиками. На него было возбуждено уголовное дело, но он пропал. Все сводится к наркотикам. Мы были правы по поводу списка киллера. Это действительно была наркосеть. Только как-то запутанно все сводится. Мама, мамочка, я тебя очень люблю. Доченька ты мой, Господи. Доченька моя. Ну почему? Ну почему? Почему я не поехала тогда? Ну почему? Почему? И все бы было по-другому. Я бы все могла изменить. Тихо. Мы ее найдем, Танюша. Мы ее обязательно найдем. Я тебе обещаю. Да. Да, понял, выезжай. Поехали. У нас новые дела. Нормально мужик устроился? Две жены. Ты, насколько мне известно, с одной женщиной справиться не можешь. Тут все наоборот. Ну, чем больше баб. Женщин. Тем с ними проще. А как он это провернул? Ну, чисто технически. Купил другой паспорт. Вторая жена знает его под другим именем. Если одна из женщин узнала об измене мужа, это вполне мотив для убийства. Так они же сами к нам пришли. Если ты убила мужа, зачем идти в полицию? Ну, например, чтобы отвести от себя подозрения. Кирилл, что думаешь? Я думаю, что их надо познакомить. Класс. Ха-ха-ха-ха. Ах ты сучка. Ты у меня мужа увела? Простите, пожалуйста, но я же и не знала. Как ты могла не знать? Этот ублюдок на два дома жил. Такое, правда, можно не заметить? Ну, вы ведь тоже как-то не заметили. Я, наверное, что-то не так сделала. Наверное, я была плохой женой. Иначе зачем бы он... Вы его найдете? Да уж. Найдите этого ублюдка. Я ему его глаза наглые выцарапаю. Блин. Семь лет жизни на него угрохало. Слава богу, что хоть детей нет. А, кстати, почему? Все-таки семь лет вместе прожили. А мы child free. Мы с Ромой считали, что наше время рожать глупо. Планета и так перенаселена. Надо жить для себя. Мы с Сережей, наоборот, очень хотели ребенка. Сережа хотел девочку, а мне, если честно, все равно, кто будет. Лишь бы был здоровый. Так, ну хорошо. А как вы проводили свободное время? Да как все. В клубы ходили, в рестораны. Рома суши любит. Ой, это же очень дорого. Мы дома обедали. Я сама готовила, а Сережа очень любит, как я готовлю. Слушайте, а вы ничего не перепутали? Мы точно об одном и том же человеке говорим? Обычно многоженцы любят одну из жен, а другая обеспечивает другие нужды. Либо финансовые, либо эмоциональные. Я вот не понимаю, как можно любить одну, а жизнь другой. Интересно. Значит, Алину ты любишь. Ты знаешь, кого я люблю. Алина в курсе? Давай по делу. Кто из них врет? Обе говорят правду. Богдан, что по отцам девушек? Ярослав Игоревич Белявский. Действительно, работал в районном отделении полиции. Недавно вышел на пенсию. Несколько внутренних расследований на него завели. Кого-то покалечил. Кулаки впускал. Оружие применял без крайней необходимости. Опасный человек. А что второй? По второму. Александр Владимирович Мирошниченко владеет крупной сетью автосалонов. Ну, судя по документам, Роман работал вместе с ним. Надо будет с ними пообщаться. Это же надо быть такой дурой, чтобы женатого мужика подцепить. Я тебе сразу говорил, что-то тут не то. Гнилой он этот твой, Сережечка. Ты про всех так говоришь. Чего? Ты еще рот будешь открывать? Слав Игоревич, поспокойней. Ты чего? Ты в моем доме будешь меня еще учить, как сказать, своей дочерью разговаривать? Молокосос! Значит, во-первых, я не молокосос, а майор полиции. А во-вторых, у вас есть какие-то соображения, куда мог деться Сергей? Куда-куда? Третью дуру пошел искать. Двух ему, видать, было мало. Ну ничего, я тебя, гаденыш, поймаю. Слава Богу, в полиции у меня еще друзья остались. И своими руками задушу. Вот это красотка. Так, все, зарплаты начну откладывать. Ей-богу. Как думаешь, накоплю? Конечно, с тринадцатой зарплаты. Ты ядовитая. Вот это вообще хуколка. А это вообще отвал башки. Данила, если бы я даже не знала, какие у тебя отношения с девушками, сейчас бы точно могла сказать. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Нам нужен Александр Владимирович Мершниченко. Он у себя в кабинете. Вы можете пройти. С девушкой поговори пока. Может быть, что-то интересное расскажет про Романа. Он все-таки здесь работал. Елизавета. Таня, я не рассмотрел ваше отчество. Кофе хотите? Татьяна Александровна, спасибо не надо. Вы по поводу моего зятя, Романа, я так понимаю. Почему вы так решили? Ну как же. Он исчез. Кариночка вся в слезах, ничего не рассказывает. Да, вы правы. Он ведь у вас работал, верно? Да, верно. У Кариночки свой бизнес. Я ей на 20-летие косметический салон подарил. А вот с Романом у нас мужское дело. Совместное. Со временем я ему думаю весь бизнес передать. Ну, я ведь его как сына люблю. А вашим отцовским чувствам не мешало, что у Роме есть другая семья? Что? Вы шутите? Какие шутки? Полгода назад он расписался. Вот его новая жена. Если бы... Никогда бы не поверил. Он ведь так любит Кариночку. Хорошо, что он сбежал. Потому что если бы я его встретил, убил бы. А Сергей Романов, он как к женщинам относился? При столу? Нет. По крайней мере, ко мне никогда. Он слепой, да? Ну, скажите тоже. Вы, наверное, хотите присесть? Да, с удовольствием. Да, с удовольствием. Сейчас бы тест-драйв. К сожалению, эта модель не выезжает. Но знаете, я бы от тест-драйва тоже не отказалась. Простите, но я свое откатал. В смысле? В смысле, у меня сейчас нет времени. Я занят. Угу. Я до вечера подожду. Данила? Буду ждать. Приятно было посидеть. Так, объясни еще раз, почему ты не хочешь закрывать дело? Во-первых, пропал человек, и мы его так и не нашли. Я так понимаю, есть еще во-вторых? Я обещал его жене. Точнее, одной из них. Это очень похвально, майор, что вы всегда выполняете свои обещания. Ты злишься? Алин, давай поговорим. О том, что между нами произошло. Я прекрасно все поняла. Когда два часа прождала тебя в ресторане, ты так не пришел. Прости, я... я не хотел тебя обидеть. Ну, надо было просто позвонить. Пойми, в тот вечер Таня наконец поверила, что Ульяна жива. И я забыл обо всем назвать. В общем, так. У нас нет никаких оснований полагать, что с этим двоих женцем что-то случилось. И если его женя приспичило его искать, пусть упрощается к частному детективу. Мы не будем искать человека только потому, что я в ресторан не пришел. А если он попал в беду, пускай пропадает. Сидите, сидите, Богдан Сергеевич. Спасибо, Кирилл Викторович. Я постою. Что, Алина? Хотела закрыть дело, но мне удалось ее переубедить. Переубедить. Ладно, коллеги, давайте думать. Все, что у нас есть, это две фотографии. Вот на этой фотографии, где он, Роман, это необыкновенные часы. Это смарт-вотч. У них даже симка есть. Но они должны быть привязаны к аккаунту. Посмотри. Найдешь? Уже. Труп свежий. Убили где-то часов 15 назад. Точнее, можно будет сказать, после вскрытия. У Александра был настоящий шок, когда он узнал о вторую жене дядь. Такую эмоцию подделать невозможно. Ярослав был в такой ярости, что даже угрожал расправиться с Сергеем. А если он его убил, он бы не стал так подставляться. Ярости бы у него не было бы. После убийства у человека нет агрессии. Злость уходит, остается только апатия. Я все-таки с ним поговорю, а ты пригласи обеих жен на опознание трупа. Ну что, такие доказательства тебя устроят? Или ты продолжаешь считать, что он просто сбежал? Вы тут пока разбирайтесь, а я забираю дело. Это с какого перепуга? Теперь это дело об убийстве. Ты свою часть работы выполнил, нашел пропавшего. И сам закончу расследование. А начальству надо полагать, как обычно, на твоей стороне, да? Как прекратить этот балаган? Причем оба. Мельник начинал это дело, он много знает о погибшем в его сложном семейном положении. Но Бабич прав, это дело должно перейти в его отдел. Так что, работайте вместе. Обнимемся? Покойничка, обняли. Таня. По правилам опознать убитого должен кто-то один из ближайших родственников. Но, поскольку он был женат на вас обеих, начнем обознание. Да. Это Рома. Примите мои соболезнования. Мне очень жаль. Тихо. Мне тоже жаль. Я бы сама хотела его убить вместе с этой дурой. Не понимаю, почему ты его сразу не арестовал. С таким послужимым списком. Он же первый подозреваемый. Таня уверена, что он не виноват. Только Таню сюда не надо приплетать. Каким образом я могу не приплетать к расследованию своего профайлера? Слушай, а ты не можешь, когда ей хорошо, да? Опять готов ей жизнь разрушить. Что ты сказал? Мы же все помним, почему погибла Ульяна. Что ты сказал? Он через окно ушел. Твою мать. Звони в скорую. Проходите. Садитесь. Здравствуйте. Добрый день. На что жалуетесь? Да я, честно говоря, ни на что не жалуюсь. Я беременна. Знаете, какой срок? Не уверена. Тест сделала примерно неделю назад. А когда вы последний раз посещали гинеколога? Полгода назад. Там в карточке должно быть написано. Да, вижу. Дети есть? Да. То есть, родила семь лет назад, роды нормальные. Ну, хорошо. Посмотрим. Проходите. Раздевайтесь, ложитесь. Привет. Я в кондитерскую зашла, пирожных чая купила. А где Уля? С мальчишками? Что это неделька? Привет. Артем мне все объяснил. Жень, ну ты не права. Нельзя все время сбегать от проблем. Тебе ведь не семнадцать лет уже. Ты мне решила помочь? Держи, Рита. Как договаривались. Уля! Собирай вещи, мы уезжаем. Вы ничего не сказали во время осмотра? С ребенком все в порядке? Никакого ребенка нет. Вы не беременны. Как? А тест? Он может быть просрочен. Ложно положительный результат. Очень редко, но все-таки бывает. Вот же анализ крови. Я его узнала сегодня утром. Так. Честно говоря, я думала, что дело в тесте. Но у вас в крови повышен уровень гонадотропина. С такими показателями вы должны быть как минимум на втором месяце беременности. Я сама врач прекрасно понимаю, что это значит. Вам необходимо пройти обследование. Надо найти, что именно в вашем теле производит гонадотропин в таких количествах. Если вы, конечно, не пьете его на завтрак с утренним кофе. Ну, это вряд ли. Я выпишу направление на обследование. А вы пока что не паникуйте. Отдыхайте, думайте о приятном. Спасибо. Мальчишки хорошие. Они мне книжку подарили. Про чудовище, которое живет в кровати. Тема, прости меня. Ты что творишь, а? Я целыми днями думаю, как сделать так, чтобы тебе было хорошо. Я головой своей рискую. А ты просто берешь и сбегаешь. Отпусти, Женя! Отпусти, кому говорю! Не смей! Вначале придется меня застрелить. Давай, стреляй! Все будет хорошо. Я новую квартиру снял. Чудовище под кроватью тоже сначала было злое. А потом ничего. Приручилось. Доброе утро. Ох, по какому поводу такой роскошный завтрак? Спокойно, мужчины. Дама, вперед. Это тебе. Держи. Чай с молоком. Спасибо. Ну, мне много нельзя. А то в дверь не влезу. Ну, это уж точно. Угощайтесь. Может, вернемся к делу? Да. Налетай. Мы не знаем, кто и почему убил Сергея. Это не Ярослав. Он был зятем в хороших отношениях. Тоня рассказывала, что недавно папу на пенсию отправляли. Так в ресторане Ярослав с Сергеем пили и обнимались. Александр тоже любил зятя. Собирался ему бизнес оставить. Продавщица из СОО это тоже подтвердит. Ну что, коллеги. Пока тупик. Старина. На тебя больно смотреть. Держи. У меня для тебя подарок есть. Умница. Красавица. А будешь хорошо себя вести, она еще и в классной тачке покатает. Я не в форс-пит прошел. Три раза. На крутой тачке. Ну а сам-то чего не воспользуешься? Своей умницей красавицей. На мне уже поздно. Я человек пропащий. А у Боди еще есть шанс. Ты знаешь, как Лиса из капка она выбирается? Она отгрызает себе лапу. Потому что свобода дороже. Интересно, как это оказалось в новой машине? Кажется, я знаю. Богдан, пробей базу Интерпола. Найди кражу новых автомобилей в Германии. Интерпола? Я обожаю свою работу. Вон там кабинет Александра. Мы тогда за ним. А ты пока опроси персонал. Наверняка кто-то из них в курсе, чем они тут занимались на самом деле. Я могу вам чем-то помочь? У меня нет. А вот мужчине можете. Что же вы мне вчера не позвонили? Зато сегодня пришел. Сегодня я не могу, шеф заставил работать и поздно. Хотя подождите, вот он уходит. А я освобожусь пораньше. Вы замечательная девушка. Александр, а почему не попрощались? А дайте хоть с дочкой поговорить. Рома ведь был ее мужом. Она имеет право знать. Папа, они говорят, что это ты его убил. Скажи, что это неправда. Ты что, все про него знал? Как ты мог мне не сказать? Да я понятия не имел, что у него другая папа. Я же его в ресторане в компании ментов видел. Что я должен был подумать? Конечно, что он решил сдать меня полиции. А сам мог прибрать фамильный бизнес к рукам. Ну, ты ведь и так обещал ему бизнес. Доча, это уже не важно. Это лучше найти хорошего адвоката. Да как это не важно? Еще как важно! Да уберите от него руки, дайте спокойно поговорить. За что он мог сдать тебя ментам? Я ничего не понимаю. Да вам потом объясню. Пожалуйста. Спасибо. Это вы нам нервы хотите успокоить? Тогда налейте чего покрепче. Почему у вас тут коньяка нет? Каждый день задаем себе этот вопрос. Ну, чего вы остановились? Рассказывайте уже. Вы закончили на том, что папин бизнес на самом деле держится на краже машин по всей Европе. Именно. Машины перегоняли к нему в салон. Номера перебивали, перекрашивали и продавали. И ваш супруг принимал в этом самое активное участие. Я ж не знала, что они тачки тырят. Думала, что Ромка просто капризничает. А где-то год назад он перестал жаловаться. Но я и решила, что все ок. Мы как раз тогда познакомились. Я еще тогда не знала, что я для него просто замена. Если бы вы были для него заменой, он бы просто встречался. А так он на вас женился. Да. Сережа сам предложил. Я, конечно, была счастлива, сразу согласилась. Нет, я все равно не понимаю. Если ему со мной было так плохо, фиг ли он просто не развелся. Дело в том, Карина, что с вами развестись можно. А с вашим папой, увы, нет. Я правда дура. Думала, он таксистом по ночам работает, потому что ночью и больше платят. Все шло хорошо, пока ваш Карина отец не встретил вашего супруга в ресторане, в компании вашего Антонина отца с его сослуживцами полицейским. Александр испугался, что Роман сдаст его полиции и быстро принял решение. Он его похитил, несколько дней держал в подвале и пытался вытрясти из него правду. А Ромка, конечно, боялся признаться. Знал, что за меня папа и убить может. Именно так он и сделал. А в папу кто стрелял? Тоже Александр. Я не думаю, что Александр сам лично, скорее всего, по его заказу. Он не знал, что именно Роман успел сказать Ярославу. И решил перестраховаться. Ты целый день его звонки сбрасываешь. Обижен? Ребенка не хочешь? Да причем ты не хочешь? Хочу. Я просто не знаю, что ей сказать. Мне надо подумать. Как долго? Ну, пока ты думать будешь, он уже вырасти успеет. Ты сейчас не помогаешь. Бодя, просто иди к ней и скажи, что любишь. Что ты несешь, а? Любовь должна базироваться на доверии. Нет, нет, нет. Вот это никогда в жизни не говори. И вообще, выбрось это мутотень из головы. А знаешь, в чем твоя проблема? Ну, кажется, сейчас узнаю. Ты слишком много думаешь. Может, дать тебе по башке и выбить всю эту дурь? Ну, я сейчас даже не уверен, что ты шутишь. Короче, ты идешь к ней и говоришь, я тебя люблю. Это ж просто. Это ж просто. Ну, пойди туда, Дашка, скажи. Нет, это вообще другое дело. Ничего, это не другое дело. Самому слабому не голову молчишь. Боня. Боня. А когда? Чего ты обижаешься? Ну, ладно, старина, за завтрак. Дашка, Дашка. Да подожди ты, дай сказать. Послушай, у нас с тобой как-то все неправильно сложилось. Что ты Джеку говоришь? Джек, не слушай, он все врет. Да нет, я с тобой разговариваю. Послушай, я что сразу вру? Что тебе нужно? Даш, ты и я… Джек, пошли. Ну, подожди, дай сказать, я прошу тебя. Так говори. Я не знаю, как это все правильно говорится. У меня не получается с другими. Я это с тобой. Так ты это… Старайся лучше. Получится с другими. Джек, пошли. Да нет, я… Правда, мне самому тошно. Я сам этого не хочу. Но нам нужно убить Ульяну. Только через мой труп. Босс требует показать могилу. Знаешь, что будет, если мы этого не сделаем? Вместо одного трупа будет три. Давай уедем. У нас нет денег. Мы не можем уехать в другую страну. В другой город. Он и там нас найдет, поверь. Я сам все сделаю. Ты можешь уйти на это время. Нет. Я сделаю. Сама. Не хочу, чтобы ей было страшно. Это Морфий. Она просто заснята. Ей не будет больно. Знаешь, что я никак не могу понять? Ты о чем? Я у уйтики и женщине, которая похитила Ульяну. Я не могу понять, зачем она им нужна. Не знаю. По идее, она только помеха для похитителей. Зачем им таскать с собой семилетнего ребенка, который к тому же находится в розыске? Давай попробуем это понять. Может, тогда мы их найдем. У меня, конечно, есть одна мысль, но она тебе не понравится. Говори. Если Крот Алина, то она могла сохранить жизнь девочки только потому, что любит тебя. Ну, из нас двоих ты профайлер. Ну, у меня в голове это не укладывается. Ладно, поехали, я тебя подвезу. Тебе нужно много спать. Уже не нужно. Не понял. Я вчера была у врача. Я не беременна. Какой же ты странный человек. Восемь лет назад я говорила, что беременна, ты был счастлив. А сейчас я говорю, что не беременна, ты опять счастлив. Я не странный. Я просто хочу, чтобы ты была со мной. Жень, а зачем мне еще делать укол? Я же уже выздоровела. Это не тебе. Ложи спать. Ложи спать. Мамочка, спой еще. Ложи спать. Ложи спать. Потерп Beit Вонет Папа, пожалуйста, помоги! Я не хочу умирать! Папа! Жень, ну где девочка? Так, давай я ее похороню. Я ее сама похоронила. Где? Фотографии, координаты в телефон. Субтитры сделал DimaTataham. Слушай, давай позавтракай. Позавтракаю? Ты издеваешься? Ты, блин, издеваешься? Ты знаешь, что в нутром я проснулся в полной уверенности, что мы обязательно найдем Ульяну. Может быть, даже сегодня. У меня давно не было такого предчувствия. Ты же знаешь, у меня моя интуиция никогда не подводит. Ну, или почти никогда. Вот за это я тебя и уважаю. За мой всепобеждающий оптимизм? Нет, за твое тупое упрямство. Ладно, увидимся на работе. Ты чего шепотом бабишь дома? Увидимся на работе. Тань, ты только не вздумай вставать. А то завтрак в постель не получится. Я вчера была у врача. Ложная тревога. Я не беременна. Как мы беременна? А этот тест? Ну, ошибся тест. Бывает, так? Ничего страшного. Мы же знаем, как делаются дети. Я очень хочу ребенка. Олег, извини меня. Я не могу сейчас думать о других детях. Мне надо Ульяна найти. У меня полное ощущение, что мы очень близко. Извини. Я заварю новый чай, этот уже остыл. Иди в постель. Я все приготовлю и принесу. Спасибо. Дань, ты че это? Драйвера сменил? Если что, со мной такой номер не прокатит. Это для Дашки. А второй комплект для Джека, да? Пойдешь после работы с Маринкой мириться. Потому что я буду счастлив, а ты свои кислые рожи будешь мне настроение портить. А скажи, пожалуйста, а вот этот винтажный алгоритм в виде цветов и конфет, он еще актуален, да? Ты меня потом еще благодарить будешь. Мы поженимся с Дашкой, ты поженишься с Маринкой. Будем ходить друг к другу в гости. Наши дети будут ходить в один садик. Стоп, 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 стоп. А Даша что, тоже беременна? Не знаю. Но если что, я ее забеременею. Мельник здесь работает? Да, в коридоре, подождите. У меня сын пропал. Да, садитесь, пишите заявление. Да к черту заявление с вашей начальницей разговаривал, она уже в курсе. Но заявление все равно нужно ему написать. Могила свежая. Ты же сказал, что давно разобрался с девочкой. Слушай, меня задолбал твой контроль. Если бы я тебя контролировал, я бы все про нее знал. А так дурак. Пришел, что могу тебе доверять. А ты стал опасен и непредсказуем. А тебе нужен такой человек, как я. Я полностью координирую всю сеть. Чтоб досидел в своем кабинете и ручки свои не пачкал. А ты не боишься, что я найду тебе замеру? Рядом с этой могилой появятся еще две. Для тебя и для твоей красотки. Пушку убери. Убьешь меня, денег не получишь. Хотя это не важно, они тебе больше не понадобятся. Ты отдал своим людям четкие указания на этот счет. Молодец. Молодец. То есть у вашего сына никаких увлечений нет? Вообще никаких? Или же вы не в курсе? Послушайте, он подросток. Какие у подростков могут быть увлечения? Вчера с Кейт, завтра девочки, послезавтра танчики. Такие, как Глеб, мало чем серьезно увлекаются. Извините, у меня переговоры. Долго мы еще тут? Такое ощущение, что вы не очень-то и волнуетесь. Скорее злитесь. А я и злюсь. Он ушел из дома, потому что я ему скутер не купил. Цацку, видите ли, ему не подарили. Я хочу, чтобы вы его как следует напугали. Я не знаю, где он прячется. Просто надейте его и приведите в наручниках. Послушайте, Арсен, подростковый возраст очень сложная штука. Я в курсе и уже теряю терпение. Вы, менты, должны искать пропавших. Вот и ищите. Я имела в виду, что возраст сложный не только для вас, но и для самого Глеба. Вы, видимо, много работаете, мало уделять внимания сыну. По моему опыту, когда подросток скандалит из-за вещей и денег, это означает только одно. Он хочет получить доказательство того, что родители его любят. По-вашему, я не люблю своего сына? Уверен, что любите. Только вот что он думает по этому поводу? Он не думает. Он подросток, которому не купили скутер. Просто возьмите его за шиворот и приведите домой. Пропал ребенок. Может быть, он и выглядит, как взрослый, но ему нет восемнадцати лет. Подростки вообще находятся в зоне риска. Если парень сбежал из дома, явно он был в плохом эмоциональном состоянии. Он сбежал из дома на злоотцу, потому что тот не купил ему очередную дорогую игрушку. Ну, так поищите его, раз у вас все равно нет никакого другого дела. Или оно у вас есть? Алин, это Лисянский просто жиру бесится. А у нас есть реальная возможность найти свою дочь. Лисянский дружит с мэром, и мне совершенно не хочется снова влипать в служебные неприятности из-за вас. Но, если у тебя есть что-то новое по делу Ульяны Кирилла, я отдам дело Лисянского в другой отдел. Так у тебя есть что-то новое? Нет. Но это не значит, что я должен тратить свое время на выходке молодого мажора. Алин, а может быть, у тебя есть что-то новое по делу Ульяны? Что, прости? Ты скрыла роман с Веткиным, допустим. Веткин явно замешан в деле Ульяны. Одного не могу понять, почему похитители до сих пор держат у себя ребенка? И ты предполагаешь, что если бы я знала, где Ульяна, я бы не навредила девочке из сентиментальных соображений. Я правильно тебя понимаю? Примерно так. Таня, ты выпускаешь из вида, что если бы я курировала наркотрафик, у меня бы не было никаких сентиментальных соображений, поверь. Я не буду оправдываться. Так что вы метайтесь сейчас из моего кабинета оба и скажите спасибо, что я вас не уволила. Что касается Ульяны, я возобновила дело, так что если вам понадобятся люди, они у вас будут. Алин, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Зря мы с тобой на Алину наехали. Она дело возобновила, людей дала. Ты до сих пор думаешь, что она замешана? Ты не можешь трезво мыслить. У тебя с ней близкие отношения. Допустим. Так мы знаем, что Ульяна в городе. Мы знаем, как выглядят женщины, которые прячут нашу дочь. Что делать дальше? В том-то и дело. У нас никаких зацепок. Кроме Алины. И что ты предлагаешь? Пытать ее? А ты что предлагаешь? Сидеть и ждать? Богдан продолжает просматривать камеры. Он весь город перешерстит. Будем надеяться, что нам повезет. А это мама Глеба? Где она сейчас? Умерла. Когда еще Глеб маленький был. Если бы осталась жива, все могло бы быть по-другому. А это его девушка? Я работаю целыми днями. У меня нет времени вникать, кто девушка Глеба, а кто нет. Вы звонили, может быть, он у нее прячется? Слушайте, вы меня реально достали. Почему я должен звонить? Вы, полиция, вы и звоните. Да, я просто спросил. Вы знаете, так бывает, когда сын пропадает, родители обычно сначала звонят знакомым, друзьям, а уже потом в полицию. Если мне понадобится ваш совет, чтобы выяснить свою последовательность действий, я непременно с вами свяжусь. А вы можете один раз напряжаться и попытаться вспомнить хотя бы ее имя? Ника. Наверное. Спасибо большое. Вы очень помогли следствию. А вы к кому? К тебе. Мы с полицией. Мы по поводу Глеба Лесянского. Ты же знаешь, что он пропал? А родителей дома нет. А зачем нам твои родители? За тем, что без них вы меня допрашивать не можете. Я несовершеннолетняя. Мне о каком допросе речи не идет. Мы просто поговорим. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Хотя, если ты будешь продолжить пести себя так, подозрительно. У тебя есть братья и сестры? Нет. А кто тогда в доме, если родителей нет? Никого. Стой, стоять. Стоять! Стоять! Да ты ж острый малый, Глеб, а? Я не Глеб. Не Глеб? Ну что не Глеб? Пойдем тогда поговорим. Просто предки не разрешают мальчиков приглашать. Вот Антон и выбежал через заднюю дверь. Вы мне расскажете, мы ничего такого не делали. Но вы же видели, что мы не родители. Почему испугались? А фиг его знают. Вы же взрослые. Мы решили, что на всякий случай Антону проще всего будет сбежать. Ник, давай так. Мы ничего не расскажем родителям, а ты все расскажешь про Глеба. Ты что, до сих пор с этим козлом встречаешься? Нет, я же говорила. Врешь. Она не врет. Я как специалист говорю. А почему Глеб козел? Ну, он был нормальным. Пока у него эти дебильные дружки не появились. И теперь он только о деньгах и говорит. Скучно. И я с ним не встречаюсь. Вы не знаете, где он может быть? Понятия не имею. Да, Калис, не говори. Понял. Поступила требования, а вы купили. Поехали. Симка, одноразовая? Ну, да. Они же не идиоты. Жаль. Ну, вот смотрите, тут видео. Мы пришлем вам адрес с текстовым сообщением. А вы привезете двадцать тысяч долларов в указанное место и в указанное время. Иначе ваш сын умрет. Папа! Папа, пожалуйста, помоги! Я не хочу умирать! Папа! Я отвезу им деньги. Это плохая идея. Да мне плевать. Слушайте, уберите его, а? И сами убирайтесь. Я не собираюсь рисковать сыном. Он их не боится. Глеб, он не боится этих парней. Мимика, жест, ни страх, ни напряжение. Он играет. Возможно, это совсем не похищение. Вы что творите? Вы слышали, что она вам сказала? Слышал. Если она ошибается, я не собираюсь тратить временно разговоры. Двадцать тысяч долларов – не такие большие деньги. Если она права, я отдам деньги и заберу пацана. А потом выбью из него всю правду. Мало не покажется. Все, ребята, вы свободны. Я, конечно, все понимаю. У человека похитили сына, он в состоянии аффекта. Но ведь он небедный человек. А значит, не глупит. Может, все-таки остынет и поступит так, как мы предлагаем? Он бизнесмен определенного склада. Такие обычно принимают сами решения. Остальные для них идиоты, тупые исполнители. Так что, если он надумал ввести деньги, то все, мы ничего не сможем сделать. Это да. Ладно. Вызовут Уптунов. Пускай его пасут по-тихому. Поздно. Поздно. Ну, тогда сами. Стой! О, а вы что тут делаете? Ну, что, передал деньги? И где твой сын? Надеюсь, утром будет дома. Сомневаюсь. Спасибо. КОНЕЦ Жень, поешь. Хотя бы чаю выпей. Я знаю, что ты чувствуешь. И что ты будешь чувствовать завтра, послезавтра и через десять лет. Но если ты хочешь выжить, ты должна прекратить эту молчаливую истерику. Встань и займись чем-нибудь. Хочешь, чтобы я чем-то занялась? Хорошо, займусь. Спасибо. Кирилл, перестань маячить. Всех это нервирует. И укачивает. Ладно. Смысла здесь сидеть никакого нет. Данила, Богдан свободны. Если что, я вас вызвал. Иногда твои распоряжения кажутся разумными. Ну, не то, чтобы часто, но… Иди, пока я не передумал. Все, я исчез. Я не понял, Колисник опять открыл сезон охоты? Не, это он к Дашке пошел. Что, так мне кажется, полнейший идиотизм. Девушкам не нужны конфеты и цветы. Приятно осознавать, что мальчики подаются обучению. А что же девушкам нужно? Понятия не имею. Да у нас в отделе весна. Это да. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Боже, как мило. Сначала ты не отвечаешь на мои звонки. А теперь приносишь веник, на который у меня аллергия. Я не знал, что у тебя аллергия. И вообще, слушай, так нечестно. Ты сама мне три месяца не отвечала. Ломанула мой комп. Это я должен обижаться. А ты чего пришел? Хочешь, чтобы я тебе денег на новый комп дала? Нет. Просто объясни, что происходит. А ты, правда, не понимаешь? Слушай, ты так много сидишь за компьютером. Мне кажется, у тебя зрение уже совсем испортилось. Ты беременна. Я это вижу. Но это не повод себя так вести. Я, кстати, читал. У тебя должна быть эмоциональная лоббильность и период гнездования. Угу. А почему ты не хочешь меня видеть и со мной общаться? Об этом в интернете не пишут. А ты сам не понимаешь? Угу. Ну, потому что ты мне сказал, что не хочешь ребенка. Когда? Ну, вот примерно три месяца назад. Поэтому я и ушла. Так я не знал, что есть ребенок. Как его мог хотеть или не хотеть? Это был абстрактный разговор. Правда? Да. А я думаю, вполне конкретный. Ну, пока. А ты куда-то торопишься? Да, ты знаешь, у меня начинается период гнездования. Я пошла гнездиться. Даша, Даша, Джек. Здорово, Джек. Я так рад вас видеть, капец. Я вот... Чего ты? Я вот цветы принес. Конфеты. Перестань меня преследовать. Пошли. Ну? Пошли. Опа. Здорово. Ляпс. Как все прошло? Как по маслу. Пивасик заждался. А ты был прав. У твоего батя реально бабки есть. Раза штука. И двадцать кусков не жалко. Два штука. А мы думали, что ты гонишь. Пять, шесть, семь. Пять, штука. Короче, я залягу на дно, дней так на десять. Батя орать будет, ментов позовет. Ну, вы не парьтесь, я отмажусь. Адьос. Что ты делаешь? Перехожу на новый уровень. Вы не отвечаете на телефонные звонки. Что случилось? Похоже, он не вошел. Арсен Владимирович. Что произошло? Слушайте, вы охренеть какие специалисты. Вы же убеждали меня, что он в полной безопасности. Вы говорили, что он сам организовал свое похищение. А палец он тоже сам себе отрезал? Или это потому, что я не так с ним общаюсь? Господи, вы почему нам сразу не позвонили? Я позвонил, кому надо. Надо было сразу меня вызывать. Не было оснований. Были. Присутствие мельника в деле, это уже веская причина. Убрать его и позвать меня. Арсен Владимирович, это Олег Бабич, руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениями. Очень приятно. Какие планы? Сейчас главное не паниковать. Этим не поможешь. Где коробка? Чем мы можем помочь? Идите к черту. Можете. Мельник, отвези-ка эту экспертизу. Выйдем. Мельник, руки уберут. Совсем с ума сошел. Ты что, совсем с катушек слетел? Ты что творишь? Это что, месть такая? Месть? За что? За что? За наши подозрения в деле Ульяны. Ты серьезно? Серьезно. Кир, послушай, я на такую мелкую месть не способна просто физически. Отец мальчика позвонил мэру, попросил тебя заменить. Мэр прогнул меня. Еще вопросы есть? Поехали. Не обращай внимания. Он не это имел в лиду. Он вообще тебя не подозревал. Это я тебя подозревала. И продолжаешь? Обычно я очень точно могу определить, что чувствуют люди. Но сейчас я, видимо, не в форме. Таня. Ты видишь, он со всем не так. Ты как вчера? Никак. Конфетки не пригодились. Мне тоже. Ну ищи всем. Ну что, влюбленные, сегодня без букетов? Ну вот и отлично. Здесь все отпечатки, которые сняли в Думе Лесянского. Надо выяснить, был ли в Думе кто-нибудь посторонний? Если был, то кто? Если что, я с Таней у Софии работаем. Ну, начальство тоже сегодня не в Дуке. Начальство тоже проблемы с бабой. Может, ты пригласил его на коньячок? Все-таки крепкие напитки лучше распивать втроем. Ну, что молчишь? Я смотрю на отрезанный палец. И меня срочно нужно развлечь милой светской беседой. Запросто задавайте тему. Ну, для начала скажи, как ты себя чувствуешь. И когда уже на радость всему управлению принесешь в Подоле орущий сверток? Я думаю, что не скоро. Я была у врача, я не беременна. Не беременна, значит. Обрадовал господи. Сами знаете ответ. Знаю. Но если я не буду спрашивать, наша светская беседа загнется минуты за три. Как моя бывшая свекровь. Земля истекловатая. Тесты редко ошибаются. Ты обследовалась, девочка? Знаешь, в чем дело? Пока нет. Я думаю, что просто тест был просроченный. Вот и все. Ну, плюсы в этом тоже есть. Теперь тебе ничто не помешает вернуться к твоему драгоценному мельнику. Но я же не из-за этого от него ушла. Помяни мое слово. Вы все равно будете вместе. Софья Борисовна, вы профессию не пробовали поменять? Из вас получилась бы отличная гадалка. Это потому, что я, как всякая гадалка, говорю то, что ты хочешь услышать. Софья Борисовна, ну как? Есть результат? Я еще и в цирке выступать могу. Да. Ну что, дети мои. Мальчик определенно принадлежит пропавшему мальчику. Так что пианистом он вряд ли станет. Это все из-за меня. Я была уверена, что мальчик на видео совершенно спокойный. Я даже не сомневалась, что это он сам подстроил. Все это похищение. Я ошиблась. Я… Танюш, послушай меня. Ты не могла ошибиться. Ты никогда не ошибаешься. Просто в этом деле что-то не так. А мы уже не узнаем, что именно. Нас отстранили. И правильно сделали. Можно подумать. Мельнику когда-то мешало, что его откуда-то куда-то устраняли. Он как радиация везде пролезет. Если тебе нужен повод, чтобы как бы случайно вернуться, скажи, что я велела передать лично в руки. В руки. Привет. Успокоилась? Успокоилась. Что делала всю ночь? Думала. Ты что придумала? Придумала, где нам взять деньги уехать из этого города. Я больше не могу здесь находиться. Спасибо. Вы все помните? Да. Я должен как можно дольше продержать его на линии. Верно. Миша готов? Алло. Надеюсь, вы поняли, что намерения у нас самые серьезные. Да. Вы получите столько, сколько хотите. Миллион. Хорошо, я свяжусь с банком. Вы не поняли. Мы не будем ждать. Ну, я же не держу такие деньги под кроватью. Мне все равно, где вы их держите. И ждать я не буду. Хорошо, я постараюсь связаться с банком. И вы в какой валюте предпочитаете? В каких купюрах? Ты думаешь, что я идиот, который не понимает, что ты тянешь время? Готовь деньги. Немедленно туда. Бабич, ты думаешь, он там сидит у телефона и тебя ждет? На хрен ты вообще приехал? Результаты Софья могла и по телефону сказать. Так что не мешай работать. Арсен Владимирович, мы уверены, что ваш сын знаком со своими похитителями. А я уверен, что ты просто не способен признавать свои ошибки. Миллион. Давай. Ну что, никого? Никого. Вы с Антоном говорили, что у Глеба появились новые друзья. Ты хоть кого-нибудь знаешь? Нет, я никогда их не видела. Хотя, один раз он поехал с ними встречаться в кафе на заправке. Я сначала была с ним, а потом сказала, что сидеть в этой вонючей дыре не намерена и ушла. Адрес помнишь? Нет. Нет, я нарисовать могу. Вот центральный мост. Через полчаса мы позвоним твоему отцу. Молись, чтобы деньги были уже на месте. В следующий раз ты пойдешь звонить. Ясно? Да нет проблем. Схожу. Не забудь. У тебя минута, пока они тебя засекут. И еще несколько минут, пока доедут. Так что не тяни. Договорись про бабки и вали. Нам еще парня завалить надо. Ты охренел? За мертвого нам его батя ничего не даст. Он же не узнает. Заплатит, куда денется. Да, но это явно не то место, куда приглашают девушек на свидание. Это да. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Список сотрудников. Будьте добры. Это все? Да. Пожалуйста, минуточку. Активные точки на карте – это телефоны тех, кто работает на этой заправке. Видишь? Да вижу, не слепой. Не груби. Смотри дальше. Николай Смолер сейчас на работе. Евгений Дудкин в кино. Еще двое в универе на лекции. Если бы я спер человека, я бы ни в кино, ни на лекцию не пошел. Сидел бы и караулил его. Вот именно. И с работы бы тоже, наверное, отпросился. Остается Виталий Пахомов. Но у него телефон, к сожалению, выключен. Как правило, похитители звонят со стационарных телефонов. Потому что понимают, что их телефон можно легко засечь. Капец. Маринка опять трубку не берет. Не, ну вы прикиньте, три месяца назад спросила у меня, хочу ли я детей. Чисто гипотетически. Вместо того, чтобы нормальным человеческим языком сказать, я беременна. Я-то откуда знал? Будем? А вот эта вот точка недавно появилась. Вроде как новая. Черт. Что? Телефон Пахомова появился. Отслеживаю. Координаты СМС кинешь. Данила, бегом. А, бегу. Телефон Пахомова Давай. Только мы знаем, что им хватает мозгов вовремя уходить. Что делать? Берите трубку. Алло. Вы собрали деньги? Я обзвонил всех, кого знал. Но такую большую сумму обналичить за такое время, это просто невозможно. Пожалуйста, не трогайте моего мальчика. Это зависит только от вас. Вы пытаетесь торговаться? А я этого не люблю. Деньги будут, я клянусь. Только мне нужны гарантии, что вы не будете издеваться и калечить моего мальчика. Договорились? Когда будут деньги? Ты сам во всем виноват. Сам, ясно? Это ты все придумал. Да вроде все нормально. Договорился на сегодня? Молоток! Знаешь, я тут подумал. Может, Глеба не убивать, просто оставим его здесь. А сами рванем за границу. А оттуда уже отправим его отцу координаты. В котором часу деньги привезут. Так, это только через три дня будет. Они обещали, что все будет так, как мы хотим. Идиот. Доставай телефон. Так, сигнал шел отсюда. А более точные геолокации этот гений не мог в Москве? Значит, не мог. Похоже, не так уж тебя твой отец и любит. Миллион пожалел. Может, это заставит его поторопиться? Тима, еще не поздно остановиться. Снимай! Отправим этому уроду видео, где его сынок медленно подыхает. Хватит! Снимай, твою мать! Успокойся! Если мне понадобится убить двух сополевых пацанов, я это сделаю! Здорово, пацаны! Нож положи. Не положу. Прикол! Живой? Э-э, мне тебя еще к папе возвращать. Живой. Боже мой, сынок. Болит? А? Поехали в больницу и все будет хорошо. Поехали. Пап, это я во всем виноват. Я сам все это подстроил и это я тебя ограбить хотел. Ах, я не понимаю. А рука? Да. Потом, когда они деньги получили, они захотели еще. Вы были правы, с самого начала. Если б я тогда не отвез деньги, поехали. Они думали сначала, что ты не будешь платить. Потом поговорим, поехали в больницу. Пошел. Что? Ну, что? Просто смотрю. Вы бабич иногда такой забавный? Вы любого допеченок достанете. Ну, иначе я бы не занимала эту должность. Надо же! А я от досады места себе не находила. Думаю, как же я ошиблась. Я видео сто раз пересмотрела. Думаю, нет, мальчик их не боится. Оказывается, вот оно что. Они просто передумали по дороге. Бывает же такое. Да все бывает. Бывает только одного. Ты никогда не ошибаешься. Еще как ошибаюсь. Я ж думала, что Ульяна погибла. Она жива. Она жива. Ответь. Да. Что случилось? В лесу нашли могилу. С фотографией Ульяны. Кир. Кир. Кирилл. Это не она. Кирилл. 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 Куда собрался? Не твое дело. Ночевать придешь? Может приду, может нет. Значит, я могу по ночам из дома уходить. Только попробуй, я тебе ноги поломаю. Тогда я на развод подаю. А я у тебя детей отсужу. Спокойной ночи, дорогая. Это ты? Софья Борисовна, я никак не могу понять, почему вы не хотите показать тело? Деточка, потому что это бессмысленно. Его пытались уничтожить в кислоте. И тебе совершенно не надо на это смотреть. Просто поверь. Кирилл, сделай что-нибудь. У него шок. У тебя тоже. Да что я тебе говорю. Ты сама все понимаешь. Да при чем тут шок? Просто это все не имеет смысла. Смерть ребенка вообще бессмысленна, Данюша. Софья Борисовна, я не об этом. Вот скажите мне, зачем надо было уничтожать тело? Ну, странный вопрос. Ну, чтобы его нельзя было опознать. Так. А для чего тогда надо было оставлять фотографию на могиле? И правда. Мы не будем гадать на кофейной гуще. У нас для этого приборы есть. Я сравню ДНК тела с ДНК Ульяны. Они сохранились? Полтора года все-таки прошло. Надеюсь, что да. А пока примите оба по две таблетки. Это успокоительное. Больше суток не спали. Нет, я не буду. Вдруг вы результат получите, а я сплю. Это не наша дочь. Я чувствую. Перестань бумагу портить. Моё терпение кончилось. Прости, я нервничаю. Мне надо чем-то занять руки. Чего ты нервничаешь? Маринка же беременна. Гормоны бушуют у тебя? Я понимаю, страшно. Жил себе, никого не трогал. Тут семья, ребенок. Ты не понимаешь. Страшно не потому, что ребенок, а потому, что с ним может произойти все, что угодно. Ну, чего ты о плохом-то раздумаешь? Кирилл и Стане тоже, наверное, о плохом не думали. Только плохое приходит в твою жизнь. Даже тогда, когда ты о нем не думаешь. Ну, лучше держи это. Спасибо. Я ведь даже не смогу быть рядом с ним. Не смогу его защитить. Да ладно, перестань, старина. Время покажет. Здравствуйте. Извините, я принес заявление о пропаже моего бизнес-партнера Александра Васильева. Но если не вовремя, я могу позже зайти. Я так понимаю, ты придумала план? Захожу с оружием, выношу золото. Знаешь, в чем проблема семейных пар? То, что они не ходят на семейную терапию и идут грабить ювелирку? Они постоянно повторяют слово «я». Ну, а ты будешь ждать меня здесь, на мотоцикле. Как же я тебя люблю. Нравится мой план? Ну, ничего, подработаем. У меня было много поводов для сомнений. Но я рад, что могу тебе доверять. Все, отбой. Мои соболезования. Таня, ты как? Я в порядке. Я вообще не понимаю, как ты держишься. Ну, теперь ты уйдешь из отдела. Тебе нужно прийти в себя. Заняться здоровьем. Я обязательно займусь, как только найду Ольян. Тань, подожди. В смысле? Мы же ее нашли. Олег, мы нашли неопознанный труп. Если бы мы все не были вовлечены эмоционально, никто бы не делал поспешных выводов. Экспертиза еще не готова. Хорошо. Пообещай мне, что мы вернемся к этому разговору после экспертизы. Извини, я ничего не могу обещать. Мы с Сашей открыли клинику на двоих около года назад. Только-только начали в плюс выходить. Ну, сами понимаете, сейчас вообще не время для отпуска. И сколько времени Васильев не появляется на работе? Ну, уже неделю. Ну, тут не то, что он не появляется, это не проблема. Он даже на звонки не отвечает. Раньше такого не было? Ну, признаюсь, он, конечно, папник необыкновенный. Там мог за какую-то девушку ввязаться. Ну, так, чтобы на неделю. А еще вчера он должен был на конференции доклад читать. Месяц, который он докладу готовился. Но так и не появился. Я так понимаю, что с семьей его вы уже связались. Да, я разговаривал с его женой, с Ларой. И судя по тому, что вы пришли без нее, она не очень переживает по поводу пропажи мужа, да? Ну, цитирую, она мне сказала, если тебе нужен этот козел, то сам его ищи. Интересно, чем же он так ее обидел? Спасибо, любимый. Все для тебя. Я в восторге. Я могу вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот у нас с мужем сегодня годовщина, и он хочет сделать мне подарок. Ну, не то, что бы я хотел, просто я его уступаю грубой силе. Ну, у нас широкий ассортимент изделий с драгоценными камнями. Здесь золото, здесь серебро, здесь чешские гранаты. И еще, обратите внимание на гарнитуры с бразильскими аметистами. А где у вас самые дорогие украшения? Прошу вас. Так, ладно. Я подумаю. Спасибо большое. Пожалуйста. Женщины. Я проверил городские камеры и нашел машину Васильева. Да. Машину засекли в прошлый вторник в 12.45, в 14.07 и в 15.30. Причем в половине четвертого Александра в машине уже нет. Кирилл, что делаем? Кирилл! Мне все равно. Можно тебе на минуточку? Кирилл, я понимаю, что ты перегорел за эти полтора года. У тебя просто нервы сдают. Но ты верил, что Ульяна жива, даже когда все факты были против. А сейчас как-то у нас действительно есть надежда. Да нет у меня никакой надежды, Таня. Я очень хочу верить, что там в Моргене наша дочь, но я не могу. У меня нет больше сил. А где ты брал силы полтора года? Если тебе действительно хреново, поезжай домой. Постарайся поспать. Я не брошу тебя сейчас. Вот видишь, ты сильнее меня. Я же тебя бросила. Если жена знала, что у него любовница, то могла ее убить. Бабы, а не знаешь, такие ревнивые, не то что мы. Да. Я помню, как ты закипел, когда Даша просто поцеловала в щечку какого-то мужика. Рот закрой. Пошли работать. Богдан, напомни, когда видели машину? Между 12 и 45 и половиной четвертого. И где эта машина сейчас? На парковке. Координаты уже у вас. Значит так, я проверю машину. Данила, ты пробей алиби его жены на это время. Валерий сказал, что Александр уже неделю как исчез. А вы совершенно не волнуетесь. А чего мне волноваться? У него теперь новая баба, пусть она и волнуется. Саша неделю назад сказал, что у него другая. Но я же понимаю, что она ее не вчера встретила. Просто врал, как обычно. Сволочь такая. Хоть бы о детях подумал. Пил, 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 пил. Ой, боже мой. Так, мальчики, хватит. Давайте идите на улицу с этими штуками играть. А вы не знаете, как связаться с этой, как вы ее назвали? С бабой? Не хватало мне еще контакта его любовницы иметь. Чего вы так на кашу смотрите? Есть хотите? Да, она пахнет, зараза. Я по завтраке-то не успел. Ну, я вам кашу предлагать не буду. Она с куриными костями. Наша собака ее очень любит. А я вам лучше петрогротик сделаю, да? О, спасибо. С сыром нормально? Да, супер. А колбасы? Не-не-не, только сыр. Лариса, а вы можете вспомнить, где вы были в прошлый вторник в районе с 12 до 4? Вторник. А, точно, точно. Я же была с Максимом врача. Спасибо. А в котором начало? Ну, мы записывались на 3 часа, пока там зашли, пока очередь, там, кровь сдали. Ну, вышли, когда уже стемнело. Билл, Билл, ты убит. Пацаны, не стрелять, я сдаюсь. А мы пленных не берем. Мальчики, я кому сказала? Или вы хотите до завтра без компьютера остаться? Мы не хочем без компьютера остаться. Дядя, а вы полицейский? Ну, да. А вы маму в тюрьму посадите? Ура, маму в тюрьму посадят, а мы будем телевизор смотреть. Да я и без анализа крови вам скажу. Пацаны, у вас здорово. Ну что, нашел что-нибудь? Отпечатков пальцев нету. Кто-то тщательно протер. Есть только вот это. Судя по длине, волос, вероятно, женский. Цвет рыжий. Вот здесь вот кнопка сигнализации. Если он успеет ее нажать, тогда на входе упадет решетка. И тогда все, мы в клетке. Ну, значит, не нужно дать ему нажать эту кнопку. А если сигнализация голосовая? Такие очень часто ставят. Тогда придется взять в заложники продавца, а они по-любому нас выпустят. Нет, сильно рискованно. Когда тебя это останавливало? Скажи мне. Послушай, раньше я это делала ради адреналина и денег. А сейчас мне есть что терять. Я хочу жить с тобой долго и счастливо. И уверять в один день. Это значит, что нам нужно искать другие версии. У хирурга всегда есть неудачные операции. Может быть, был какой-то обиженный пациент. Или его родственники. Мы всегда бытовуху ищем. Нет, я понимаю, статистика, все такое. Ну, а может быть, это криминал? Может, ты лучше своим делом будешь заниматься, детектив. Колесника хорош, круги нарезать, на нервы действует. Может, мне не дышать или сразу заявление написать, а? Извините, коллеги. Погорячился. Да ладно, мы же все понимаем. Вот, смотрите, пять лет назад после неудачной операции пострадала Тамара Амельченко. Она потеряла почку. И что, Василий был виноват? Нет. Нет. Обвинили второго хирурга. Милу Лесину. Посадили на пять лет. Вот она недавно вышла. Поговорить нужно с обеими. И с Милой, и с Тамарой. У каждой из них есть мотив. Мила, здравствуйте. Мы из полиции. Хотели бы задать вам несколько вопросов. Зачем? Я ничего не нарушала. Работу нашла в полиции. Регулярно отмечаюсь. Мы вас ни в чем не обвиняем. Просто хотели узнать подробности вашей неудачной операции. А что рассказывать? Накосячила, получила десять лет. Через пять вышла по УДО. Видите, санитарка устроилась. Врачом-то я больше никогда работать не смогу. Мила, вы что-то не договариваете. Вы действительно были виноваты смерть пациентки. А вы все равно не поверите. А вы все-таки расскажите. На самом деле, это пациентка Васильева. Он провел операцию, а потом попросил сменить его и зашить. Сказал, устал очень. Так что, он меня подставил. И ему поверили? А то. Он звезда хирургии, я только три года работала, так что меня никто не слушал. Мне бы на вашем месте очень хотелось бы отомстить. А к чему этот разговор? С Васильевым что-то случилось, да? И вы думаете, я виновата? Где вы были прошлый вторник с 12 до 4 часов дня? Я как раз в полиции была. Я отмечаюсь каждую неделю в 2 часа дня. Такое алиби вас устроит? Я придумал. Если у бабы есть дети, значит, нужно действовать через них. Нужно принести подарок. Киндер-сюрприз. Так у Даши вроде бы нет детей. Или ты собрался дождаться, пока не появится, а потом к ней подкатить? У Даши есть Джек, а это ее семья. Вот его нужно и подкупать. Как собрался подкупать? Наличка или мешок с кормом? Ты меня вообще слушал? Да, и очень внимательно. Есть. Бинго. Придумал? Смотри. Год назад Васильев прооперировал мафиози Яшкевича. И не сообщил об этом в полицию. Зачем сообщать? Может, у него просто аппендицит? Мафиози тоже люди. Может быть. Но за два часа до начала операции неизвестный позвонил в полицию и сообщил о вооруженном конфликте с участием банды Яшкевича. Ты думаешь, у Яшкевича обострился аппендицит на фоне стрельбы? Я думаю, что в Яшкевича стреляли и попали. А Васильев ему помог. Тогда Яшкевич Васильеву должен быть по гроб жизни благодарен. Ну, зачем похищать хирурга, который тебя спас? Не знаю. Может быть, Яшкевич его похитил, чтобы Васильев опять ему помог? Но в прошлый раз он лечил его в клинике добровольно. Знаешь, критиковать каждый дурак сможет. У тебя есть версия получше? Нет. Ну, давай тогда эту рассмотрим. Хорошо. Я у Кирилла спрошу. Не надо. Ну, ты же видишь, как он реагирует. У него сейчас есть дело поважнее, чем коррумпированный хирург. А вот если мы с тобой вдвоем это дело раскроем, вот это будет крутяк. Прости, я без приказа не могу. А? Тебе чего? Здравствуйте. А мне с Яшкевичем надо поговорить. А тебе назначено? Не думал, что к нему нужно записываться. Парень, вали отсюда, пока не огреб. Подождите секундочку, а как он себя чувствует? Не болеет? Парень, а ты как себя чувствуешь? Давно из дурки сбежал. Ну, а из родственников, из семьи его никто не болеет? Врач не приезжал? Может, хочешь сам зайти посмотреть? Проверить? Можно. Тебе сейчас самому хирург понадобится, придурок. Еще одна просьба. Вы должны отстранить тайм от работы. Ну, определите, пожалуйста, это просьба или я должна. Если второе, то почему? Вам кажется всем, что она железная? Она, между прочим, живой человек, который совсем недавно потерял ребенка. Я хочу отвезти ее в отпуск к морю куда-нибудь. Отстраните ее хотя бы на неделю. А если Таня узнает, что это вы попросили ее отстранить от работы, она к морю с вами ехать не откажется? Может, и откажется. Да, потом она поймет, что я это сделал ради нее. Богдан, по поводу той женщины, которая во время операции пострадала. Да, Тамара. Черт. Тамара, мельченька, что нужно? Говори громче, ничего не слышно. Я не могу громче. Что, горло болит или в засаде сидишь? Типа того. Я сейчас найду информацию и все спрошу на телефон. Вот адрес. Спрасываю. Совсем гений от рук отбился. Так, ну все. Теперь можно и делом заняться. Для начала взломаю домашнюю сеть Яшкевича. Ну, там видно будет. Не понимаю, зачем вы пришли? Я не хочу больше обо всем этом думать. Да, меня неудачно прооперировали. Я после этого несколько лет лечилась. Но врача наказали. Мне даже какие-то деньги заплатили. Хотя небольшие. То есть вы решили все забыть и начать все сначала. А вам так никогда не хотелось? Ну, почему же? Очень хотелось. Только у меня ничего не получилось. Я вообще не уверена, что это возможно сделать. А у меня получится? Буду держать за вас кулаки. Последний вопрос. Что вы делали в прошлый вторник с двенадцати до четырех? У меня была встреча с психологом. В час дня. Вот, пожалуйста. Его телефон. Позвоните, проверьте. И вообще, очень его рекомендую. Не знаю, что именно случилось в вашей жизни плохого. Но вам, кажется, тоже не помешает помощь. Спасибо. Блин, кто же вам защиту писал, а? А если мы вот так зайдем? Есть. Теперь поищем Васильева. О, интересно. Так это ты по сети лазишь? Кто тебя подослал? Отпустите меня, я просто врача ищу. Надеюсь, хирурга. Он тебе понадобится. А я как раз за тобой хотел идти. Поехали домой. Я никуда не поеду. Экспертиза может быть готова в любой момент. Я хотела тебя попросить. Можно я у тебя в кабинете переночу? Подожди, это глупо. Если София позвонит, я тебя за десять минут сюда довезу. Тебе надо выспаться. У меня нет сил на споры. Ну, хорошо. Тогда давай переночуем здесь. Олег, я сейчас не могу никого видеть. Извини меня. Я тебе очень благодарна за все, что ты для меня делаешь. Но сегодня... Я понял. Вот ключи. Чай, кофе в тумбочке. Если будут новости, дай знать. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Всем привет. Здорово. Что это за странный запах? Нормальный запах. Каша с куриными костями. Ты хоть поспала немного? Да какой там? Я каждые двадцать минут бегала к Софье, пока она меня не выгнала и перени забирала. Что будем делать? Займемся текущим делом. Значит, машина Васильева с рыжей незнакомкой была замечена с двенадцати до четырех дня. Лариса в пятнадцать ноль ноль зашла к врачу с сыном. Тамара с двенадцати до часу была у психолога. Я проверяла. Мила с двух до трех была в полиции. Что получается? Получается, нужно искать новых подозреваемых. Да. Сейчас зайдем. Пошли. Софья ждем. Где Богдан? Ты думаешь, я идиот? В этот бред поверил? Какой-то доктор исчезнувший. Когда придумываешь легенду, надо лучше стараться. Колись давай. Зачем сюда пришел? А? Менты опять под меня копают. Чего молчишь? Так я все уже рассказал. После чего эта обезьяна меня избила. Кто здесь обезьяна? Я же говорю, стоит мне только рот открыть, он сразу руки распускает. Мне вообще кажется, его бесит человеческая речь. Бей его, пока не признается. А я пошел позавтракаю. А если он ничего не скажет? С какими идиотами приходится работать? Ты не знаешь, куда мы тела складываем? А? Работай. Заметь, мартышка, тебе завтрак не предложил. Мне вообще кажется, он тебя за человека не считает. Вызывали, капитан Колесник? Че, сразу капитан? Я тут Джеку подарочек приготовил. Собаки такое любят. Это куриные кости? Ну да. Ты решил убить моего пса? А в чем проблема? Собакам категорически нельзя трубчатые кости. Странно. Лариса об этом не знала. Или кому она кашу готовила? Ну что ты стоишь? Убери эту дрянь. Чего ты орешь с вами? Что-то это она тебе не дает. Это все? Мы можем идти? Нет, Даша, мне помощь нужна. Софья Борисовна, ну что, говорите сразу. Прости, детка, но я пока не знаю. Я не понимаю, почему так долго? Обычно у вас за несколько часов уже результаты есть. Я за последние сутки шесть раз прибор гоняла. Сравнивала ДНК девочки, которую мы нашли с ДНК Ульяны. Это образцы из нашего дома? Да. Но проблема в том, что они старые. И я не смогла получить убедительные результаты. Так возьмите ДНК у нас с Кириллом. Я для этого вас и позвала. Почему вы сразу у нас ДНК не взяли? Я не люблю идентификации по родственникам. Они менее точные. Всегда предпочтительнее сравнивать собственные образцы. Но сейчас у нас нет другого выхода. Это займет несколько часов. Можно мы здесь останемся? Если не будете меня отвлекать. КОНЕЦ Чем я тебе могу помочь? У вас даже подозреваемых нет. Будет кого искать, вызывайте. Даш, у меня Богдан пропал. Ну, Джек его может найти. Зачем тебе Джек? Позвони ему. Придумываешь всякие дурацкие поводы, чтобы заставить меня с тобой общаться. Чего дурацкие? У меня друг пропал. Лучший. Честное слово. А на телефонные звонки он не отвечает. Вспомни. Может, он говорил что-то, собирался куда-то? Да вроде бы нет. Мы с ним говорили о расследовании. Ёлки-палки. Он же хотел сам все проверить и меня просил помочь. У тебя, конечно же, были дела поважнее. Джек, он не только парень никудышний. Он еще и друг. Не очень. Богдан на работу на машине ездит? Нет, он без лошадной пешком. Тогда, может, и поможем. Джек, ищи. Ищи. А чего не ешь? Или я невкусно готовлю? Ах ты, сука, тебя это с рук не сойдет. Надо было мне развод дать, когда я тебя просила. Я из-за тебя пять лет жизни потеряла. И не только я. И что вы собираетесь делать? Держать меня тут вечно? Ну что ты. Это было бы несправедливо. Мы тебя отпустим. Но только через пять лет. Потому что каждая из нас из-за тебя потеряла именно столько. Товое здоровье. Шучки! Идемте, девочки, лобстеры стынут. Не устала? Сам ты устала. Я каждый день тренируюсь. Она и тебя с тобой на тренировки таскает. Да, Мегера? Так что ты привязался? Вали. И без тебя Богдана найдем. Старый, как ты с ней выживаешься. Молодец, молодец. А ты здесь. Владимир, здорово. А пробей Дмитриевскую, 32. Кто тут живет? А, ясно, давай. Че надо? Ишкиович дома? Нет, его уехал. Мы из полиции зайдем. Э, э, э. Да, группа захватывает Дмитриевская, 32. Фу! Сидеть! Подожди меня здесь. Если я через пять минут не вернусь, вызываю подкрепление. Уже вызвала. Спасибо. Пожалуйста. Руки! Быстро руки! Э, э, э. Сидеть! Ствол достал. Ствол достал! На камин положил. На камин! Сидеть! Где Богдан? Какой Богдан? Я сейчас пульнул. Слушай, тащи сюда этого пацана. Ты че, глухой? Быстро! Быстро! Я звоню адвокату. Сейчас пацана приведут, и я решу. Будешь звонить, или уже поздно. Телефон положил. А ты нарядный. Да, все нормально. Это же наша работа. Жрать только не давали. Не двигаться! Работа смешна! Сейчас стоять за места! Руки за голову! Не двигаться! Можно и так? Можно. Пошел, пошел! Вперед! Давай! Скажи, какого Олешего отойдет сюда поперся? Да это я уже понял, что дому будет сложно. Ну да, для этого нужны двое, а еще лучше трое. Твою мать! Что? Бабы действовали вместе. Все трое. Ну что? Дозу наркоза получил. На три часа хватит. На камерах засветилось? Ну, конечно. Так, поезжай по навигатору. Там камера класса точно работает. Ты увидишь. Все, я побежала. Мне к врачу надо успеть. Угу. Все по плану? Угу. А этот у нас не помрят-то. Он, кажется, уже и не дышит. Да нет, все порядка, не волнуйся. Я прослежу. Хорошо, я пошла. Ну, как видите, леди, мы все знаем. Не знаем только, где вы держите Васильева. Очень интересную историю вы придумали. Книжки писать не пробовали? У вас нет никаких доказательств. Ну, это пока нет. Мы проверим всю недвижимость, которая оформлена на вас и ваших близких. И обязательно найдем Васильева. Ну, вы же не хотите, Лариса, чтобы ваши сыновья остались без матери. А вам, Мила, вообще светит огромный срок. Если мне не изменяет память, вы, по-моему, вышли по УДО. Вы себе не представляете, что это за ничтожество. Мы догадываемся, что он нехороший человек. Поэтому зачем ради него ломать свои жизни? Если Васильев вечером будет сидеть в парке на скамейке, то нам нечего будет вам предъявить. Даже если он решит в чем-то вас обвинить, это будет его слово против вашего. И что? Он так и останется безнаказанным? Почему же? Мой коллега приготовит мне несколько документов. Подготовит. Кирилл, это не Ульяна. Я знала, я чувствовала. Я так и думал. Эти сучки испугались и отпустили меня. Они испугались. Их пришлось долго уговаривать. Ну, ничего. Я им теперь покажу. Ничего не покажете? Уже все показали. Вот просто подпишите и все. Что это? Развод? Денежная компенсация. Вы что, с ума сошли? Я это никогда в жизни не подпишу. Ну, тогда журналистам будет приятно узнать, как известный хирург одну женщину искалечил, а подставил другую. Конечно же, вы отмажетесь. Но в связи с этим скандалом ваша репутация очень сильно пострадает. Но вы их задержали? Нет. Что мне теперь делать? Что, охрану нанимать, что ли? Ну, уже на свободе. Они на свободе. По-моему, все по-честному. Подождите. Ты не Ульяна? Не Ульяна. Блин, ребят, я так рад. Мы тоже. А ты чего такой побитый? Это я. Был на расследовании. Я с тобой об этом расследовании завтра поговорю. Строго. Ну, тут ничего не поделаешь. У хакеров так мозг устроен. Запреты на них действуют только разодоривающе. Мозг? А он вообще есть у него, мозг? Или, может, там просто микросхема? Или карта памяти? Или что там еще? Флешка. Ты зачем туда без колесника полез? Прости, Кирилл. Я просто боюсь, что не смогу защитить своего ребенка. Вот хотел себе доказать. Доказал? Доказал. Богдан, пока ты работаешь в моем отделе, чтобы подобные подвиги были в первый и последний раз. Ну, ты же понимаешь, что защищать можно не только с пистолетом в руках. Ты просто люби своего ребенка. И во всем его поддерживай. Я уверена, ты будешь отличным отцом. Да, отличным отцом. Только Маринка меня домой не пускает. Ну, я же говорю, у хакеров так мозг устроен, что запрет на них не действует. Так что я уверена, ты что-нибудь придумаешь. Кирилл, Таня, вот приказ, вы отправляетесь в отпуск на две недели. Это с какой радостью? Мирик, тебе вообще понятно слово «приказ»? У вас сейчас сложное положение, вам нужно пережить потери. Я уже купил билеты в Грецию. Помнишь, ты хотела? Помню, но билет придется сдать. Экспертиза показала, что девочку, которую мы нашли, не наша дочь. Так что рано за нас еще переживать. В Грецию один поедешь. Все, я наелась. Пойду побегаю. Да. Сколько раз ты мне соврал. Я тебя лично завалю. Слушай, это большая честь для меня. Перестань орать. Скажи, что случилось. А ты не понимаешь, я тебя просил убрать девочку. Ну, так я же тебе показал могилу. Ты из-за идиота меня считаешь? В могиле не она. Бегать собралась? Да. А ты с рюкзаком бегаешь? Всегда так, да? Это что такое? Целая сумка. Это кому? Себе купила? Где она? Кто? Послушай, Межим. Я тебя очень люблю. Но если ты не перестанешь мне врать, мне не будет кого любить. Где она? В ангаре. Не смогла ее убить. Кого ты похоронила? Тело девочки-сироты я выкупила. В морге и похоронила. Ну что ж, а для следующего номера мне понадобится кролик, которого я достану из этого цилиндра. кролика. Оп. Оп. Кребля. Крабля. Бру! Оп. Оп. Нет кролика. Нет кролика. Наверное, убежал. Дети, вы не видели кролика? Нет. Ничего страшного. У меня дома есть еще один кролик. И, к счастью, у нас имеется ящик для телепортации. И сейчас мы отправим мою прекрасную лису за белым кроликом. Прошу. Не забудь перчатки и веер. Кребля. Крабля. Бру! Уже телепортировала. Какая скорость. Пора бы ей вернуться обратно. Кребля. Крабля. Бру! Оп. Видимо, сегодня для телепортации погода не очень хорошая. Кребля. Крабля. Бру! 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 Черт! Нина! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Тань, ты опять куда-то исчезла? Все в порядке? Да, все хорошо. Я у Мельника заночевала, всю ночь работали, я даже не заметила, как заснула. У Мельника? Главное, чтоб ты выспалась и не забудь позавтракать. Если хочешь, я привезу что-нибудь на работу, но там наверняка у Мельника в холодильнике мышь повесилась. Я обещаю, что дохлых мышей есть не буду. Увидимся на работе. Какая же я все-таки свинья. Человек обо мне заботится, а я... А ты пытаешься дочь найти. Невообразимое средство. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Я отдалилась от него и не подпускаю. Я, конечно, не психолог, но такое впечатление, что тебя с ним держит только чувство вины. Тебе кажется, что ты ему должна. Мне не кажется. Этот человек год назад вытащил меня из тяжелой депрессии. Если бы не он, тогда я... Я не знаю, чтоб со мной было. Да. Понял, выезжаем. Нет, Таня, звонить не надо, она... Я сам ей позвоню. Собралась? Поехали. Да. А, Яш, что-то случилось? У тебя что-то болит? Жень, я устала Я хочу спать Как спать? Ты ведь только недавно проснулась Я устала Это очень шумно У меня голова болит Губики спрятал в обшивку машин Если не будут просвечивать рентгеном, ничего не найдут Когда будет готов паспорт, Оля, мы можем ехать Самое главное, чтобы нас Олег не нашел Не забыла? Телефоном пользоваться нельзя Пересечем границу и тогда купим симки Я не ему сам вырастил Без жены Она сбежала, когда Ниночке было Несколько месяцев А с какого возраста она с вами начала работать? Достаточно рано Ей это нравилось Она наряжалась в костюмы Сама выучила несколько фокусов Тайком от меня Я сначала возражал А потом подумал Да какого я черта? Главное, что мы вместе Попробуйте вспомнить Не было в последнее время чего-то странного Может быть Нина как-то стала иначе себя вести Может быть У нее появились новые дела Новые знакомые Понимаете, Нина очень ответственная Она ни разу не опоздала на начало представления Я уверен По своей воле она не могла уйти Ее заставили Еще эта лужа крови На полу в доме Сразу такие ужасы в голову лезут Вы подождите паниковать Сначала дождемся, что скажут наши эксперты А я так понимаю, мне нужно написать заявление о пропаже У вас кровь по всему дому В таких случаях мы сразу возбуждаем уголовное дело без заявления Уголовное Доченька Что ж ты? Простите, я могу идти Да, вы свободны Спасибо До свидания Он дочь не убивал Он искренне переживает Да он бы и чисто технически не смог Он постоянно был на виду Вся администрация клуба помогала ему искать дочь Свидетелей достаточно Во сколько он вызвал полицию? Через минуту после того, как вернулся домой Надо понять, сколько точно там крови Может быть, девушка просто поранилась Тут крови не менее четырех литров Без такой кровопотери она бы точно не выжила Ну, если бы она весила килограмм двести То смогла бы выжить А так, судя по фотографиям В ней не больше пятидесяти пяти Но ведь вы еще не знаете Может, это не ее кровь? Группа крови совпадает ДНК-анализ будет готов позже Николай, рано делать выводы Вы даже себе не представляете, что такое потерять дочь Очень хорошо представляю Несколько дней назад я готов был признать, что моей дочери больше нет Но экспертиза показала, что я ошибался А вы ее нашли, но вашу дочь Пока нет Ясно Если вы даже свою дочь найти не можете Нет никаких шансов Пока мы не нашли тело Шансы есть Очень, черт не шутит Может, это правда не ее кровь Кирочка, ну ты же понимаешь Если это не ее кровь, то, скорее всего, она убийца Вы главное все пока об этом не говорите Ты думаешь, чего я пошла под анатомию, а не в хирургию? Чтобы никогда в жизни не разговаривать с родственниками Так что не волнуйся Отсу же ты ей все скажешь сам Я правильно понимаю, что речь идет об убийстве Значит, дело автоматически переходит в мой отдел Бабич, у тебя мания, что ли, такая дела у меня забирать? Тебе своих не хватает? Ты же первый всегда, как потерпевший, кричишь, что перегрожен Во-первых, я не кричу Ай, как вы меня достали оба Алин, человек потерял дочь Я могу понять, насколько ему тяжело А этот Извините Пожалуйста Да Понял Знаешь, милник Ты прав Пусть дело остается у тебя Если нужна будет помощь Обращайся Товарищ подполковник, разрешите идти? Я так понимаю, конфликт исчерпан? Свободны Оба Теперь говори Все как вы и предупреждали Он пришел паспорт заказывать Для себя Нет, для него с Женей Я два месяца тому назад паспорта делал Сейчас он детский заказал Так Пришли мне фотографию, которую он принес Хотя это не важно Лучше скажи, когда будет готов паспорт? Когда Войцик за ним должен прийти? Я ему сказал, часа через три Так что мне? Паспорт не делать? Почему же делать? Ты же обещал А обещания нужно выполнять Мои люди за ним проследят Спасибо за звонок Олег Сергеевич А как с моим братом? Я тоже выполняю свои обещания Не волнуйся Снимут с него обвинения Нины Богдановской в базе нет Она никогда ни в чем не была замешана А Николай один раз проходил по делу о краже Что украл? Ничего Был свидетелем Какую-то барышню кольцо украли Это нам мало что дает У нас плохие новости Это действительно кровь Нины Значит, она мертва Отдаем дело Бабичу? Нет работы Бабич оставил дело нам Он что, заболел? Он обычно землю носом роет Чтобы дело у нас отобрать Ладно Я поеду к Богдановскому Кто-то же должен ему сообщить Если я тебе по Нобелесу вызовешь Я буду в допросной И кого ты собираешься допрашивать? Себя Ты что делаешь? Так девушка-то умерла Но тело ее пока не нашли Николай Аркадьевич У меня для вас плохие новости Что? Кровь? Да Это кровь Нины Четыре литра Сами понимаете Вам плохо? Она мертва После такой кровопотери Она бы просто не выжила Как же так? Как же так? Как же так? Как же я без тебя? Это что сейф? Да Я Недавно случайно обнаружил Нина его очень хитро Хитро замаскировала А что она могла там хранить? Не хранить А прятать От меня У меня даже в голову такое не могло прийти Я думал мы с Ниной доверяем друг другу на сто процентов Николай Аркадьевич Я понимаю Вам сейчас тяжело Но подумайте пожалуйста Кто из друзей Нины Мог бывать у вас в доме И знать про этот сейф? Ниночка особо Ни с кем не общалась Тем более Последнее время Она чувствовала себя плохо Была бледная Все время уставшая Только в последнее время? Да Она Вообще никогда ничем не болела Даже грипп Так что она с ровесниками Вообще время не проводила? Только с Макаром Записывайте его адрес Оля Что? Что случилось? Там дети играют на площадке Ну да, играют Так это же весело Почему я не могу играть с детьми? Солнышко мое Смотри Мы через несколько дней Будем уже в другом городе И я тебе обещаю Мы сразу пойдем на детскую площадку Только тебе придется Поучить новый язык Но я думаю, что ты справишься Ты ведь у меня умничка Не хочу другой язык Ты бы ей не обещала Нам какое-то время нужно будет прятаться В смысле? Зачем? Мы же в Чехии будем У Олега везде свои люди Нужно перестраховаться А когда я выучу другой язык Я смогу пойти в школу? Если будешь хорошо себя вести Так, ладно, я пошел Паспорт должен быть готов Вы посмотрите, какой у них сайт крутой Нифига себе Я не думал, что наши дни люди так фокус любят У них по 10-12 выступлений в неделю Ночные клубы, корпоративы Странно Богдановский говорил, что Нина в последнее время себя плохо чувствовала Зачем же так много работать? Мне кажется, обычная человеческая жадность Богдан, проверь их последние корпоративы Может, там какая-то информация всплывет Делается Данил, ну, а ты пообщайся с этим Макаром Полиция, проходите, пожалуйста А что, Макар натворил? Пока не знаю Скажите, а вы знакомы с Ниной, подружкой Макара? Ниночка? Конечно, знакома Очень хорошая девочка А что случилось-то? Можете рассказать об их отношениях? Макар к Ниночке очень нежно относится Мне даже кажется, что он по-настоящему полюбился Она отвечала взаимностью? Сначала вроде как, да, а потом А потом они поссорились Я не вникаю в их молодые дела Правда, мне показалось, что Нина больше ко мне приходит Несколько раз такое было Она приходила Мы с ней чаевничали, разговаривали Я ее готовить учила Сами понимаете, девочка без матери растет Не хватает материнской любви А потом, когда Макар возвращался Она быстро распохватывалась И уходила домой Правда, последние два месяца Приходить вообще перестала А что, собственно говоря, случилось? Вы мне можете показать комнату Макара, а? Вы знаете, Макар не любит, когда я к нему захожу Он даже убирает у себя сам Вот это новость Нет, вот это Я все-таки зайду Вы только скажите ему, что я вас не пускала А то он злиться будет Вы только оставьте все как есть Хорошо? Это не может быть Он, наверное, случайно Давайте, капитан Он такой хороший мальчик Он животных любит А людей, походу, не очень Мам, дай поесть, я голодный What the fuck? Да это ты мне объясни Стоять Ну что я сделал-то? В отделении разберемся Таня У тебя сеанс медитации? Мне надо было подумать О чем? О людях, которые похитили нашу дочь И что ты надумала? А, вас тут занято? Да, мы... Нет, я ухожу Работайте Я буду там За стеклом Так, это Макар Ну что, Макар Рассказывай Ну да, мы с Ниной встречались А потом она начала меня динамить Приходила и сразу к матери шла Я вначале радовался Думал, ну что, она серьезно настроена Ну, если с матерью общается Я же ведь не просто так Я жениться хотел Серьезное намерение Это достойно уважения Так, я не понял Ты ее решил убить, когда она тебе нет сказала? Чего? Какой ее убить? А, стойте А Нина что, умерла? Я должен ее увидеть Да, я злился на Нинку И даже фотки ее порезал Но я бы ей ничего не сделал Честное слово Где ты был вчера вечером? Так, на рок-тусовке Сами играли, других слушали Да вы пацанов спросите Они вам подтвердят Ну, мы так и сделаем Это не он Да это я уже понял У нас тупик У нас опять везде тупик Да подожди Я тут не зря полдня просидела Я все поняла Что именно? Я поставила себя на место преступников Давай начнем все с самого начала Похитители сымитировали Смертью Ильяны Но не убили ее А забрали с собой Ну, это понятно Чтобы убедить нас в ее смерти Зачем? Мы все равно их искали Взрыв был неэффективный И затратный А теперь представь Что все это было Чтобы убедить не нас А своего босса Ты хочешь сказать Что спектакль Был не для нас А для заказчика? Именно Поехали дальше Полгода было тихо Потом ты заметил Ильяну Нас сразу навели На ее могилу Зачем? Ну, я бы сказал Чтобы убедить нас В ее смерти Но ты мне объяснила Что это бессмысленно Нет, появляется новый смысл Что изменится в нашей жизни Если появляется Ильяна Да все изменится В том-то и дело Нам ничто не помешает быть вместе Я считаю, что фейковая могила Нужна только одному человеку Который спит и видит Что мы не будем вместе Это Алина Это да Стемнеет И будем ехать Да, извини На границе у меня есть Надежный человек Он нас переведет Буквально завтра Будем в Чехе Если повезет, конечно Какое-то дурацкое предчувствие Но ничего Все будет хорошо Тема, если бы не я Уже бы там давно была Боже, какое я ничтожество, Тема Боже, какое я ничтожество, Тема Послушай меня Послушай Послушай меня Мне плевать на свою жизнь Слышишь? Я хочу, чтобы ты была счастлива Наверное, это и есть любовь Я такой ничтожество Тихо-тихо-тихо-тихо Ты что? Ты что? Перестань Тихо-тихо Все будет хорошо Все будет хорошо Алиби пацана подтвердилось, Поэтому у нас опять ни черта нет А что это за фотки? Это распечатки с корпоративов Простите, Но я не могу вот просто так сидеть дома У вас есть какие-нибудь новости? Я должен знать, Кто убил мою девочку Мы работаем, Но пока ничего нет А вы считаете, Что смерть Нины как-то связана с нашей работой? Смотрите, Я позвонил во все компании, С которыми вы сотрудничали Выяснилось, Что на каждом корпоративе был какой-то маленький инцидент То кошелек пропал, То кольцо, То еще что-то Вот, Но они в полицию не обращались Все списывали на то, Что человек мог выпить И просто потерять ценную вещь Да вы уверены? Позвольте, Итого Не может быть Вы считаете, Что мы воры? Да не вы На фотографии видно, Что вы к людям даже не приближаетесь Но с ними общается ваша дочь Я в это никогда не поверю Вы что-то заметили? Нет, нет Просто Нина здесь такая красивая Вы позволите, Я возьму эту фотографию? Да, конечно, берите Я еще раз печатаю Спасибо Блин, Бедный мужик Сначала узнал, Что у него дочь убита А потом, Что она еще воровка Я бы тоже в такое не поверил Да нет, Тань, Я Я вот не верю Потому что тебе эмоции мешают Вспомни с самого начала Все указывала На Алину Я испортила ей жизнь И лишила ее детства Ты ее жизнь спасла Притом не один раз Давай, буди ее Пора ехать Еще есть время Пусть поспит Я пойду Подошел Тань, пожалуйста Успокойся Не нервничай Давай займемся текущим делом А вечером спокойно поговорим с Али Ну да, Это самый верный способ Вывести преступника на чистую воду Спокойно поговорить Да Ты дочь свою забрать хочешь? Приезжай по адресу Точнее, Как со мной постоянно поступаешь Что с тобой? Это она звонила Это женщина, У которой Ульяна Она сказала, Что Если хотите забрать дочь, Приезжайте А потом что-то случилось Какой-то мужской голос Что-то непонятное Она отключилась Тем, Потому что я не могу Так поступить с Улей Я должна передать ее матери Артем Местоположение телефона Быстро Я не успел Телефон вырубили Вспомни Что-то еще слышал Я не помню Танюша, сосредоточься Так я вспомнила Когда она говорила Я слышала звук поезда Который едет по мосту Я подогнал машину А ты, Риш, Тай Остаешься с Ульяной Или едешь со мной? Мы едем вместе Пошли Добрый вечер Я не знал, что у нас в городе столько мостов Звук был громкий Надо искать в радиусе 200 метров Не успеем Ты же сама сказала, что во время разговора что-то произошло А эти районы мы будем обыскивать до послезавтра Надо просить Алину, пускай дает спецназ Ты ничего ей не скажешь Таня, я прошу тебя Ты что, не понимаешь? Она столько лет скрывалась у нас прям под носом Я сейчас тебе могу профиль ее составить Она хитрая, умная, гениальная актриса Расчетливая и безжалостная Для нее человеческая жизнь Это разменная монета Это вы сейчас просите Негорскую? Офига себе Так, я звоню Алибу Один звук И я стреляю в девочку Да, Танюша Мы знаем, где находится Ульяна Я очень рад Очень нужна Да, конечно Сейчас я заберу команду Так, ну в конце концов, не важно, кто вызовет спецназ Но я все равно уверен, что ты ошиблась Через час здесь будет полиция Они обнаружат три трупа Видимо, вы поссорились Ты убил девочек А потом застрелил себя Да, я ошиблась Хотя профиль был правильный Только от нее, Алина Это Олег Моя мама тебя убьет Она не позволила, чтобы со мной что-то случилось Заткнись И последняя Где драгоценности? Во время разговора я слышала тот же самый звук Звук поезда, ехавший по мосту Правее местоположение телефона, Олега скинь нам адрес Я побежал, Ксения Егорская, пускай берет кто есть У меня что дело? Дело закончено Ну хорошо Зачем же так мучиться? Можно же быстро и легко умереть Просто скажи, где стекляшки? Никогда не искал легких путей А сейчас поздно начинать Ты давай Не отвлекайся Хорошо Меняем тактику Ничего личного Просто скажи Где драгоценности? Тема Тема Сука Как же упорно ты хочешь умереть? Дань Ну может позвоним Узнаем как они Не маяч Давай делом займемся Да каким делом? У нас зацепок ноль Нина ни с кем кроме Макара не общалась Родственников нет А где мать ее? Я ее пробил Этой женщины не существует в принципе Пока мы тут тупим Таня с Кириллом дочь спасают Так ладно, не стери Слушай А может быть это Николай ребенка украл, а? Чего вдруг? Других вариантов все равно нет Продолжай Если бы я украл ребенка Первым делом, что бы я сделал Я бы сменил имена И себе, и ребенку Ты этот план давно выношуешь? Ты что, хочешь ребенка у Маринки выкрасть? Очень смешно Прости Если он сменил имя тогда Как мы мать найдем? Дань Так у нее же ребенка украли Она сто пудов обращалась в полицию Блин Все так просто Алина, я понимаю, что ты нам не веришь Конечно, я не верю Я вообще считаю, что у вас паранойя Вчера вы меня подозревали Сегодня Бабича Вы уверены, что вы не путаете Поиск дочки с вашими личными разборками? Я уверена на сто процентов Вчера-то на сто процентов была уверена Что это я приказала убить Ульяну Я же говорю, я слышала звук поезда Во время разговора с Олегом А поезда у нас только в одном районе города ходят Я не верю в такие совпадения Татьяна Александровна Если вы год прожили с отца А потом наркоторговцы не поняли То ваше верю-неверю не очень-то считается Прости, я не должна была-то уговорить Все правильно Я хреновый провалер Тебе стоит меня уволить Нет, Тань, ты прекрасно понимаешь Что оценивать близких невозможно Я должна была понять Да я должна была понять Есть Алла Ивановна Кучеренко 16 лет назад обращалась в полицию У нее пропала годовая девочка В краже подозревали отца Но найти его так и не смогли А фотки отца есть? Момент Вот он, красавец Здравствуй, любимая Идем, идем Присядь Угостишь мужа вину? Ты мне не муж Технически все еще муж Сволочь, ты мне всю жизнь поломала Я? Я просто забрал свою дочь Ты же женщина Могла бы себе еще десяток нарожать Какого черта ты приперся? Сразу Не разглядел тебя Был занят выступлением Вот Только потом на фотографии Разглядел Что ты сделала с Ниной? Это я сделала? Это ты сделал из нее воровку Она мне все рассказала Заставляла ее воровать на корпоративах С самого детства Ублюдок Ты убила собственную дочь Только ради того, чтобы отобрать ее у меня Нет, не убила Я была готова умереть Лишь бы от тебя избавиться Ну, как? Столько крови Ты же не могла выжить? Я сам сказала, что ты меня не отпустишь А если уйду, сдашь в полицию за воровство Пришлось сымутировать смерть Мы целый месяц собирали мою кровь Пока не оказалось достаточно Ах ты дрянь Я же тебя бы вырастил Ты лишил меня матери Пока нет Это мы можем исправить Пристрелю обеих Пусти Пусти Помогите Помогите Пусти А я тебе говорил Таймер можно было не выключать Ну, вообще-то это я сказал Ну, ладно У Мачка все в порядке? Нина, а ты неплохо выглядишь, как для покойницы А как вы нашли Нину спустя столько лет? Это она меня нашла Ниночка пришла к нам на фирму На корпоратив И узнала меня Эй, джентльмен На выход Что, так и будем молчать? Хорошо Я знаю Ваше слабое место Не трогай ее Иди сюда Сядь Если вы мне скажете Где стекляшки Я просто ее пристрелю И она не будет мучиться А если нет Я буду простреливать ей конечности Одну за другой За мне по барабану Хочешь, реже Хочешь, стреляй Она мне уже в печенках сидит Хорошо, проверим Ульяна, беги Тема 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 Я уже осталась Не двигаться Работать в местах Всем оставаться на местах Мамочка Папочка Мама А мы можем уже поехать домой? Или надо будет еще чуть-чуть подождать? Конечно Недорога Я оставалась Субтитры Всего И Он Егор Егор Он И И Егор Он Открыт Он 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 Ты? Я же сказала тебе. Осторожно. И что все это значит? Я в курсе. Ты меня не любишь, но я-то тебя люблю. И ты не можешь мне запретить, а тебе заботиться. Поэтому вот кроватка, а вот нормальные продукты. Чтоб не кушала всякую дрянь, типа чипсов. Я тебя знаю. Коляску привезу завтра. Богдан. Да, кроватку собрать. Ну, приедем в здание, соберем. Богдан, ты идиот. Не выражайся, пожалуйста, при ребенке. Они на таком сроке уже все понимают. Я все понял. Так, что еще? Да ничего ты не понял. Если бы я тебя не любила, я бы тебя не продала. Я, конечно, помню, что в нашей младшколе у тебя с логикой были большие проблемы. Ну, а это уже перебор. Программу пишет. Да, Джек, знаю. Нет ничего хуже. Начинаю дежурство. Хотя нет, есть неожиданные встречи. Дашка, ну, послушай, мы должны быть вместе. Как же ты меня достал. Джек, фас! Джек! Я думала, хотя бы ты меня любишь. Мы тебя любим. Подожди, я люблю тебя. Этот самец тебя использует. Замерзла? Ты голодная? Есть хочешь? Картошки жареные хочешь? С котлеткой? Мама, я не хочу кушать. Я хочу домой. Ой, сейчас поедем. Все хорошо. Все хорошо. Дай поброщаться. Понял. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Слушай, Таня, я люблю тебя. Неужели ты не понимаешь, что я выйду из тюрьмы, и ты все равно будешь моей? А если нет, я убью вас всех. Мама, а он что, и правда меня убьет? Нет, конечно, конечно, нет. Все закончилось. Все закончилось. Доченька, поехали домой. Я по вам так соскучилась. Субтитры создавал DimaTorzok